«Господи, ну и пекло!» – думал я, вытирая ручейки пота, стекающие по лицу из-под раскалённого солнцем стального шлема. «Какого же ребятам-то?» Я, по крайней мере, киркой не машу и землю в носилках не тыскаю. Встав с чурбака, на которой пристел отдохнуть, я повесил автомат на плечо и пошёл к миниатюрной палатке из двух немецких плащ-накидок, которую мы соорудили на обочине шоссе. «Камрад!» – крикнулся, проехавший в этот момент мимо меня грузовика, долговязый и конопатый обер-кефрайтер. Я знаками показал, что не расслышал. Он рассмеялся и помахал мне рукой. Вот уже третий день мы ударно ремонтируем отрезок между валяринами и гацуком. Почти полтора десятка крупных воронок, о мелких ямах я и не говорю, засыпаны землёй и утрамбованы. Куча обломков и мусора сброшены в кюветы. И всё это сделали две дюжины человек. Мы с Тоттоном, к сожалению, выключены из этой феерии добровольного труда. Наша задача – с важным видом прохаживаться вокруг и покрикивать. Ну и иногда вступать в переговоры с представителями местных властей. За сегодня Алик уже три раза объяснял важным проверяющим в невысоких чинах, кто мы и что здесь делаем. Где-то я понимаю всех этих гауптманов и обер-лейтенантов. Хвост им накрутили, а зачем и почему не объяснили. Правда, в расспросах они особо не усердствуют. Пятнистые куртки и характерные руны на наших петлицах к особым расспросам не располагают. В отличие от них мы знаем. Завтра, если судьба будет к нам благосклонна, по этой дороге проедет он. Глава первая «Вы, технологи мои дорогие, скажите, как взрывчатку плавить будем?» «Смолокурня под рукой нет, а сотка – это вам не снаряд трехдюймовый», – прервал нас фермер. «Ну, пока по самолету лазали, я датчики температуры масло с двигателя открутил», – скромно признался Казычина. «Так что температуру выдержать теперь не проблема, а вот с нагревом придется помучаться. Нам сколько градусов нужно?» «Больше восьмидесяти, но меньше ста, так ведь?» «Самое простое, на мой взгляд, найти деревенскую баню и все». «Ну ты, как вы там говорите, креативщик, вот», – порадовался моей смекалки Саша и добавил. «Заодно и помоемся, кстати». «Вы, коллеги-хромоногие, берите инструменты, снимайте стабилизаторы с этих двух чушек, ну и барахло свое соберите». И Саня ушел в штаб, как я понимаю, помогать бродяги готовить сообщения для центра. «К некоторому моему удивлению, все сборы заняли у нас не больше часа. Видимо, у всех членов нашего небольшого отряда уже выработалась привычка к скоростной передислокации. И на общем построении в 10 вечера, когда фермер объявлял о ближайших задачах, на лицах многих бойцов было заметно нетерпение. «Дескать, почему завтра, почему не прямо сейчас?» Конечно же, Саша, как опытный командир, заметил этот настрой, поэтому и внес некоторые коррективы в наши планы. «Выдвигаемся в 6 утра двумя группами. Контрольное время встречи в 17.00. Место в лесу восточнее Лукашей. Всем все понятно, тогда разойтись. Зелье, Дымов и Трошин ко мне». Что там командир говорил нашим героям, мне было, конечно, интересно, но хорошо выспаться перед дальней дорогой важнее. Поэтому я спокойно отправился к своей машине, где я улегся спать, тем более, что в караул мне надо было только в два. Похоже, необходимо Сане намекнуть, что по ночам и окруженцы должны дежурить, а не только люди из будущего. А то мы так долго не протянем. Засыпая, подумал я. На маршруте наша колонна двигалась в ставшем уже привычным за последнюю пару недель порядке. Впереди на мотоцикле ехали Тоттен и Дед Никто. За ними двигался мой круп, прозванный нашими окруженцами Тачанкой. Кроме несуразной внешности, этому способствовало то, что на него ставили обычно сразу два пулемета. Затем командирская МК и замыкал колонну «Опель», ведомой Иваном. Первые километры мы проехали без каких бы то ни было приключений. И довольно быстро добравшись до шоссе, двинулись по нему на восток. Несмотря на ранний час, поток немцев был плотным, но к нам, слава богу, никто не цеплялся. Вскоре мы соскочили на дорогу, ведущую на юг, и буквально через километр напоролись на засаду. Какие-то отмороженные окруженцы пару раз жахнули по колонне из винтовок. «Нет, это безусловно отрадно, что весь советский народ единой стеной, но, честное слово, было бы обидно получить пулю от своих. Но то ли мы выглядели достаточно грозно, то ли у них задора не хватило, больше они на нас не покушались». Дальнейший путь к точке рандеву прошел так гладко, что практически всю дорогу мы с Трошиным провели в светской беседе. «Антон, вот объясни мне, с чего, если в распоряжении наших органов имеются такие охватки и ловкие парни, как вы, мы, войну эту просрали?» «Ты говори да не заговаривайся, товарищ бывший майор». Поддел я его. «Войну мы еще даже не начали проигрывать. Как учит нас история?» «Ой, вот только не надо!» – скривился слава. «А что не надо? Наполеон тоже, если мне память не изменяет, хорошо поначалу попер. И что, здесь неподалеку чуть коньки не отбросил?» «Что?» – не понял моего эвфемизма Трошин. «Переправу через Березину, помнишь? Был хороший шанс императора всей Европы к ногтю прижать, вот что. Ну, ты на историю-то не кивай, у нас ситуация другая. Чем это она другая? Кое-кто пустоголовый подготовку войск через одно место вел, да и вообще? Что вообще? И кто у нас пустоголовый? Да в кого не ткни, от уровня корпуса и выше. Вот ты дивизионным командовал, так? И что, доволен был, как у тебя солдатики с техникой обращались? У меня хорошо стреляли, скажу честно, не хвастаясь. И вот что, как тебя с такими словечками в наркомате вашем вообще держали?» «Какими словечками? Ну, к примеру, солдатики. Прям не старлейт ГБшный, а штаб-ротмейстер какой-нибудь. А от меня никто речи на митингах произносить не требовал. Бошки сносить – это да. А уж кому и что говорить, то на части решала. «Знаешь, Антон, мне иногда кажется, что вы с Марса прилетели». От такого заявления я даже опешил. «Хорошо еще, что тащились мы со скоростью, по моим понятиям мизерной, а то бы от удивления я куда-нибудь не туда зарулил». Отдышавшийся спросил. «С чего так? Чины у вас высокие, да и бойцы вы великолепные. Но иногда мне кажется, что вы вообще никого не боитесь, ни бога, ни черта, ни даже генерального комиссара госбезопасности». Довольно едко я пошутил Трошин. «Независимость вас иногда прям-таки вызывающая проскальзывает». «Ну ты скажешь тоже». «Про первых двух персонажей не знаю, в религии я не силен. От товарища Берия далеко, и до нас ему дела нет, пока ошибок не наделаем». «Да и нельзя в напряжении все время быть, нервы полупаются». «Как там, нам песни строить и жить помогает?» Довольно фальшиво пропел я. «Так-то оно так, но уж очень заметно временами». Чтобы соскочить со скользкой темы, я поинтересовался. «Слава, вот ты мужик видный, майором опять же был, а что женой не обзавелся?» Трошин ненадолго задумался. «Да, если по-честному, то не успел как-то, а может и не встретил свою, как в старых романах писали, вторую половину». И в свою очередь попробовал соскочить. «А я все спросить тебя, Антон, хотела, сколько тебе лет?» «Тридцать шесть», – машинально ответил я. «Ни за что бы столько не дал», – изумился он. «Да у нас больше четвертака не дают, прокурор не позволяет». Отшутился я. «Нет, правда, я думал, тебе тридцать и два исполнилось. Очень ты молодо выглядишь для возраста своего и для звания. Методики есть восточные, тайные. Ну а кроме этого, я никогда не читаю перед обедом газет», – процитировая литературного персонажа. Но Вячеслав, похоже, Булгакова не читал, потому что посмотрел на меня недоумевающе. «А газеты тут причем?» «А что бы не расстраиваться?» Вот за такими вот разговорами мы и добрались до назначенного места. «Взгляд со стороны, бродяга». «Все надо сделать быстро», – так сказал Саня, провожая нас. «Да я и сам понимаю, служба пеленгации у немцев поставлена, будь здоров. Минут через несколько они будут уже в курсе, что работает чужая станция. А через десять определяют примерный квадрат. Плохо то, что передавать надо много, а на ключе я давненько не работал. Ненужное то было в последнее время как-то. Так что играть будем по нотам и с постраховкой. Ну и кое-какие домашние заготовки с использованием техники будущего использую, как без этого-то. На место прибыли часиков шесть. В расчете на то, что фрицы с просонья не такими расторопными будут. Для сеанса мы с Саней выбрали точку в километрах двадцати к северу от нашей нынешней базы. Места не очень населенные, но дорожная сеть густая. Бывшая польская приграничная зона как-никак. Так что в случае неприятностей нам есть куда сматываться. Уже на месте мы с Люком подыскали приличных размеров сарай, где и развернули рацию. Правда, перед этим полчаса лазили по округе, оставляя подарки для незваных гостей. А то, что не явится, это к бабке не ходи. Наконец я, отправив Люка в дозор, уселся за рацию и начал передачу. Хорошо еще, что заранее записал сообщение морзянкой, а то бы точно до вечера провозился с непривычки. И ведь когда под рукой нет электронных приблуд, элементарное, казалось бы, вещи стали сложными. Нехитрое устройство, с которым передача сообщения азбукой Мурза ничем не отличается от обычного интернет-чата, вместе с ноутбуком осталось в базовом лагере в багажнике моей машины. Так что пыхти давай, Сергеич, набивай мозоли на пальцах. Надо будет покумекать, как приспособить на ладонник для этих целей. С шифрованием он здорово помог. Да и Антон тоже хорош. Материал копил-копил, а мне теперь отдувайся. В общем, на передачу всей заготовленной информации у меня ушло 4 часа 37 минуты 42 секунды. Непростительно много. Но жалеть будем потом, а сейчас ноги в руки. Свернув рацию и засунув ее, благо размеры позволяли, в обычный немецкий ранец, я активизировал подарки в доме и крикнул Саня, чтобы он заводил таратайку. Поздно уже, вон смотри. И он указал мне рукой в сторону дороги. Гости, пяток мотоциклов и два грузовика. Ну, последнее, проблем особых не доставят. Отрвемся, если очень припрет. А вот мотоциклы плохо. Скорость у них такая же, как у нас. Да еще и пяток пулеметов в спину. Порежут нас на мелкий винегрет и не мяукнем. Что делать будем? Скидываясь при час на Аперков, поинтересовался Люк. Пешком попрем? Не вариант. Если у них собаки есть, точня, крышка. Так что твоя основная цель – немецкие четвероногие друзья. Тарантайка где? Вон там в кустах стоит, а что? Ничего. Пусть там и дальше стоит. Бугорок справа видишь? Вижу. Твоя позиция там и будет. В первую голову режешь собак, если они есть. Потом офицеры с унтерами. Да чего тебе объяснять-то, ученые, так? Свистну один раз, отходишь к тарантайке. Заводишь и ждешь меня. Два свистка, двигай ко мне. Уходим в сторону, откуда немцы прибыли. Чем свистеть-то будешь? В два пальца? Фермер свистком поделился. Как чувствовал? Вот что значит боевой опыт? Это я, старый злодей. Всю дорогу с такими же, как сам и бодался. А он солдат. У него чуть-чуть такие переделки. До взрыва не стреляй. Да и потом обожди. Пусть немцы первыми начнут. А начнут? Не сомневайся, начнут как по нотам. Отправив люка на позицию, я перебежками вышел во фланг возможному направлению развертывания немцев и прикинулся ветошью. Подъехав ближе, грузовики остановились и из них посыпались солдаты. Мотоциклы разделились. Два остались возле грузовиков, еще два разъехались метров на сто в обе стороны и взяли строение под перекрестный огонь. Еще один остался в тылу перед грузовиками и заглушил мотор. Немцы выстрелились в цепь и по команде офицера двинулись вперед. Где у них собаки? Ага, вот она, на правом фланге. Одна? Похоже. Не густо, значит, у них с этим делом. Так, идут они хорошо. Метров через двадцать как раз и подарок будет. Подождем. Думал я, скидывая с плеча автомат и расстегивая клапаны на кобурах. Дождик собирается. Так это вообще красота. Следы наши потом хрен найдешь? А немцы в накидке укутались. Промокнуть боятся. Цивилизаторы чертовы. Бух. Подарок сработал чуть раньше. Видимо, я неверно рассчитал расстояние. Цепь мгновенно залегла. Со своего места я заметил, что троих или четверых все-таки зацепило. Огня немцы не открыли. Молодцы. Опытные ребятки. Выдержка есть. Это хорошо. Как это там говорилось? Служи по уставу. Завоюешь честь и славу? Ну вот и посмотрим, как у них с уставной дисциплиной. Сознанием уставов у немцев оказалось все в порядке. По команде офицера из цепи приподнялось несколько человек. Саперы. Точно. Вон они щупы свинчивают. Прощупывая впереди себя землю, они осторожно двинулись вперед. Ближайший ко мне сапер находился всего метров двадцати. Старается парень. Вон аж губу закусил. По сторонам почти не смотрит. Тычет щупом в землю. Ну-но. С таким же успехом он мог с собой сразу домовину тащить. Против казаковой растяжки щуп слабое утешение. Не знают тут еще такого методоминирования. Точнее знают, но без тонкостей. С точки зрения местных, надо быть полным параноиком, чтобы обратить внимание на небольшую корягу. А ведь мы не зря наши монки и снарядный гильз корой обклеили. Да и зеленую леску толщиной в тридесятых миллиметра в траве заметить дело дохлое. На твою счастье, парень, не ты больше на твоем пути. Одна всего и была. Хотя это еще как посмотреть, кому из нас больше повезло. Мне почему-то кажется, что тут выиграл не ты. Вот большой куст на секунду скрылся пюро от своих. Раз. И пеленый штык от трех линейки черной молнии. Не напрасно мы их в масле сварили. Ох, не напрасно. Мелькнула в голове мысль. Вылетел из моей руки. Саперничком ткнулся в землю. И через секунду-другую он уже снова дынулся вперед, усердно работая щупом. Вернее, это так показалось немцам. Подобрать щуп и винтовку и засунуть труп под куст делал на пару секунд. А накидки у меня и у немцев одинаковые. Трава густая, ног на их они не видят. Так что не заметят, что сапер в ботинках, а не в сапогах. Еще пяток метров и можно начинать. Так, пора уже. Бух. Это уже в середине строя. Еще один подарочек. Бросив на землю щуп, я вскинул трофейную винтовку и высадил всю обойму. После чего рухнул на землю с невнятными воплями. Цепь поддержала меня дружным огнем, так что встречный выстрел люковской снайперки прошел на этом фоне почти незамеченным. С моего места собаки я не видел, но не сомневался, что она свое уже отбегала. Тем временем цепь перебежками продвигалась вперед и вскоре уже поравнялась со мной. Чуть приподнявшись, я метнул влево гранату и снова уткнулся головой в землю. Бух. Новая порция криков и команд. Надо же, жив еще офицер. Или он там не один такой голосистый? Топ от ног. Уткнувшись головой в кусты, я громко застонал. Что увидят подбегающие немцы? Раненого сапера вон и щуп рядышком из земли торчит. Форму не видно, накидка мешает. Ноги скрывает высокая густая трава, на голове каска. Точно. Видительный возглас, и ко мне затопали две пары ног. Будут перевязывать на месте или в тыл поволокут? Последнее вероятнее всего. Все-таки вокруг открытая местность, зачем им под пули подставляться? Я угадал правильно. Меня подхватили под руки и куда-то потащили. Быстро ногами шевелят, огня боятся. Правильно, ребятки, несите меня отсюда подальше. Там еще где-то один подарок остался, пора бы уже и ему. Бух. Носильщики дружно рухнули на землю. Весьма неловко, так что один при этом напоролся на нож. Второй было дернулся. Пришлось заехать ему локтем в кадык. Рачин после этого не мог. А через секунду-другую уже того успокоился. Приподнявшись над землей, я дважды свистнул. От бугорка, где залег люк, метнулась фигурка. Ага. Тем временем немцы, прикрывая друг друга огнем, добрались таки до сарая. Метнув предкрытую дверь к гранату, дождались разрыва и брусьей снутрь. Я поспешно вжался в землю. Хренак. Земля дрогнула. Взрывная волна пронеслась над головой, осыпав меня щепками, пучками соломы и еще какую-то дрянью. Что-то я переборщил со взрывчаткой. Ее и так у нас не очень много, можно было бы и сэкономить. Приподнявшись, я снова свистнул пару раз. Тупот ног и люк, переводя дыхание, свалился рядом со мной. Ты как? Порядок. Собаку заземлил. Офицера и унтера одного, сильно горластого тоже. Куда двигаем? Обожди. Сейчас немцы своих раненых потащат к машинам. Мы одного из этих подхватим и тоже вместе с немцами за пулеметы пройдем. А там уже и до нашей Тарантайки недалече. Так, может быть, лучше еще один грузовик приватизируем? Мотоцикл немцы могут и не найти, а нам грузовик очень даже к месту будет, предложил Саня. А не нахлобучит нас фермер за самоупраство? Хотя, мысль вообще-то верная, нужен нам грузовик. Хабара-то дофига и больше, на машину уже не влазит весь. Добро, работаем грузовик. Подхватив под руки одного из насильщиков, мы поволокли его грузовикам. Люк нахлобучил его каску и выглядел заправским гансом. Проходя мимо мотоцикла, он даже что-то крикнул немцам, махнув рукой в сторону леса. Я мгновенно покрылся холодным потом, и свободная рука потянулась к пистолету. Однако немцы отреагировали сдержанно, лишь пулеметчик кивнул головой. Что ты ему сказал-то? Чтобы смотрел на те кусты внимательней. Так и ты у нас немецкий знаешь, что ж молчал-то? Только пару расхожих фраз. На реконструкции пришлось с одним знатоком пообщаться, когда клип снимали, там и выучил. Ты хоть на будущее предупреждай, а то я уж собрался их валить до кучи. Подойдя к грузовику, Люк стукнул рукой по борту. Из кювета выскочил водитель с карабином в руках и бросился открывать задний борт. Поднявшись в кузов, он протянул руки, подхватывая нашу ношу. Подав тело немца в кузов, Люк запрыгнул туда же. К машине уже подбегало еще человек шесть, тащивших раненых. Обойдя машину, я залез в кабину и сел за руль. Изведенный автомат положил на колени. Слышно было, как в кузове топочет водитель вместе с Люком, принимая раненых. Так, похоже, что все. Немцы побежали назад. Всех принесли. Остается мне, что так. Я стукнул рукой в стенку кабины. В ответ донесся сдавленный писк и хрипение. Через несколько секунд Люк уже ввалился в кабину. Ну как? Поехали. Водила беспокоить не будет. Вырулив на дорогу, я дал газу. И уже метров через триста наша машина скрой за поворотом. Еще пара километров, и мы поняли, что погони не будет. Свернув с дороги в лес, я остановил машину. В темпе выгрузив раненых немцев и отталив их так, что как минимум полчаса сладкого сна на лоне природы им было обеспечено, мы рванули на трофейном грузовике домой. Москва, улица Дзержинского, 20 июля 1941, 14.31. Высокий, с красивым и мужественным лицом капитан госбезопасности постучал в дверь кабинета. Разрешите, товарищ старший майор? Входите, Борис Михайлович, что у вас? Пришла шифровка от странников. И он протянул пачку листов молодому генералу, вышедшему к нему на встречу из-за стола. Эх, они настрочили! Да, передача длилась больше четырех с половиной часов. Генерал внимательно просматривал листы шифрограммы. Так, вот эти данные проверить немедленно. И он протянул лист капитану. Тот прочитал заголовок и ответил. Уже дано задание авиации. Но, товарищ старший майор, сами понимаете, этот район немцы прикрывают с воздуха весьма серьезно. Наши могут не прорваться. Агентура? Запросы будут переданы во время ближайших сеансов связи. Так, это что? Рекомендации. Так, немедленно проверить и передать войска западного. Да на все фронты. Сделаем. Что-нибудь по этим странникам еще раскопали? Да, но... Что мне здесь, как гимназистка? Товарищ старший майор, помните сообщение агента о том, что в конце беседы фигуранты приветы передавали? Да, что-то такое помню. Кому передавали, выяснили? Так точно. Полковнику Старинову и... Ну? И вам, Павел Анатольевич? Начальнику штаба 3-й танковой группы полковнику фон Хюнерсдорфу. Срочно, секретно. Согласно докладам штабов 7-й, 12-й и 20-й танковых дивизий, противник применяет новую тактику для борьбы с нашими танковыми подразделениями. В последнее время участились случаи нападения на танковое подразделение, маневрирующее в нашем ближнем тылу. Небольшие 5-20 человек подразделения противника обстреливают наши танки из ручного оружия, используя бронебойные и зажигательные пули. В силу того, что из-за сложности со снабжением большинство танков перевозят на бронетопливо в канистрах, подобные атаки наносят нашим войскам большой урон. При повреждении канистр танк, как правило, загорается и после пожара требуют капитального заводского ремонта. За последние два дня танковые подразделения упомянутых дивизий потеряли от подобных атак 14 танков и 3 бронемашины. Из них 6 танков и 2 бронемашины восстановлению не подлежат. 27 июля 1941 года Начальник оперативного отдела 3-й танковой группы Оберст-лейтенант Карл Вагнер Генерал Оберсту Гудериану Срочно! Секретно! Докладываю, что в течение последних 5 дней войска противника активизировали борьбу с нашими подвижными соединениями. Причем отмечены случаи нападения в оперативном тылу танковых дивизий при переброске войск и техники по ракадным дорогам. Командиры подразделения отмечают изменившуюся тактику противника. Небольшие группы просачиваются в наш тыл и обстреливают колонны на марше, применяя зажигательные пули. Из-за чего отмечены случаи возгорания топлива, перевозимого на бронетехнике в канистрах. Как правило, при возгорании топлива загорается и сама боевая машина. Отмечается также то, что нападающие не принимают прямого боя и сразу после обстрела скрываются в лесах. В некоторых подразделениях для противодействия подобным нападениям вынуждены применять тактику сопровождения танковых колонн спешенной пехотой, что значительно снижает маневренные возможности подразделений. Всего в результате подобной активности противника в 3-й, 4-й, 10-й и 17-й танковых дивизиях потеряно 33 единицы бронетехники, из них 25 безвозвратно. 2 августа 1941 года. Начальник штаба 2-й танковой группы Уберс-лейтенант фон Либбенштайн. Глава 2. Километров через пять мы свинули с шоссе на местную дорогу и через пару километров ехали в большой лесной массив. Дорога была пустой, поэтому, не мудрствовая, мы нашли подходящий съезд и углубились на пару сотен метров чащу. По команде фермера я заглушил двигатель и вылез из машины. Так, Несвидов, тенты натяните. Тоттен и Юрин, новосохранение. Начал командовать Саша. Арт, Казачина, Зельц, ко мне. Ну что, Слава, иди подмогни сержанту. Брусил я через плечо Трушину. А может я лучше? Что лучше, то командир придумает. Осадил я его. А пока помоги Несвидову. Когда я подошел, фермер уже развернул на капоте Энки карту. Значит так, мальчики-зайчики, вы сейчас пробежитесь по окрестностям и посмотрите, что вокруг и как. Сказал он, обращаясь к Ивану и Алексею. Нам вообще-то вот в этот квадрат надо. И он показал на карте точку, расположенную в том же массиве, но километра в трех к югу. Но, как мне кажется, в старом селе немцы квартируют, а нам пока светиться не следует. Так что основная задача для вас – проверить, сможем ли по лесу вот здесь проехать. Через сколько выйти сможете? Спросил он Казачину. Минут через десять будем готовы. Молодцевато ответил Ваня. Выполняйте. Как только ребята ускакали к грузовику, Саша повернулся ко мне. Что скажешь, бухгалтер в розетку Гош? Ну, мужик он вроде надежный, но вот выправка его может нас подвезти. Тут кто-нибудь с менее военным видом нужен. Ага. А с кем готов по хуторам пробежаться? Кудряшова могу взять. Вид у него охламонистый. За вояку не примут. Правда, насчет пробежаться – это ты погорячуся, командир, если только торопливо похромать. Это дед никто? Ага. Сойдет. А что искать? Обстановку вокруг посмотри. Ну и баньку. Вот видишь? И он показал карандашом на карте. Вдоль всего этого леса кутора раскиданы, так что есть где развернуться. А вдруг они немцами обжиты? Не думаю. Если внимательно на карту посмотришь, это единственный крупный лес в округе. А вокруг села сплошняком идут. Ничего здесь немцам делать. Мы с Аликом пару дней назад посидели на трофейной картой, точку для базы выбирали. Так вот. Мы сейчас в километрах в 10-20 к востоку от внешнего кольца тех фрицев, что окруженцев в Налибокской пуще держали. Да и то по большей части одни тыловики остались, а основная масса боевых частей уже давно к Смоленску укатила. Место, конечно, не самое спокойное, но и наглости такое не могут не ожидать. Кстати, похоже, что те, кого вы у самолета встретили, как раз из пущи этой прорвались. На бане можешь не заморачиваться, но обстановку я знать должен, так что ноги в руки и вперед. Я воль, геркомандер. Я вытянулся по стойке смирно и уже было совсем собралось уходить, как мне в голову пришла одна идея. Саш, а зачем нам гражданку переодеваться? Давай мы с бухгалтером так в немецком и пойдем. А то сам прикинь, два мужика, причем один из них хромой шарятся по лесу в нескольких километрах от кольца окружения. Да нас запалят вмиг. А так получится, что мы вроде в патруле. Да, пожалуй, ты прав. Но двое для патруля жидковато будет. Возьмешь, кроме Трошина, еще пару человек. Того же Кудряшова, к примеру. А машины кто охранять будет? Не переживай, справимся. Позвав, кроме Славы, еще Кудряшова, Юрина и двоих окруженцев, вытащенных мною в свое время из сарая боксера Чернова и Сомова, я приказал им переодеться в немецкую форму и построиться через 10 минут около «Опеля». Сделав знак Трошину взять с собой пулемет, я проверил свое оружие и заменил батареи в рации на свежую. В полдвенадцатого бойцы построились у грузовика, и я, встав напротив, начал доводить до них боевую задачу. Сейчас мы пойдем в разведывательное патрулирование. Главное, идти незаметно. Наблюдаем издалека, ни в кого не стреляем, ничего не взрываем. Тут я обратил внимание на странную конструкцию, надетую на сержанта Юрина. Больше всего это было похоже на корявую разгрузку, слепленную на коленке из немецких ремней и подсумков. «Николай, а это что на тебе?» «Разгрузочный жилет, товарищ старший лейтенант. Как у вас? Ни сержант, ни с видов пошил». «Ну и как удобно?» Слегка опешив только и спросил я. «Не знает, товарищ старший лейтенант. Я первый раз ее надел». «У кого еще такое произведение искусства есть?» Почему-то мне подумалось, что Юрин должен быть не одинок в своей тяге к прогрессу. Еще трое подняли руки. «Ну так надевайте, надо же проверить, чего там старшина наш нашил. Даю пять минут на переодевание, бегу марш, остальным отдыхать». Пока мужики менялись с бруи, я метнулся к командиру. «Что стряслось?» Поинтересовался у меня Саша. «Да ничего страшного, просто бойцы наши себе разгрузок понаделали». «Каких разгрузок?» «Ну как у нас?» «И как? Получилось?» «Отправил сейчас переодеваться, в патруле проверим». «А откуда они их взяли?» «Не с видов пошел?» «Интересненько!» «Ну вы идите, а я с ними беседу проведу, надо же рекомендацию опытного пользователя дать, и барахольщика нашего привлеку!» Добавил фермер, имея в виду Тоттена, нашего главного специалиста и коллекционера тактического снаряжения. «Да, как только выйдете на опушку, свяжитесь со мной». «Хорошо». За полчаса, двигаясь параллельной дороге, мы дошли до опушки. Я залез на высокую сосну и в бинокль осмотрел окрестности. На севере километров в двух-трех проходило крупное шоссе, по которому ехали утром. Меньше, чем в полукилометре от нас я увидел деревню, точнее крупный хутор, а в полутора километрах по правую руку от него еще один. То тут, то там в полях виднелись разнообразные хозяйственные постройки. Да уж, местность для диверсантов самая неподходящая. На дороге, проходящей несколько южнее, я заметил столб пыли, поднимавшийся за какой-то машиной. Я поменял кратность, чтобы получше рассмотреть. Открытая легковушка. А это у нас что? Офицер на заднем сидении. Высокая тулья фуражки. Погон святым серебряным шнуром. Звание, правда, на таком расстоянии рассмотреть не удалось. На передних сидениях водила и какой-то нижний чин фуражки. Чего это они без охраны? Совсем обнаглели? Подумал я, включая рацию. Фермер, Арт в канале. На связи, Арт. Что у вас? Тут людно. И тут объект подходящий нарисовался. Какой? В этот момент машина свернулась с дороги и въехала в деревню. Шишка средней величины, то ли комбат, то ли кумроты и всего два оловянных в охране. Далеко от вас? Мгновенно прорубил фишку командир. Километра полтора на фазенде. Что за фазенда? Бундеса там есть? Если есть, то отсюда не видно. Ну что, даешь добро на захват? Поближе подойдите. Рассмотрите, что там и как. Если кроме объектов никого рядом нет, то добро даю. Постарайтесь взять чисто, как понял. Понял тебя хорошо. Спустившись с дерева, я объяснил бойцам задачу. И мы аккуратно двинулись через поле к хутору. От куста к кусту, от канавы к канаве, километр в час нормальная скорость. Судя по тому, насколько обильное поле было заминировано скотиной, на одном из хуторов должны были держать весьма крупное стадо. Спрятавшись в амбаре, стоявшем в паре сотен метров от хутора, мы принялись наблюдать. Ага. Машина стоит у дома, и водила ковыряется под капотом. Значит, офицер сюда долго заглянул. Подумал я, глядя в бинокль. Больше немцев на хуторе я не заметил. И со спокойной совестью вызвал по рации командира. Фермер в канале. Что нового? Мы рядом с фазендой, болванов трое. Или, по крайней мере, другие прячутся. Тихо сработать получится? Попробуем. Вы не пробуйте, а делайте. Как вообще там обстановка? Сельская идиллия, тишина, и только мухи жужжат. На тропинке, правда, оживленно? На какой? Да на той, что мы по утру топтали. Понял. Мои книги как работать начнете? Конечно. Отбой. Спустившись с чердака, я собрал бойцов для инструктажа. Бухгалтер и Чернов, вы идете со мной в дом. Будем офицера вязать. Ты, Николай, это уже Юрину. Вместе с Сомовым страхуйте нас на улице и упаковывайте водилу. Товарищ старший лейтенант, обратился ко мне Трошин. А подойдем мы к ним как? Мы втроем скрытненько сейчас выдвинемся к дому. Заодно и разъедаем. После чего дадим отмашку Юрину и Сомову. Они пойдут открыто и зайдут со стороны ворот. А немцы не переполошатся? Спустил Юрин. А форма на вас какая? Так что не дрейфь, пехота. Прорвемся. Кстати, пока мы ползти будем, вы по окрестностям посматривайте, а то не ровен час еще немцы объявятся. И с этими словами я протянул ему минокль. Ха, легкий какой. Изумился Коля и попробовал прочитать надпись. Никон? А это немецкий что ли? Сержант. Я перешел на официальный тон. Это сейчас так важно? Где сделан бинокль? Нет, конечно, товарищ старший лейтенант. Извините. Я хотел уже было попросить бойцов попрыгать, но вовремя вспомнил, что снаряжение у них не подогнано, и просто спросил. Все готовы? И увидев утвердительные кивки, сделал приглашающий жест в сторону двери сарая. Тогда пошли. Только мы добрались до сараев, по широкой дуге раскинувшихся вокруг хутора, как на улице послышались громкие голоса. Вот, пойми мои слова, толку не будет из всей этой затеи, говорила одна женщина. Да ладно тебе, Дарья, может и не хуже старой власти будет, жить-то надо. Судя по всему, вышли спорщицы как раз из того дома, около которого был припаркован немецкий автомобиль. Это что же, он местное население там принимает? – мелькнула у меня догадка. Тронув за плечо Вячеслава, я знаками показал, чтобы он прошел вперед и выяснил обстановку с другой стороны. Слава кивнул и двинулся вперед. В этот момент на дворе громко хлопнула дверь и раздался мужской голос. «К пяти вечера, бабы, чтобы как штык!» «Да поняли мы, поняли!» Донеслось издалека. Снова хлопнула дверь, и на дворе все стихло. Только водитель-немец не громко позвякивал какими-то железками. Трошин помахал рукой, привлекая мое внимание, а затем жестами показал, что двое гражданских движутся в направлении от нас, причем гражданские лица женского пола. Остроумный жест, с помощью которого Слава донес до меня эту информацию, вызвал у Чернова смешок. Но я немедленно пресек раздолбайство, ткнув его пальцем в ребра и показав кулак. Жестами же я дал команду бойцам перелезть через забор. Незамеченными мы проскочили к дому и двинулись вдоль глухой стены. Я выглянул за угла. Водила как раз полез под машину, сжимая в руке гаечный ключ. «Хороший ты механик, наверное», подумал я, а сам дотрунулся до плеча Чернова. После чего ткнул пальцем в сторону немца и сделал движение, как будто бил кого-то крюком в челюсть. Василий понятливо кивнул и, пригнувшись так, чтобы не отсвечивать в окнах, метнулся вперед. Я же вытащил из нарукавных ножен метательную иглу, сделанную из штыка, и приготовился страховать его. С водителем Чернов обошелся без затей. Выволок того за ноги из-под машины и парой мощных крюков вырубил болезного. Судя по звукам, долетевшим до меня, второй раз можно было и не бить. Челюсть у немца наверняка теперь сломана. Мы с Трошиным проскользнули крыльцо. Я жестом попросил Славу подсадить меня и осторожно заглянул в окно. В большой светлой горнице находились трое. Давешний офицер сидел за столом вместе с немецким унтером и что-то втирал стоящим перед ним понурому мужичку и от пятидесяти. Судя по тому, как шевелились губы у сидящих за столом, унтер был тут за переводчика. Жестами я распределил бойцов по позициям, дал отмашку Юрину и, встав слева от входной двери, вежливо постучал. Спустя десяток секунд за дверью послышали шаги и недовольный мужской голос сказал «Марияшка, я же сказал в пять!» Дверь распахнулась. На пороге стоял мужик, которого видел в комнате. Заблокировав его правую руку своей левой, я резко пробил солнечное сплетение. После чего рывком сдернул его с кольца прямо в надежное объятие Чернова. Сам же, скинув автомат, вломился в комнату. Картины не ждали. Офицер читает какую-то бумагу, а вот унтер в изумлении уставился на меня. Два шага и приклад ППД сносит унтера с лавки. Изящный пируэт и внушительный дырчатый кожух моего ствола замирает в 20 сантиметрах от лица офицера. «Хальт!» Вкратчиво говорю я. «Хэндехох!» Немец покладисто тянет руки в гору. «Ого! На погонах звезд нет! Один витой шнур!» «Майор!» «А вот какие войска я понять не могу, в цветах я не силен!» «Наме! Тите!» «Иш бин интердантурант! Вольф Гонзоя!» «Интендантурант! Что за зверь?» Задумался я, но быстро сообразил, что это должно быть «Интендант в чине майора!» Ребята как раз втащили в комнату вырубленного на крыльце мужика. «Боксер!» Обратился я к Чернову. «Свежи унтера и приведи его в чувство! Будем с господином майором беседовать, а ты, Слава, мужичка пока спеленай!» «Уже арт!» При звуках русской речи «Интендант встрепенулся!» «Интересно, это его так наша форма запутала?» «Он что же думал, его родная германская полиция арестовывать пришла?» «Хотя про русских диверсантов я бы на его месте тоже не сообразил!» «Штейнауф!» Я сопроводил приказ движением автомата. Немец встал из-за стола, и я быстро вытащил из кобуры на его поясе пистолет. «А, Вальтер ПП!» определил я модель. «Офицер явно не строевик, ствол в самый раз для интенданта!» «Гейнзи Айф Тиванд!» Я рукой показал, какой именно стене Немец должен пройти. «Вэр Зай Тиэ!» «Унт вас вот Тиэ!» подал голос пленный. «Халь Дэмунд!» «Хэнта хэнта динкомф!» порекомендовал я ему. Когда он выполнил таки мои приказания, я достал из кармана кусок шнура и быстро связал ему руки, после чего вышел в сене и связался с командиром. «Арт вызывает фермера!» «Фермер в канале!» «Взяли!» «Кто?» «Интендант об одной звезде и двух просветах. С ним утропереводчик и водила». «Что они там делали?» «Пока не знаю. Может, с Тотоном подъедете и здесь допросим?» «Нет, уходите оттуда!» «Колеса брать?» «Какие?» «Опель легковой!» «Бери, пригодится!» Вдруг за дверь ее снова услышал женские голоса. «Пан солдат, у меня вопрос к старости есть. Пропустите!» «Какой еще солдат?» Вначале не понял я. Но потом сообразил, что местные обращаются к Юрину или к кому-то еще из его группы. «Не дай бог, они по-русски отвечать начнут!» «Блин, там же водила валяется!» Подумал я, быстро открывая дверь на улицу. Две крестьянки, одна лет 35-40, другая помоложе, стояли около машины и жестами пытались объяснить Юрину, что им очень надо пройти в дом. На лице сержанта явственно отразилось смятение чувств. С одной стороны, он понимал, что в домах пускать не следует. С другой, он не понимал, как объяснить, что проход воспрещен и при этом не раскрыть себя. Надо было срочно спасать боевого товарища. «Верботен!» «Нихт ходит!» «Абент приходит!» Подняв руку в запрещающем жесте и коверкать русские слова, я пошел навстречу колхозницам. «Пан офицер, так коровы уже готовы!» Начала старшая. «Нихт Ферштейн!» Ответил я и добавил. «Стоят тут!» После чего поднялся на кольцо и вошел в дом. Интенданта ребята уже усадили на пол, предварительно завязав ему рот полотенцем. Унтер был упакован аналогичным образом, а вот староста так и валялся на полу около печки. «Так, боксер, приведи-ка господина старосту в чувства!» Чернов кивнул и зачерпнув ковш воды из ведра, стоявшего у двери, окатил мужика. Тот дернулся и заворочился, приходя в себя. «Ну что, человек божий, обшитый кожей, ответишь на пару вопросиков?» Спросил я, усаживаясь на табурет напротив старосты. «Чего?» Невразумительно ответил он. «Что-то неконструктивный диалог у нас получается?» Констатировал я и спросил. «Может, по ребрам добавить для повышения коммуникабельности?» «Нет, что вы хотите, господин офицер?» Судя по всему, мужик решил подстраховаться, приняв во внимание то, что мы были одеты в немецкую форму. «А может, мы не господа вовсе, а наоборот, самое что ни на есть товарищи?» «А мне поровну, что господа, что товарищи, все одно власть!» Похоже, что мои шибкоумные слова произвели на мужика впечатление. «А расскажи нам, о чем вы с майором тут сговаривались, а?» «Так это...» Он за снабжение войск отвечает. «Приехал насчет заготовки мяса, там еще чего?» «И много у вас мяса?» «Так стадо же у нас здесь вся совхозная, тут на хуторе и в головках почитай больше ста голов». «Вот как!» Я изобразил на лице заинтересованность. «И о чем сговорились?» «Ну, он собрался машину с выза теренаром послать ихним немецким». «А бабы чего пришли?» «Какие бабы?» «Там на дворе». «Молодка, еще одна постарше, тебя требуют, если ты, конечно, староста». «Вот дуры!» «Я же их на ферму послал приготовить все!» Внезапно он поднял на меня глаза и спросил. «Так а вы, господин товарищ, откуда будете?» «Ты действительно хочешь это знать?» «А такую пословицу меньше знаешь, крепче спишь, знаешь?» Староста кивнул. Внезапно мне расхотелось ломать комедию, изображая из себя не пойми кого. «Эй, дядя, ты до войны таким был?» «Скотником здесь на ферме работал». «А чего это тебя немцы старостой назначили?» «Так из раскулаченных я гражданин начальник». «А что это ты меня так величаешь?» «А то я человека из органов не видал». «Так что говорите, гражданин начальник, что вам от меня надо?» «Мне?» «От тебя?» На несколько мгновений я задумался, но затем пришло решение. «Тебя как звать величать, староста?» «Семен Акимович». «Вот что, Семен Акимович, у тебя родственники или знакомцы хорошего круга имеются?» «Да». «А у баб твоих?» «А как же?» «Тогда слушай приказ. За сегодня и завтра отгони и раздай весь скот, какой сможешь по дворам к своякам и знакомцам, а лучше сразу в лесу спрячь». «От услышанного» Акимович даже рот открыл, потом сглотнул, спросил. «Это как же, гражданин начальник, раздать-то?» «А вот так. Тебе немец этот что сказал?» «Что вы должны содержать скот в порядке и выполнять план по сдаче мяса и молока в военной администрации?» «Да, так и сказал». «А людям раздавать запретил, так?» «Точно так». «Значит, вы скот должны кормить сами, лечить, а мясо сдавать». «Ну и какой в этом смысл траты одни?» «А к зиме, когда жрать нечего станет, что делать будете?» «Подумай об этом, Акимович». «Ты человек, я гляжу поживший, что к чему сам сообразить можешь?» «А если спросят, где скот, что тогда делать-то мне?» «Так бумаги и потеряться могут?» «Где они хранятся?» «Да к правлению из совхоза в старом». «На вашем месте я бы так не переживал по этому поводу. Всегда можете сказать, что большевики скот увели». «А когда наши вернутся, ведь спросят, где стадо совхозное?» «Мне стало даже радостно от того, что этот по нынешним временам враг советской власти сказал, когда наши вернутся, а не если советы вернутся». «Я даже подмигнул ему». «Ну, поговорку, война все спишет». «Ты, Семен Акимович, слышал, наверное?» «Но чтобы у тебя совесть спокойна была, мы тебе расписку напишем». И я достал из нагрудного кармана сложенный чистый блант за Славльского райотдела милиции. Один из нескольких, что я таскал с собой на всякий случай. Цапнув со стола авторучку майора, вполне себе приличный, кстати, агрегат Монблан с золотым пером, я собрался было написать расписку, но остановился. «Семен Акимович, а фамилия ваша какая?» «Соломин моя фамилия». «Спасибо», ответил я и быстро написал несколько строк, после чего протянул листок старости. Тот прочитал и, хитро прищурившись, спросил. «А почему тут написано сорок пять голов?» Он покосился на расписку. «Товарищ сержант милиции Дымов». «А так правдивее, тоже поверят, что мы стада сто голов по немецким тылам гнали». «Ага, а с немцем вы что делать будете, гараж, товарищ сержант?» «Не переживай, Акимыч, тут не оставим и за вином не бросим». «Ну и ты сам уж понимаешь, ничего не видел, ничего не слышал». «В смысле, да был, да стада осмотрел, да все пять буренок, потом уехал, а куда и зачем, это мне сирому неведомо. Смекаешь?» «Как не смекать? Себя под молотки подводить не будем и бабам все объясню». «Кстати, о бабах. Они там тебя во дворе дожидаются, так что давай выйди к народу, расчисти нам пространство». Он поднялся и направился к двери. А я, сделав тошину знак следовать за ним, занялся бумагами майора. Секунд через двадцать я понял, что моего знания немецкого тут явно не хватит и просто засунул их обратно в пижонистый кожаный портфель, стоявший на лавке. «Так, сержант!» Обратился я к Чернову. «Унтро дотащишь до машины или в чувство приведем, пусть своими ножками топает?» Тюрея кинул взглядом бездыханную тушку переводчика и сделал жест, что, мол, не беспокойся, командир донесу. Через открытую дверь с дворадо носились голоса старосты и женщин, но слова я не разбирал. Да и бухгалтер, если что, подал бы сигнал. Через пару минут или около того старосты и Трошин вернулись в комнату. «Сделали все в лучшем виде!» весело доложил староста, а Трошин за его спиной в подтверждение кинул. «Вопрос у меня к вам есть, товарищ сержант милиции!» и он несколько замялся. «Спрашивайте, товарищ Соломин, не стесняйтесь!» «Я тут это подумал, может, вам продукты какие нужны или там еще чего!» «От помощи не откажемся, Степан Акимович, нам любая подмога в радость!» «Так это мы мигом все за раз сделаем!» «Вы бойца вашего со мной только пошлите, а то мне не донести одному!» «Бухгалтер, скажи Юрину, чтоб со старосты сходил!» «Да не один, пусть Сомова с собой захватит!» Когда Чернов, неся в охапку спеленатого унтера вышел из дома вслед за старостой, я подошел к пленному интенданту. «Штейнауф!» Продолжил я эксплуатацию своего небогатого словарного запаса. Немец неуклюже встал, яростно сверкая глазами. Из-под полотенца, закрывавшего рот, доносилось гневное мычание. «Узнать, чего он хочет или нет?» Подумал я. Но по здравому размышлению рот пленному развязывать не стал. «Ком!» И я показал стволом автомата направление движения. Фрид снова что-то промычал, похоже, не собираясь выполнять приказания. Так что пришлось придать ему ускорение, слегка опнув по ноге чуть выше обреза щекольских сапог. Скирившийся от боли, он понуро захромал к выходу. «Бухгалтер! Прими клиента!» Крикнул я Трушину, торопливо собирая со стола оставшиеся бумаги немцев. Через минуту я уже был на улице, где мне предстояло решить классическую задачу про переправу волка, козла и капусты, поскольку все присутствующие в машину явно не помещались. «Так, я сяду за руль, унтера положите сзади на пол. Майор с бухгалтером на заднее сидение». «А водителя куда денем?» спросил дедник «В багажник?» «То есть!» Глаза Кудряшова стали, что называется, по полтиннику. «То и есть! Засунь его в багажник, только руки свежи!» Однако, к чести Дениса, приказ обсуждать он не стал и, немного повозившись замком, засунул до сих пор пребывающего в бессознательном состоянии водителя в багажник. Спустя несколько минут вернулись и бойцы, ходившие за провизией. «Три внушительных мешка!» «Да, староста не поскупился!» «Хотя, как знать, три мешка за несколько десятков коров, может, мы и продешевили!» «Так, товарищи!» Обратился я к бойцам. «Мы с бухгалтером выдвигаемся на машине, а вы аккуратно пешочком, ясно?» «Так, точно!» Ответил за всех юрин. «Товарищ сержант, а с зерном что нам делать?» Внезапно спросил староста. «С каким зерном?» «Не понял я». «Так, а тут в головках амбары совхозные стоят!» «Ну, так раздайте население!» «Не можно!» «Немцы там полицейских в охрану поставили!» «И что, ты предлагаешь нам амбары штурмом взять?» «Ну да!» «Вон о вас сколько, а их там трое от силы!» «Вот ведь ушлый дядька, настоящий хозяйственный крестьянин!» восхитился при себе Акимычем. «Товарищ командир, ну что вам стоит?» Продолжал конючить староста. «Значит так, слушай меня внимательно, Степан Акимыч!» «Мы помозгуем, как вам и в этом деле помочь, но ничего не обещаю!» «А ты с коровами пока вопрос реши, да и с транспортом, а то как зерно возить будете?» «Это ж вам не коровы, само не пойдет, а вечерком мы с тобой свяжемся, понял?» «Понял! А вы основательный мужчина, товарищ сержант, обо всем сообразили!» «Тут я вспомнил об одной вещи!» «Кстати, Акимыч, а МТС в округе есть где-нибудь?» «Есть как-нибудь! Аккурат, в новом дворе станция!» «Это где?» «А ежели по Большуку, что через старое село ехать, вдоль по речке, так в новый двор и приедете!» «Станция там и на наш совхоз, и на Михайловский работала!» «Спасибо!» «Ну так до вечера тогда!» «До свидания, товарищ сержант!» Когда Антон сообщил по рации о наличии в окрестностях ценного языка, первой мыслью Александра было желание дать приказ не высовываться, а вернуться на базу. Опасение, что ребята могут напортачить и при этом спалить место дислокации, было так сильно, что фермер Ели сдержался. «Блин, что я? Так и буду нянькой!» – одернул он себя. «Ну, везет Тохина приключение, значит, надо это использовать!» Иной раз разведгруппа неделями по тылам жарским ползают в поисках такого вкусного языка, а тут раз и на матрас. И Саша просто спросил, «Тихо сработать получится?» «Попробуем!» было ему ответом, «Вы не пробуйте, а делайте!» «Как вообще там обстановка?» Дав разрешение на операцию, фермер успокоился и сел, что называется, ждать у моря погоды. Но поскольку пассивное безделье было не свойственно его натуре, он уже через несколько минут позвал к себе Тоттена и Несвидова, дабы разобраться, чего же там сержант понапридумывал в плане снаряжения? «Ну, Емельян, рассказывай, как ты докатился до жизни такой?» «Товарищ майор госбезопасности, так хотелось же как лучше, у вас вон какие удобные разгрузки, так чего же ребятам не попробовать?» «А что втайне, посоветовались бы с более опытными?» «Так чего из-за мелочи вас от важных проблем отвлекать?» «Эх, сержант, не мелочи это? Или вы нам не доверяете?» «Нет, что вы, товарищ майор, как это не доверяете?» «Это, я ж понимаю, что вон сколько на вас свалилось, и задания командования выполнять, и нас диверсионной науке учить, и о снабжении заботиться...» «Ну ладно, проехали, давай доставай свой шедевр». «Ага, вот!» И Емельян протянул фермеру самопальную разгрузку, предназначенную, как определил Александр, по внешнему виду подсумков для автоматчика с МП-38. Повертев ее в руках и несколько раз открыв и закрыв подсумки, он отдал изделие Тоттену. «На, прикинь на себя, а то на мой рост подгонять долго!» Алик быстро скинул с себя ферму и надел самопал. Повертелся, попробовал достать магазин из подсумка. «Не, фигня, командир, подсумки должны быть под углом закреплены, или, в крайнем случае, горизонтально, а иначе магазин быстро хрен достанешь, слишком длинный, или подсумки на груди крепить, как у лифчика». «Понял, Емельян?» «Ты бы раньше посоветовался, глядишь, и перешивать сейчас не пришлось». «Так точно, товарищ майор». «Ну а для человека с винтовкой есть чего?» «А как же?» Из сержанта стал из объема ставить мешка еще одно изделие. Александр окинул взглядом топорщащуюся подсумками сбрую. «И сколько патронов в нее вмещается?» «Мы считали, на сто восемьдесят». «Ну и нафига столько?» «Ты подумай, это сколько же затвор дергать надо?» «Вот эти верхние снимите и подумай насчет подсумков для гранат, это важнее, чем лишние патроны». «Короче...» И Александр обратился уже к Тоттену. «Давай вместе с сержантом займись всем этим самостроком, пока время есть». «Слушаюсь!» Козырнул Алик. Как раз в этот момент из динамика рации раздалось. «Арт вызывает фермера». Александр с махом руки отпустил подчиненных и ответил. «Фермер в канале!» Когда мы выехали с хутора на проселок, я, пребывая в отличном расположении духа, стал напевать себе под нос какую-то песенку. «А что мне было не петь-то?» «Языков взяли, немцам бяку сделали, машину надыбали, да еще и с тисными припасами разжились. Как там Карабас-Барабас говорил?» «Это просто праздник какой-то!» Спустя некоторое время мы въехали в лес и, свернув чаще, остановились. Разделившись, мы двинулись в каждую свою сторону. Я поехал к базе, а слава скрылся в лесу. Когда я был метрах в ста от предполагаемого местонахождения базы, из кустов донеслось. «Стой, двадцать восемь!» Я притормозил, хотя и так тащился с поистине черепашьей скоростью. Я ответил. «Двенадцать!» «Проезжайте, товарищ старший лейтенант!» ответили мне из кустов и добавили уже в догон. «Поздравляем с языком!» Командир вышел из-за грузовика, как только заглушил мотор. Подошел и, не дав мне даже начать рапорт, радостно приобнял за плечи. «Молодец, Тоха! На ловца зверь бежит!» «Сань, а мы еще и продуктов привезли!» «Это тоже хорошо! Пойдем, что ли, твоего интенданта поспрашаем!» «А вы с Аликом идите, я-то вам зачем?» «А пока вы там майора будете плющить, я его переводчика попытаю, время заодно сэкономим!» «Неплохая мысль, только вот список вопросов давай согласуем!» «Еще какие-нибудь идеи есть, чтоб потом не отвлекаться?» «Ага!» «Я с местным старостой скорешился!» «Договорились, что он совхозное стадо с ферму гонит и людям раздаст!» «А, наш пострел везде поспел!» «Еще что-нибудь?» «А староста предложил налетный элеватор сделать, его только пара полицаев сторожит!» «Ну и на кой нам это? Только светится зазря!» «К нам-то опасности практически никакой!» «Всё одно сегодня вечером отсюда ноги сделаем!» «А польза какая?» «Много от этого пользы!» «Сам по суде!» «Немцев без зерна оставим, это раз!» «Народу от голода пухнуть не дадим, это два!» «Пару полицаев к ногтю, это три!» «Стой, стой!» «Развоевался тут, понимаешь!» «Вот мужиков дождёмся и тогда решим!» «Иди, пока продукты Емельяну сдай!» «Поскольку мешки с продуктами мы разместили на переднем сиденье машины, то вытащить унтропереводчика, не выполнив приказ командира, было сложновато!» «К моей удаче, мимо проходил лейтенант скороспелый с охапкой сушника!» «Товарищ лейтенант!» «Окликнул я его!» «Вы не на кухню часом?» «Да, туда!» «Будьте добры, приведите сюда сержанта Несвидова!» Через пару минут лейтенант вернулся вместе с Емельяном. «Товарищ сержант, принимайте продукты!» «И что там, товарищ старший лейтенант?» Невзирая на всё больше входящие в обиход боевые прозвища, Несвидов строго придерживался в общении с нами устава. «Не знаю, времени заглядывать не было!» Емельян укоризненно покачал головой. «Товарищ лейтенант, помогите донести, пожалуйста!» Попросил он контуженного танкиста. «Отставить!» Вмешался я. «Вы, лейтенант, лучше пока пленных посторожите, а я сержанту помогу, А то, насколько я помню, вам ещё напрягаться вредно!» И с этими словами я подхватил один из мешков. Когда мы дошли до кухни, Емельян развязал тесёнку И вывалил содержимое первого мешка на растеленный брезент. «Неплохо, однако!» Старо-старо щедлился на пару кусков окорока или бекона, Завёрнутых в промасленную бумагу и испускающих одуряющий аромат. Несколько кругов домашней колбасы И здоровенный граммов на 800 кусок сливочного масла. Наш старшина даже присвистнул, увидев это богатство. «Это вы знатно поторговали, товарищ старший лейтенант!» «На что сменяли?» Теперь в его голосе сквозило нешуточное уважение. «На стадо в полсотни голов!» «А где ж вы стадо добыли?» «Извини, Емельян, времени сейчас совершенно нет. Вечерком расскажу лады» «И я пошёл к машине, в которой томились мои языки». Москва, улица Дзержинского, 20 июля 1941 года, 14.33 «Вы действительно в этом уверены, Борис Михайлович?» «Да, Павел Анатольевич. Присаживайтесь, поговорим». И старший майор указал рукой на один из тулев. В свою очередь, сев в кресло, он продолжил. «А на чём основывается ваша уверенность?» «Понимаете, Павел Анатольевич, когда вы мне поручили заняться этим делом, то первое, над чем я стал думать, это то, зачем они передавали кому-то привет. И единственное непротиворечивое решение – это была замена пароля». «Допустим». И старший майор внимательно посмотрел на собеседника. «Но на основании каких фактов вы сделали вывод о моей исторированной причастности?» «Вот смотрите, Павел Анатольевич». И капитан, спросив взглядом разрешения, придвинул к себе лист бумаги и карандаш. Первое. Они очень чётко и грамотно вышли на нашего резидента. Второе. Как показал резидент, человек, кстати, чья надёжность не вызывает сомнения. Фигуранты – русские по национальности и обладают большим опытом оперативной работы, а также весьма серьёзными боевыми навыками. «Но это могут быть люди и из белой контрразведки или разведки», – неопределённо хмыкнул хозяин кабинета. «Вряд ли, кроме возраста, напомню, что личный состав группы, по крайней мере, большинство – люди молодые, до 30». Ещё в словесных портретах резидент указал на некоторые особенности. Он открыл свою папку и, достав лист бумаги, прочитал. Во время разговора младший по возрасту майор Таривердиев в нервном волнении выстукивал пальцами на столе какую-то мелодию, которую я впоследствии узнал «Марш Будённого». И капитан торжествующе посмотрел на Судоплатова. Подхватив пленного Унтера, я совсем уже было собрался удалиться под сень струй, но вспомнил про запертого в машине немецкого водилу. «Хорошо, что летёху не отпустил», – подумал я, и открыл багажник легковушки. «Да, судя по тому, как внутренняя обшивка была перепачкана кровью, путешествия для пленного комфортным не было». «Ну уж извини, дороги у нас тут такие». И с этой мыслью я выволок, мычащего что-то на своём языке немца на свет божий. «Лейтенант, назначаю вас ответственным за этого пленного. Умойте, руки на время развяжите, чтоб не отсохли». Похожий вид живого человека, забытого в багажнике машины, произвёл наскоро спелого сильное впечатление, поскольку на мои слова он не реагировал. «Лейтенант!» Пришлось мне ряфнуть. «А, да, слушаюсь, товарищ старший лейтенант, госбезопасности что?» Пришлось повторить инструкции. Но уходя, танкист нет-нет, да и оборачивался и смотрел на багажник машины, как бы сопоставляя в уме размеры багажника и тащившегося перед ним человека. Я же потрепал по щеке давно очухавшегося унтро-офицера. «Ну пойдём, болезный, поговорим!» И придал ему ускорение, потянув за ухо вверх. «Нет, вы не имеете права, это есть насилие над военно-пленной!» Внезапно заголосил он. «Это против общечеловеческих ценностей?» Мрачно спросил я, потрясённый говорливость у пленного. «Или не нравится, что унтерменш руки распускает?» «Я, да, чекистский выродок, ты должен выражать уважение к мой статус!» Бац! Короткий прямой в грудину выбил из говоруна дыхание, избил его с ног. Наступив ему сапогом на руку, я сунул ствол ППД прямо в нос и прошипел. «А знаешь что, падла, что-то мне совершенно не хочется с тобой говорить, ну совсем не хочется!» Какая-то тёмная душная волна затопила меня. Я чувствовал, как то ли от гнева, то ли от прилива адреналина полыхают мои щёки. Я почувствовал, что хочу убить эту тварь, причём не выстрелить, а удавить своими собственными руками. Прорычав. «Ну лови!» Я отбросил в сторону автомат и, уцепившись за ласканокителя, вздернул фрица на ноги. «Права тебе!» Три быстрых прямых в голову. «Красный крест!» Сиря по ребрам. Придерживая гада за манишку, заношу правую руку. Собираясь пробить от души. «Старший лейтенант, отставить!» Ревёт кто-то за моей спиной. Поворачиваю голову, Саня. Делал успокаивающий жест, что, мол, только разик стукну. «Отставить, Тоха, ты что?» В голове проясняется. Я отталкиваю от себя Унтера, который мешком валится на траву. «Боже, вот стыдобата!» Думаю, я глядя на командира. Однако внешне Саша, в отличие от остальных, совершенно спокоен. «Ого, сколько народу на изги немца набежало!» Тут и не с видов, и с короспелой, да и ребята из моей группы уже вернулись. «Иди сюда, товарищ Саш-лейтенант, и оружие подбери, ибо нефиг!» Я выполняю приказ и стою перед командиром по стойке смирно. «Вот мне сейчас прилетит, так прилетит!» Думаю. Но, вопреки моим ожиданиям, Саня как будто не обращает на меня никакого внимания. «Сержант!» Это Юрину. «Поднимите этого!» И он показывает рукой на тушку Унтера. «Умойте их, доктору, отволоките!» Кивок в сторону Дока. Я стою как оплеванный. Командир обводит взглядом собравшихся, цыкает зубом. «А вы что собрались? Концерт увидели? Или кино кто обещал показывать? Работы нету, так я найду?» И внезапно рявкает. «Разойтись!» Народ так и брызнул в стороны. Похоже, что даже те, у кого особых дел не было и не предвиделось, предпочли исчезнуть с командирских глаз. «Пойдем, Антон, поговорим!» Я понуро поплелся за Сашей. Подойдя к навесу с закрытым по периметру немецкими плащ-палатками, он отодвинул загородку и сделал приглашающий жест рукой. Я молча влез внутрь. «Ха, а уютненько командир устроился!» Ни с того ни с сего, подумал я, оглядев окружающую обстановку. Перед командирским тентом, натянутым на высоких метра два шеста, была организована своеобразная веранда, огороженная со всех сторон плащ-палатками. Внутри стояло сидение, снятое с крупа, и импровизированный столик из дощатого щита и пары чербаков. У одной стены на коленях стоял интендант, привязанный к тонкому деревцу, а напротив него сидел на полотняной табуретке Тоттен. Когда мы вошли, Алик что-то записывал на листе бумаги. Подняв голову, он спросил. «Что там у вас за хай?» «Да вот, дружок твой разбушевался что-то!» Ответил командир. «Антон, ты на пеночку присаживайся! В ногах говорят правды нет, и руки, кстати, вытри!» И он протянул мне, вытащенный из кармана, кусок белого полотна. Я посмотрел на свои руки. Вся тыльная сторона правой кисти была перемазана, уже начавшей подсыхать кровью, да и на левой руке тоже пара пятен имелась. «Спасибо!» Ответил я и начал отирать кровь. «Кого это ты так отделал?» Поинтересовался Алик. «Переводчика пленного». Буркнул я себе под нос. Командируйся в кресло, вытянул свои длинные ноги и уставился мне в переносицу. Неуютное, знаете ли, ощущение, когда тебе переносицу взглядом сверлят. «Сань, честное слово, не знаю, с чего я так сорвался». Начал было я, но командир прервал. «А я знаю!» «До тебя только сейчас дошло, что вокруг не игрушки. Ненависть поперла. Вот ты излил ее, как тебе удобнее. Думаю, док на твоем месте скальпелем бы махать начал». «О, хорошо, что вспомнил». «Алик, сбегай, Серегу позови. Пусть придет, как освободится. И набор чик-чик пусть захватит». Когда тот он ушел, Саша продолжил. «Я не за то осуждаю, что тебе планку снесло, а за то, что при всех ты себе волю дал. Ты же командир, пример для многих из ребят». «Что он тебе такого сказал, а?» «Про права военнопленных заверещал, и женевской конвенции стращал, ну и презрением как не до человека окатил. Куда же без этого?» «Понятно. А сейчас что на душе?» «Стыдно мне?» «Это хорошо, что стыдно. Может, впредь волю своим чувствам давать не будешь. Ты теперь лицо морально ответственное. Держи зверя, Тоха». «Я постараюсь, командир». «Эй, нет, брат. Надо не стараться, а держать. Иначе как тебе доверять-то?» «И еще. Вечером перед сном сто граммов крепкого выбезалова». «Понял?» «Так у меня же печень, забыл?» «Ну тогда эти медитации твои, а то нервы сгорят к чертям собачьим». В этот момент послышались голоса приближающихся Сереги и Алика. «А набор вы по назначению использовать будете? Или так попугать?» Спросил я, уходя от больной темы. «Набор Чик-Чик». Такое прозвище дали в команде походному хирургическому набору, что док возил с собой. Правда, из-за специфики своих будней, ну и по приколу, Серега напихал туда довольно много чистостоматологических инструментов, коими пугал иногда людей несведущих. Помню, на одной из игр он долго стращал пленного потрясаемым штуком для проведения искусственного дыхания рот в рот и сопровождая свои пляски следующим текстом. «Это Г-образная анальная трубка для введения в прямую кишку кипятка или горячего чая, как минимум с 15 кусочками сахара». «Там видно будет?» Ушел от прямого ответа Саша. «Ты сегодня ни в каких допросах участия принимать не будешь. Хватит!» «Иди, Ваню смени. Считай, это тебе наряд в караул за невыдержанность». «Есть! Разрешите выполнять?» Я встал. «Разрешаю! Идите, товарищ старший лейтенант». Было уже около трех пополудни, когда я, проверяя секрету дороги, услышал в наушнике. «Бродяга Катам, прием!» «Арт-канале!» Радостно ответил я. «Здесь бродяга! Идем по нитке от того места, где раки зимуют. Проехали путь к свободе!» Я понял, что ничего не понял, буркнув. «Подожди, с ББ свяжусь!» И стал вызывать командира. «Надо сказать, что на нашем внутреннем жаргоне ББ – это сокращенно от Биг Босс, то есть командир. Фермер, ответь арту! Фермер, ответь арту!» «Итак раз двадцать». Дозваниваться до Саши пришлось минут пять, не меньше. Наконец он ответил. «Канале? Что стряслось?» «Старый на связь вышел, но я ничего не понял. Они сейчас в зоне достигаемости». И я услышал вопрос фермера, обращенный к бродяге. «Вы где?» Бродяга повторил свою билиберду. «Обожди, в бумажках посмотрю». После минутного умолчания в наушнике раздалось. «Твою мать! Вы что, раньше на связь выйти не могли? Вы поворот проехали?» «Извини, тут вообще-то кругом немцы, так что по рации особо не поболтаешь». «Черт с этим! Вы давно свободу проехали?» «Даст километр уже». «Значит так. Километр через четыре, сразу после леска, будет поворот на пять часов по основной сетке. Тропинка узкая, будьте внимательны, не пропустите. Еще пара шагов по ней и пересечетесь другой. По этой один шаг направо, в кустах вас встретят. Как понял?» «Понял хорошо. На подлете свистну отбой». После этого содержательного разговора я поднял двух бойцов, лежавших в секрете, и мы выдвинулись поближе к дороге. Выбрав позицию метра двадцати, мы залегли. Примерно через полчаса бродяга вышел на связь и сообщил, что он въехал в лес. По моим прикидкам, их мотоцикл должен был поравняться с нами минут через десять-пятнадцать. Контрольное время уже давно вышло. Когда я видел ползущий по дороге грузовик, в легкой панике я нажал тангенту и спросил. «Бродяга, здесь арт!» «Бундеса на грузовике мимо вас не проезжали? И где вы, черт возьми?» «Спокойно, Тоха, это мы. Сейчас остановимся. Махнулись, не глядя». «Блин, Сашины заходы меня когда-нибудь до инфаркта доведут, если немцы раньше не грохают, конечно». «Ну что, скажите, пожалуйста, мешало ему сообщить, что они не на трех колесах теперь на четырех, а то ведь могли гранату под колеса получить». Примерно в таком духе я и высказался, когда грузовик съехал в лес и из кабины вылезли, довольные собой жизнью мужики. Приложил палец своим губам люк. «Ну что ты собачишься? Забыли, честное слово, забыли». А Шура, не обращая на мое ворча никакого внимания, уже давал цу бойцам. «Так, вон те ветки. Да-да, еловые взяли и бегом к дороге. Следы, где мы съехали в лес, разметите». «Да не халтурьте. Метров на двадцать в ту сторону, откуда мы приехали. Пройдитесь». И повинулся ко мне. «Ну что ты, Тоха, не рад нас видеть?» «Рад? Оттого в два раза обиднее было бы засандалить вам гранату в машину?» «Ну прости нас, грешных». «Ладно, проехали. Как сеанс? Чего так долго? Что за колеса?» «Неплохо, но можно было бы и лучше». «Четыре часа колупались, ну нас и зажали. Пришлось уходить с шумовыми песнями, а заодно и транспортом рожились». «А что фрицы?» «Точно не считали, но с десяток поцарапали основательно. От четверых так даже до крови». «Ладно, давай архаравцев своих зови, а то они дорогу аж до Минска подметут. По дороге к базе подробнее расскажу». «Я не могу, я в карауле. Так что вы двигайте, а мы еще посторожим». Начальнику сектора 4Е5, штурмбанфюрер УСС и криминаль-директору Вальтеру Кубицке срочно секретно. За истекшие четверо суток в зоне ответственности моей команды активности, которую можно отнести группе «Медведь», отмечено не было. Из нескольких эпизодов диверсионной и прочей подрывной деятельности противника, имевших место в последние дни, хочу отметить следующее. 1. Диверсия нападения на патруль с северной Радашковичей. 2. Зафиксированную радиостанцию противника юго-западнее деревни Гойжево. 3. Взрыв склада нефтепродуктов южнее Ракова. Наибольший интерес с точки зрения поисков группы «Медведь» представляет фиксации попытка захвата действующей радиостанции противника. При попытке захвата имело место боевое столкновение с силами противника. Рацию и радиста захватить не удалось. Примерно в 6 часов 12 минут утра контрольный пункт пеленгации и контроля эфира «Абверштелле-311» зафиксировал выход в эфир новой радиостанции противника с неизвестными позывными. На определение примерных координат ушло около 20 минут, что соответствует нормативам. После чего сотрудники «Абвера» сообщили по телефону нашу Айнзац-команду и в отдел «Гейхи-Мефель-Полицай 9-й армии». Одновременно с этим были задействованы передвижные пеленгаторы для уточнения координат. Поскольку первоначальные координаты радиостанции находились в зоне нахождения окруженных частей русских, то дежурный сотрудник ГФП не отреагировал своевременно. Первая команда на захват радиостанции была отдана около 8 часов утра. Наша служба отреагировала своевременно. Но в силу того, что большинство сотрудников и приданных подразделений в настоящее время находятся в поиске на местности, то на согласование вопроса о предоставлении армейским командованием необходимого наряда сил и средств ушло около получаса. Учитывая то обстоятельство, что в результате недавних диверсий все дороги, ведущие из Минска в нужном направлении, запружены нашими войсками и колоннами снабжения, а у мостов и переправ стоят многокилометровые заторы, наша группа столкнулась с большими трудностями при выдвижении в район действия. Поэтому в 8 часов 42 минуты я связался с нашим подразделением в Радашковичах и отдал приказ на захват радиостанции шарфюреру Зоммелю, посоветовав при этом задействовать также и сотрудников ГФП. К этому времени пункты пеленгации сообщили уточненные координаты радиостанции, которая все еще продолжала передачу. Шарфюрер Зоммель во главе приданного ссылкового взвода выехал в указанный район из Радашковичей в 9 часов 7 минут. Также в этот район убыла и оперативная группа ГФП в составе 12 человек, возглавляемая фельд-полицай-секретарем Фильшем. Из-за упоминавшихся выше проблем с движением и удаленности района от Радашковичей группы прибыли на место в 10-17. Прибыв на место, обе группы приступили к прочёствованию лесного массива и осмотру расположенных на местности хозяйственных построек. Буквально через несколько минут группы попали в засаду, организованную силами как минимум взвода. Причем противник произвел предварительное минирование местности. Поскольку и шарфюрер Зоммель, и фельд-полицай-секретарь Фильш во время нападения погибли, то я основываюсь на рапорте заместителя Фильша фельд-полицай-ассистанта Буша. Копия рапорта прилагается. Он оценивает засаду как очень хорошо организованную, а минирование местности виртуозным. Так, при взрыве фугаса оставленного в одной из хозяйственных построек противником погибли три военнослужащих и были ранены двое военнослужащих и один сотрудник ГФП. Во время боестолкновения часть сил противник направил на захват автотранспортных средств оперативных групп. Несмотря на то, что эта попытка была отбита с большими потерями для противника, русским удалось захватить один из грузовиков, предназначенный для транспортировки раненых, и скрыться на нем. Как свидетельствуют все очевидцы, грузовик скрылся в глубине лесного массива, являющегося частью так называемой Налибокской пуще, где сейчас в окружении находятся около 20 дивизий противника. В силу этого преследовать похитителей не представлялось возможным. Тем более, что наши сотрудники и так находились под сильным огневым воздействием противника. На основании вышеизложенных фактов могу предположить, что зафиксированная рация имеет отношение к окруженной группировке войск русских и была использована для организации прорыва кольца окружения. Пользуя этой версией также говорят следующие факты. Первое. Группа «Медведь» до этого не использовала радиосвязь. Второе. Район выхода в эфир находится в зоне возможного действия окруженных частей противника. А предположение, что группа, выполняющая специальное задание, подвергнет себя риску попасть под зачистку и ликвидации котла весьма спорно. Третье. Низкая квалификация радиста. Согласно анализу, проведенному специалистами СД и Абвера, радист не очень уверенно работает на ключе, что указывает на его неопытность. Заключения экспертов и записи передачи прилагаются. Четвертое. Длительность передачи 4 часа 37 минут 42 секунды зафиксированное время передачи. Для профессионалов это недопустимо много. О других эпизодах. Диверсия на мосту и нападение на патрульную группу 70-го охранного полка Северной Радышковичей по почерку совершенно не похоже на действия группы «Медведь». Из рапорта командира патрульной группы Фельдфебеля Мойзера Очевидно, что диверсия совершена скорее всего военнослужащими РККА, прорывающимися из окружения. Недостаточность вооружения, как и примитивный средств совершения диверсии ясно указывают на это. Взрыв на полевом складе герюче-смазочных материалов можно объяснить множеством причин. Начиная от халатности персонала и заканчивая диверсионными закладками русских. К тому же из-за продолжающегося до сих пор пожара следственные действия на складе не проводились. Основным же пунктом, не позволяющим приписать вышеприведенные эпизоды к действиям одной РДГ противника является то, что все три эпизода произошли с крайне небольшим разрывом по времени, но на значительном удалении друг от друга. Первое. Взрыв и пожар на складе ГСМ. 0 часов 20 минут. 19 июля в 5 километрах западнее Ракова. Второе. Работа радиостанции и засада на группу захвата с 6.00 до 11.00 того же дня в 20 километрах западнее Радашковичей. Третье. Диверсия на мосту. Примерно 20.00 19 июля в 4 километрах севернее Радашковичей. То есть между крайними точками более 50 километров и очень маловероятно, что это расстояние можно преодолеть за 20 часов, скрытно перемещаясь в зоне дислокации наших войск, подготавливая и совершая при этом диверсии. 20.07.1941 года. Начальник оперативной группы Оберштурмфюрер СС Бойке. Борис Михайлович, безусловно, ваша версия заслуживает пристального внимания. Но до тех пор, пока мы не получим подтверждения из других источников, это только разговоры. Кстати, когда следующий сеанс связи со странниками? Послезавтра вечером. Они запрашивали места расположения военных складов уровня выше дивизионного. Как считаете, стоит им передавать такую информацию? Отчего же нет? Даже если это патчи нашего чаяния немцы, то вреда все одно никакого. А если все же наши, то может весьма интересное дело выгореть. Значит, послезавтра ему соберите данные и передайте. Еще один вопрос. И старший майор зашелестел листами. Вот, согласно штатным расписаниям, одна немецкая дивизия равна 1,5-1,75 дивизии РКК. Что это значит? Отправьте запрос. Слушаюсь, товарищ старший майор. Можете идти. Сменившись поста, я торопливо в сухомятку отобедал. Как сокрушенно сказал Несвидов, подавая мне несколько бутербродов с салам и колбасой. Товарищ майор, огонь разводить не велел, а на примусах ваших, имея в виду туристические газовые грелки, имевшиеся у нас в количестве четырех штук, такую ораву накормить хлопотно. Употребив вкуснейшие натурпродукты и запив их холодным чаем, я направился к штабу разузнать планы командования. Уже метров с пяти я услышал, как командиры о чем-то спорят, поэтому издалека спросил. Товарищ майор, к вам можно? Да, заходи. На давешней веранде собралась практически вся верхушка группы. Саша, фермер, Люк и Тоттен. Никого из пленных я не увидел и поэтому сразу же спросил. А майор с прочими где? Неужто в расход пустили? Командир Дессадлева махнул рукой в сторону Алика. Нет еще? Вон, колледж твой против, предлагая для махинации всяких его использовать, хорошо, что ты пришел. Сейчас нам про старосту твоего подробно расскажешь, что там с колхозником этим про зерно придумали. Я повторил предложение Акимыча. Ну что скажете? Спросил фермер собравшихся. Люк пожал плечами, дескать, мне все равно, а вот бродяга потер заросшую щеку и разразился речью. А что, можно интересную комбинацию провернуть? Только полицаев мы трогать не будем, пустим поиски по ложному следу, да и мозги местным немцам серьезно припудрим. Это как? А так, через пару часов приедем на машинах трофейных, а старосту попросим подводы подогнать и изымем по расписке зерно. Да нахрена нам это зерно сдалось? Сань, тут не в зерне дело. Вот прикинь, в районе пропал довольно крупный чин. Что немцы делать будут? Правильно, лес прочесывать, а оно нам надо. А так смотри, днем коровам хвосты крутил, вечером зерно выгребал, так что тут он рядом, может где на хуторе загулял с селянками. При любом раскладе фору нам в сутки выцеганим, да и бумажками старосту этого прикроем. А бумажки кто писать будет, ты что ли? Кто там? И повернувшись к коллегу, бродяга спросил, сможешь на смеси немецкого с старобарским русским на бланке к силу состряпать? Именно что состряпать, но больше, я боюсь, меня не хватит. Извините, что сокрушаю ваши мечты? Прервал я их. Но для начала надо убедиться, что у старосты есть на чем товар вывозить, а то ему же еще коров надо куда-то деть. То, что я предложил зерном, пока не более чем смутная идея, может я и поторопился. Вот, уже более разумный подход, а то прилетел, глаза горят, вперед, вперед, а тут все взвесить надо. Ага, а пленный что сказал? Если ты про майора, то много всякого. И бумаги у него интересные в портфеле нашлись. Это набор так помог? И набор тоже. Знаешь, сколько немцев с нами соседствуют? Откуда командир взвод в старом селе? А может мы их того? Ты дослушай в начале торопыга и пехотная дивизия в 10 километрах. А это значит, что немцы здесь практически в каждой деревне стоят, а ты того-того. Точно. Мы когда к вам ехали, видели? Подтвердил слова командир Илюк. Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник. Услышанное меня весьма огорчило, но я все равно задал давно волновавший меня вопрос. А интендант тоже из этой дивизии? Нет, он начальник какого-то там отдела в службе снабжения 9-й армии. Вместо командира ответил мне тот он. Короче, шляется по округе и думает, чем бы зальдатиков накормить? То есть он не местный и соответственно его не скоро хватятся? Вроде того. Полученная информация требовала времени на усвоение и я закурил, усевшись по-турецки в углу. О, Сань, гляди, очередное коварство замысливает. Подначил меня Люк, обращаясь непонятно к кому, поскольку в штабе присутствовали все три Саши, если считать и его самого. Я буркнул что-то типа отстаньте и не обращая внимания на смешки соратников продолжил свои размышления. Так, а ведь бродяга прав, нам не шуметь надо, а немцев путать и пугать до потери пульса, чтобы у них сложилось ощущение полной нелогичности того, что мы делаем. Вот одинокий взвод стоит в стороне отторных дорог, но его никто и пальцем не тронул. А вот штаб дивизии весь защищенный такой, но в нем одни мертвые и тишина. Я поделился своей идеей с товарищами. После нескольких секунд обдумывания Люк хмыкнул. Ну вот я же говорил и показал мне большой палец. Бродяга одобрительно покачал головой, а вот командир глубоко задумался. Пару минут, что ребята, перешучиваясь, обсуждали мою идею, Саша молчал, потом сплюнул на землю. Ануша! Скомандовал он негромко. Идея правильная, но подготовки требует. Ты уже поел? Спросил он меня и после отвредительного кивка продолжил. Тогда вместе с бухгалтером на мотоциклы в деревню. Выясните у старосты, готов он к акции сегодня или лучше на завтра перенесем. Ты, командир мотнул головой в сторону люка, берешь пару бойцов порезвее и к старому селу, посмотрите, как соседи наши гонсоватые живут. Ну а мы с тобой? Это уже бродяги. Планированием займемся. Всем все понятно. Тогда разбежались. Уходя на поиски Трушина, я услышал, как Саня просит Тоттена привезти пленного майора. Похоже, это уже стало традицией. Думал я, когда мы со Славой неспешно ехали на мотоцикле кутору. Саня явно меня с Трушином спаривает. Хотя партнеры Слава не самый плохой, сообразительный, въедливый, да и опыта ему не занимать. Мне есть чему поучиться, тем более, что я в реалиях местных не взуд ногой. Мы уже выехали из леса, когда впереди на дороге я увидел нескольких коров. Что за черт? Ругнулся за моей спиной Трушин и держать за руку я встал на подножках. Антон, я ни одного человека не вижу. Ну, наверное, погонщик звук мотора услышал и спрятался. Сообразил я. Круто им Акимыч хвосты накрутил, вон как проколы опасаются. Акимыч, это старостоместный, да? Так точно. Пока мы соображали, что к чему, расстояние до коров сократилось до какой-то сотни метров. Я собрался был объехать мини-стада, но заметил, что обочина в этом месте как назло отсутствуют, а придорожные канавы глубокие. Остановив мотоцикл, я в полголоса спросил напарника. Слав, что делать будем? Тот молча соскочил с железного коня и с решительным видом направился к животным. Слава сунул в рот пальцы и свизнул. Ёшкин кот! Хоть нас и разделяло больше десяти метров, мощь его свиста впечатляла. Коровы были, как видно, того же мнения. Так как они рванули с места в голову, и вскоре только клубы пыли оседали на том месте, где несколько мгновений назад толкали шесть буренок. Силен, только и подумал я. Нет, светить, конечно, я умел, но вот так, сильный и резко, переходя в сверлящий мозг ультразвук, нет. И только я собрался сказать герою, произведенном на меня впечатлении, как взгляд мой случайно зацепился за валяющийся на левой обочине картуз. Я слез с мотоцикла и рукой показал трошину на находку. Слава мгновенно развернулся в сторону предполагаемой угрозы, вскидывая в груди автомат. И я громко рявкнул. Хальт, цурок! И словно по моей команде высокой трое что-то зашуршало. Ухмыльнувшись и подмигнув трошину, я намеренно коверка язык крикнул. Стоят! Стреляют! В трое кто-то ойкнул и метров 30 от нас поднялась невысокая фигура. Мальчишка, что ли? Стадо гнал, подумал я и скомандовал. Комхия! Сюда! Сопроводив команду недвессмысленным жестом. Тут слышу, слава мне шепчет. Антон! Кажись, девка! Пригляделся. И верно. Хоть на погонщике и надета хламидо какая-то, но абрис фигуры уж больно характерный. И что? Отпустим, что ли? Такая легенда посыплется. Давай хоть до деревни конвоируем. Через минуту кавказская пленница выбралась на дорогу. А ничего так! Отметил я про себя. Даже заношенный до нельзя пиджак, несуразные штаны, и перепачканное пылью лицо не могли сходить ни детской привлекательности пастушка. Слава стояла с идиотской улыбкой, рассматривая это диво дивное. А ведь страшно, девчонки? Волосы, очевидно, до этого спрятанные под картузом, растрепались и теперь непослушными прядями обрамляли красивое с очень правильными чертами лицо. Прямой, почти креческий нос, плотно сжатые губы. Красотка? Ну что тут скажешь? Зейсен зизиш ауф дэмбай ваген! Я рукой показал на коляску. Шнель! То ли девушка понимала немецкий, а может мои жесты были достаточно косноречивы, но мою команду она выполнила правильно. Битте! И Слава протянул ее потерянный картуз. Вот что галантность с людьми творит, даже по-немецки заговорил. Подумал я, садясь в седло. Всю дорогу до села нам с Вячеславом пришлось молчать. Причем, если Трошин беззастенчиво пелился на девушку, я себе такого позволить не мог. Дорога была та еще. Поэтому, въезжая на двор к Кимычу, я испытал нешуточное облегчение. На звук мотора на крыльцо вышел хозяин и повеитель окрестных земель. Судя по его несколько заморяному виду, побегать ему пришлось изрядно, но для себя старался не для дяди. Вначале, не разобравшись, он скорчил скорбную мину, явно готовясь вешать немцам на уши лапшу домашнего приготовления. Но, узнав меня, посветлел лицом и с радостной рыбкой поспешил навстречу. Опасаясь подобной штилицу провала, я приложил палец к губам, предлагая старости потерпеть со разговорами до того момента, как мы останемся одни. Однако, как известно, умного учить только портить. «Доброго вам вечера, господа офицеры!» Лучезарно улыбаясь, начал староста. «Племяшку мою встретили! Ой, спасибо, что до дому подвезли!» Судя по лицу племяшки, подобное поведение Кимыча ей было не по нраву. «Нихтферштейн!» Подыграл я старости. «Виа и Си!» И я, соскочив с мотоцикла, показал рукой на пленницу. «Я ж и говорю, племяшка моя!» «Аусвайс в доме!» «Пирин в доме!» «Ком, ком!» И он сделал приглашающий жест в сторону хаты, не применув при этом заговорщически подмигнуть. «Бухальта!» «Блайбхе!» Приказал я Трошину, а сам направился вслед за старостой. Войдя в дом, я уж было собрался начать разговор, но заметил в комнате одну из тех женщин, что видел тут утром. «Вы Таньку-то не стесняйтесь, товарищ сержант!» Пришел мне на выручку Акимыч. «Она знает!» И добавил, обращаясь уже к женщине. «Давай, еще две тарелки на стол ставь и на двор сходи. Маринку-дуру в сарай отведи, чтоб все как за правду было». «А что ж в сарай, Акимыч?» сплеснула руками Татьяна. «А чтоб наука дуре была!» «Комсомолия безмозглая! Не украсть, не убежать, да и поговорить нам по-мужски надо!» Тарелки появились на столе, словно полошебство. А уже секунд через десять, не больше, за Татьяной захлопнулась входная дверь. «Вы присаживайтесь, товарищ сержант, повечеряем!» Я не заставил себя долго упрашивать. «А?» Я вопросительно посмотрел на дверь. «За Татьяну не бойтесь, кремень баба, да и интерес у нее личный». «Какой же?» спросил я, подвигая к себе треку с салом и сделал знак вошедшему в этот момент Трушину, чтобы тот присоединился к трапезе. «Так у нее муж-то большой чин в Красной Армии, комиссар дивизии цельной, так что прячу я ее. Да вот видишь, дочка подвела ее, одно слово городская». «Понятно. Семен Акимыч, а ты сам, похоже, не здешний. Откуда будешь?» «Поговора узнали. Ну да, ну да. Я еще поутру понял, что вы человек серьезный». «Ты давай, дифирамбы мне не пой, а отвечай». «Испод звени города я. Как в 36-м освободился с поселения, так сами понимаете». «Ну да, поражение в правах. Понятно, что в родные места ему возврата не было». «А что в Сибири-то не остался?» «Климат не понравился. Вы по делу ко мне приехали или так на огонек заглянули?» «Ох, охитер ты, господин староста. По делу, конечно, как там буренки поживают». «Хорошо поживают, кабы не без руки некоторые». Надо сказать, что меня весьма заинтересовала манера Акимыча без запинки произносить в умные слова и при этом уснащать свою речь всякими кабы и дык. «Не прост соломин, ох, не прост». «А что без руки?» Внезапно спросил, сосредоточенно оживавший до этого момент отрошен. Семен Акимыч внимательно посмотрел на Славу, будто оценивая, имеет ли смысл отвечать, не пойми кому, и, видимо, удовлетворившись увиденным, сказал. «Ну, три десятка мы уже пристроили, в ночи еще за десятком издаля придут, а этих Маринка должна была в богиновку отвезти, да вот не справилась косорукая». Судя по выражению лица, Слава был в корне не согласен с такой оценкой нашей пленницы. «А вы как ее споймали?» Между тем, продолжал староста. «Да она, как мотоцикл услышала, стадо бросила и в поле спряталась, да кепку на дороге обронила». «Тьфу ты, ну ты, комсомолия!» «Ладно, не о том сейчас речь, Акимыч, я про зерно буду речь вести». «Про зерно? Я весь во внимании». «Налет мы устраивать не будем». Медленно, и как мне казалось, веско сказал я. Лиц у староста оставалось спокойным, только уголок рта отброгнул. «Мы с вами поступим тоньше и хитрее». Брови моего визави вопросительно поднялись. «Я не думаю, что у вас достаточно транспорта для вывоза всего зерна. Поэтому мы напишем вам накладные от лица немецкого командования. Как вам идея?» Семен Акимыч кашлянул, затем хмыкнул, почесал задумчивостью нос и наконец ответил. «Хитро придумано, товарищ сержант! А вот позвольте спросить, мне самому с полицейскими общаться придется?» Речь его с каждой новой фразой становилось все культурнее и культурнее. «Ну, прикрытие мы вам обеспечим и, скажем так, силовую поддержку тоже». «Однако, вы тонко играете!» И он замялся, пытаясь вспомнить, как меня зовут. «Ну да, я же утром ему не представился». Сообразил я и подсказал. «Алексей Игнатьевич!» «Ну да, Алексей Игнатьевич, а на документы ваши я могу взглянуть?» Тут внезапно его перебил Трошин. «Отец, мне кажется, ты не совсем понимаешь, зачем мы к тебе пришли. Ты не на базаре и не батраков нанимаешь». Акимыч пристально посмотрел бухгалтер в глаза. «Все я понимаю, но это я здесь останусь, шеей и головой рисковать». «А вы фьюти нету, так что гарантии мне нужны». Ситуация складывалась спадовая. Можно было, конечно, сгонять за дымовским удостоверением, но это потеря темпа. Да, и идти на поводу у старосты не хотелось. Надо было брать быка за рога. «Семен Акимович, у вас в гимназии по истории какая оценка была?» «С чего это вы взяли?» «Давайте не будем друг другу голову морочить. Вы все правильно обрисовали и поняли. Мы можем сейчас просто встать и громко разговаривая по-русски, просто уехать. Так, и кому в таком случае будет солоно, я думаю, что не нам. Однако, если вы не обратили внимания, мы предпочли с вами договориться, а не дать сразу документами и стволами, так что давайте сотрудничать. А ваше прошлое, мне по правде говоря, совершенно неинтересно». Староста тяжело вздохнул, посмотрел на свои руки, затем на меня вздохнул еще раз. «Я согласен, банкуйте!» «Ха, сдается мне, что кроме гимназии у него за плечами еще и военное училище». Не совсем к месту подумал я. «Вы пока, Семен Акимович, с транспортом определитесь, ну и со скотом партию доиграйте. Ведь прежде, чем к Кабриколям переходить, клап что, сосвоить неплохо бы, так?» Решил я проверить свои догадки. Если память не изменяет, царские офицеры бильярдцы убили и понимали. В ответ на мой тираду Акимович неожиданно улыбнулся и сказал, «А интересно с вами было бы сыграть, товарищ сержант?» «После победы сыграем», староста кивнул и спросил, «Так когда вас снова ждать?» «День два», ответил я, как мы договаривались с командиром и бродягой. Перед нашим отъездом на хутор верхушка отряда посовещалась в узком кругу и решила немного подождать с острыми акциями. Тем более, что у нас имелось еще несколько дел в округе, причем дел требовавших тишины и покоя. «Ну и хорошо, у нас времени больше на подготовку будет. А Маринку с собой не заберете?» Утрошена даже челюсть от удивления отпала, да и я, признаться, немного опешил. «То есть?» «А то и есть. Возьмите ее в отряд, а то пропадет девка тут». «Поднимаешь, сержант, спина у нее не гнется, непривычно она спину гнуть и кланяться. Как есть пропадет». «Ну, Акимович, мы же боевая группа, нам женщина только помеха». «Алексей Игнатьевич, вот ответь мне старому, ты по званию кто?» «Как кто? Сержант НКВД». «Сержант, это же вроде Унтера по-старому, верно?» «Да». «А вот не похож ты на Унтера, образованный больно». «Если на армейские звания переводить, это старший лейтенант, но на старые деньги штабс». «Да хоть прапорщик, все одно офицер, командир, то есть забери Маринку». «А куда ее дену-то?» «Да ты не сомневайся, она и санитаркой может быть и стрелять умеет, сам по сути дочь офицера». «Какого офицера?» «Она же Татьяна дочь, и отец у нее, соответственно, полковник, то есть полковой комиссар Евграшин. Сам подумай, что немцы с ней сделают, если прознают». «Ну, прям таки...» «Ты что думаешь, я не знаю?» «Перебил меня Соломин». «Да нам на второй день они приказ зачитывали, собрали всех вторым у управления, и так и сказали, чтобы комиссаров и комиссарских прихвостней выдавали, ну и жидов тоже». Тут в разговор сверкая взором вступил Трошин. «А Алексей, давай возьмем, верно же староста говорит?» «Боец Трошин». Начал я, но поняв, что на официозе тут не съедешь, поменял тональность. «Слава, сам понимать должен, не я тут режаю, была б моя воля, женский комсомольский батальон сформировал бы, и тебя командиром поставил». «Слава замолчал, но продолжил сверлить меня взглядом». «А вы, Семен Акимович, не волнуйтесь, я командованию передам свои соображения, но вы пока к акции готовьтесь». Я полез из-за стола. «Глава четвертая». Мой доклад командования восторга не вызвал. Шура раз так и сказал, «Нафига пыжился старост этот, если не готов ни хрена». И несмотря на мои возражения, что это задел на будущее, наработка контактов и прочая подготовительная работа, сказал, чтобы я в ближайшие пару суток своими прожектами его не беспокоил, мол, и так дел много. После командирской отповеди вопрос о приеме в отряд Марины я, ясное дело, даже не поднимал. О чем и сказал Трошину, поджидавшему меня у нашего грузовика. «Как же так, Антон, ведь комсомолку-то взяли». «Что, так девчонка понравилась?» «Да, сильно». «Вот это да, Слава, влюбился, что ли?» «Антон, ну как ты не понимаешь? Ведь староста это таким, и чон прав был, пропадет девчонка. Она такая красивая и гордая, ты видел? Такая ни за что спину перед немцами гнуть не станет и прятаться не будет». «Да, девчонка замечательная и все такое, но сам посуди, в лес ее тащить смысл имеет?» «Мы тут что, на пикнике или на рыбалку выехали?» «Товарищ майор прав, вот станешь командиром сам, бери к себе в отряд кого хочешь». Трошин надулся и не говоря ни слова, пошел в освоясье. Я же направился в сторону медпункта. Помещение для Дока соорудили по образу и подобию штаба, разница была в только чуть более низком потолке, поскольку Серега, в отличие двухметрового командира, роста среднего, да и большинство манипуляций с ранбольными, предпочитает производить сидя, не стоя. Уже метров с десяти я услышал Дока, вещавшего что-то хорошо поставленным лекциями голосом. Подойдя ближе, разобрал слова. «Таким образом, первая главная задача при оказании первой доврачебной помощи остановить кровотечение и постараться провести профилактику шокового состояния. Если есть возможность, прежде чем эвакуировать пострадавшего, постарайтесь определить характер ранения». «Интересно, кого это он там мучит с такой серьезностью? Неужто Лидочку охмуряет?» Подумал я и вежливо постучался. «Товарищ военврач, разрешите поприсутствовать на лекции?» И отодвинул полок в проходе. «Вот это да!» К моему удивлению, на занятиях присутствовала не только Лидочка, но и Юрия с несъедовым и пара бойцов. Серега скорчил недовольную мину. «Товарищ старший лейтенант, обождите, пока я закончу. И вообще, я сегодня только по записи принимаю». «А где у вас регистратора находится? Или можно в порядке живой очереди? За наличное?» Сергей хитро подмигнул, сохраняя при этом недовольное выражение лица и ответил. «Через четверть часа зайдите, за товарищем будете». И показал рукой на Несвидова. Тот сполошился, не понимая, при чем тут он. «Что вы, что вы, товарищ военврач? Я не настаиваю». Шутливо извинился я и поторопился покинуть медпункт. Все-таки люди делом занимаются, а я просто заглянул к Сереже поболтать. У казачины меня тоже ждал облом. Ваня колдовал над какими-то микроскопическими, но явно опасными приблудами, поскольку, когда я заглянул к нему под тент, он говорил ассистировавшему моему Кудряшову. «Если эта пластинка сдвинется, глазам моим писец придет!» Дед Никто кивнул в ответ с очень серьезным видом и еще крепче жал фонарик, которым освещал складной столик. Надо сказать, что за последнюю неделю наши окруженцы уже малость пообвыкли и иной раз сами вставляли в разговор некоторые нехарактерные для этого времени словечки и обороты. Я тихонечко закрыл полок и потопал себе во своясье. «Вот что за черт? Даже поговорить не с кем!» Подумал я, вспомнив, что Алекс сейчас трудится переводчиком на очередном туре допросного марафона. Можно, конечно, было отправиться на боковую, но на часах еще не было девяти вечера, да и не устал я пока. Осознание собственной временной ненужности так меня огорчило, что я даже слегка испугался. Но, покопавшись немного в себе, я решил, что это все-таки последствия утреннего нервного срыва. Видно, действительно, нервишки за последнюю неделю порядком поистрепались. «Решено! Сегодня у меня выходной!» Постановил я и, достав из рюкзака плоскую бутылку с коньяком, залег на матрас, то есть удобно устроился под тентом, натянутым и крупа. Пригубив пару раз армянского, я вытянулся на спальном мешке и закурил. В голову лезли всякие невеселые мысли вроде того, что везение наше скоро кончится и вот тогда, или о том, что наши булавочные уколы по большому счету ничего не изменят и прочая разная депрессивная хрень. Чтобы отвлечься от скромных дум, я глубоко затянулся, закрыл глаза и постарался вспомнить что-нибудь хорошее. Открыв глаза, я затряс обожженной рукой. Оказалось, что я задремал и сигарета дотлев обожгла мне пальцы. Такой сон обломался. Чертыхнувшись, я вылез из-под навеса. «Антон, ты чего там ругаешься?» Откуда-то сверху раздался голос Трушина. «Да вот, нет мне в жизни счастья, даже поспать в холодке не получается». Слава свесился с машины, на которой сидел. «Это у тебя счастья нету, а мне что тогда говорить?» «Вы только послушайте про этого несчастного. Командир госбезопасности, весь обласканный властями придержащими, красавица-умница». «Э, ты чего распился? Я тебе все равно не дам». «Чего не дашь?» «А ничего не дам. Хотя могу в ухо дать от всей души. Хочешь?» Правда, что удивительно от безлобного потрунивания славы на душе существенно полегчало. «А ты чего там расселся?» спросил я его. «Поспал бы». «А я про девушку Тумарину все думаю». «Как думаешь, может мне Александра Викторовича за нее попросить?» «Слав, ты точно влюбился? Все признаки на лицо?» «Да не знаю я, честное слово. Сам не могу понять, что со мной происходит». «Ну, если по симптомам судить, то только одно, то самое, бредис-влюбленис. Не веришь, можешь сам у военврача спросить, он тебе то же самое скажет». «Но поболтать о любви нам не удалось». Запыхавшийся Кудряшов позвал меня к командиру. В штабе меня встретили радушно. Бродяга молча протянул кружку с ароматным чаем, а фермер пару секунд разглядывал меня и затем сказал «Все, Тоха, кончились игрушки, начинаем работать как взрослые». «А что, мы детством всю эту неделю страдали?» «Так точно детством, никакого планирования, так беспорядочное, хоть и болезненные укусы». «Мы с Улей тут помозговали и накидали программку». «А от меня что требуется?» «Ну, кроме четкого выполнения программы». «Инициатива и консультации исторические». «Вообще-то мы с товарищем чекистом считаем, что уже пора создавать отряд нормальный, как базу и прикрытие». «Как считаешь, майор наше командование потянет?» «Тебя военная сторона интересует или человеческая?» «Про военную я и сам знаю, человеческая, конечно, ты же с ним почти все время трешься». «Потянет, он чуткий, да и опыта ему не занимать». «Тем более, что за последние пару недель он инициативности и нешаблонности от нас нахватался по самой неболусе». «Ну и прекрасно, а то нам уже давно помнишь, как в рекламе говорили «пора выйти из тени». «А с планом познакомите?» «А как же, только давай сначала на хутор смотаемся. Хочется нам на старосту твоего поближе посмотреть, а уж по результатам мы план дошлифуем». «А сейчас, давай поднимай бухгалтера Кудряшова и Юрина и подготовьте интендантский тарантас». «Слушаюсь, товарищ майор». Третий раз за сутки подъезжая к хутору, я терзал себя размышлениями о том, что же там такое недетское придумали наши командиры. «Вроде воюемы, по меркам 41-го года неплохо, связь с нашими наладили, немцам как можем пакостим, чего еще-то?» Остановив мотоцикл перед воротами Акимыча, я требовательно бибикнул. Как по мановению волшебной палочки, створки распахнулись и сам хозяин вышел нам навстречу. Зарулив на двор, я выключил движок и отправив Славу с Кудышевым сторожить подходы к хутору, с удовольствием стал наблюдать за встречей высокого начальства. Первым с ветерского места выбрался бродяга, обреженный в форму немецкого унтер-офицера. Обойдя машину, он предупредительно открыл дверь пассажира и отступил на пару шагов в сторону. Наш командир был великолепен. Встав во весь свой немаленький рост, он вышел. Нет, тут это слово не подходит, он выдвинулся из машины. Правда, с учетом того, что немец подходящих габаритов нам пока не попался, Шура был одет в простой мотоциклетный плащ с прицепленными к нему майорскими погонами. Но выправка кадрового военного вкупе с внушительными габаритами создавали необходимый образ высокого армейского начальства. Даже то, что из-под плаща выглядывали камуфляжные штаны и высокие шнурованные бутсы вместо сапог нисколько не смущало командира. Неближно козырнув старости, Саша сделал приглашающий жест в сторону дома. Слегка обалдевший Семен Акимович вздрогнул и бросился к дому, стараясь опередить важного гостя. Следом за ними пошел и бродяга. Я же, нажав на тангенту, проверил связь с выносным постом. Арт вызывает бухгалтера. Спустя несколько секунд послышался ответ. Бухгалтер в канале, все в норме. Успокойный я пошел в дом. Первое, что я заметил, было то, с каким подчеркнутым вниманием Акимович слушал нашего командира, только что по стойке смирно не стоял. «Вы, товарищ Соломин, хорошенько все обдумайте. Я вас не тороплю. Пяти минут хватит?» вещал Шура. «Так точно, гос. товарищ майор!» И Акимович действительно вытянулся по стойке смирно. «Вольно, товарищ!» И Саша вопросительно посмотрел на старосту. «Поручик Изюмского, гусарского, генерала Дорохова полка!» С некоторым вызовом отрапортовал Акимович. «Ну а я?» И фермер на секунду задумался. «Полковник Куропаткин?» «Это если по армейской табеле считать командир партизанского отряда. Вы присаживайтесь, поручик, разговор долгим будет». «Это что же, советская власть по стопам Дениса Васильевича решила пойти?» спросил староста, присаживаясь на лавку. «Полковников партизанами назначает?» «И что в этом плохого? Война-то отечественная?» ответил закомандира бродяга. «Да и стало быть комиссар?» «Это для вас пока не важно». Ушел Шура два от прямого ответа. «Вы меня не стесняйтесь, говорите смело». «Стал быть не комиссар, чекист или ГПУ?» «Вы, Степан Акимович, лучше бы не моей ведомственной принадлежностью интересовались, а о деле думали, а то три минуты уже прошли». Осадил бродяга старого, хотя это как посмотреть вояку. «А чего время-то тянуть? Согласен я?» «Вот так прямо и согласны», переспросил фермер. «Даже если мы вас попросим немецкую комендатуру заминировать». «А что же, не на это согласен», рубанул староста. «Ежели уж вы красноперые полковника Давыдова вспомнили, да войну отечественной назвали, стало быть дело швах, а про тех скудоумных, что думают, дескать, германец свободу нам дать пришел, мы тут с вами говорить не будем». «Уж я германцев и в четырнадцатом и восемнадцатом повидал, будьте покойны, так что не за вас воевать буду, да не за политику какую, за Россию». «Ну вы, господин поручик, развоевались, право слова, а насчет минирования я пошутил, и помоложе найдутся». «А вы насчет возраста не начинайте, гос, товарищ полковник, чекист ваш, не сильно моложе меня, раба божьего будет, по лесам как молодой скачет, знать не от хорошей жизни, так что я сгожусь». Тут я заметил, что так и стою у входной двери, увлеченный разговором. «Вы нам на вашем месте нужнее», отрезал командир. «С транспортом вопрос решили?» А Кимыч, хотя правильнее было бы сказать поручик Соломин, так изменился за несколько минут староста, замялся, потом протестил горло. «Ха-ха-ха, только три подвода готовы, больше не успели, товарищ полковник». «Это сколько на них зерна влезет? Тонна больше?» «Пудов по сорок на каждую». «Это почти две тонны, товарищ командир». Быстро сосчитал я в уме. «Ну еще тонну другую в грузовик, а сколько в зернохранилище всего?» «Точно не скажу, но цейтнеров 60-70 должно быть, если не растащили». «Ну и не будем жадничать, вам сколько времени нужно, чтобы транспорт подготовить?» «Так я ведь ночь уже на дворе». «Стало быть, до утра отложим, так?» «Полчаса, товарищ полковник, через полчаса все будет готово». Внезапно в наушники у меня зашипели помехи и искаженный голос Трошина произнес «Нас гости!» «Внимание, к нам похоже немцы едут!» Громко прервал оговоривших и тут же Трошину. «Бухгалтер, арт в канале, подробности давай и тангенту вначале нажимай, а потом говори». После небольшой паузы наушники раздалось. «Здесь Трошин, на южной дороге две или три машины, двигаются в нашем направлении, как понял, прием». «Понял тебя хорошо, точно к нам?» «Едут от леса, пока непонятно, свернут на хутор или нет». «Понял тебя, наблюдай». Я быстро пересказал полученное сообщение командиром. «Черт, как не вовремя!» выругался фермер. «Сколько там народу может быть?» «Может, пять человек, а может и взвод». «Да как только узнать, сколько их там, капитан?» обратился командир Бодяги. «Глушак Кун задумался. «Командир, а может тяжком уйдем?» спросил я. «А как он?» кивок в сторону старосты. «Будет объяснять, откуда у него на дворе интендантская машина взялась?» «Тоха, спроси, сколько до противника?» Я выполнил приказание и запросил Трошина. «Семьсот, может, шестьсот метров». «Степан Акимович, нам потребуется ваша помощь». «Слушаюсь, господин полковник!» «Как только мы уедем, будьте готовы рассказывать противнику, что этот давишний интендант уехал, куда да зачем, это вам неведомо, ясно?» «Антон!» обратился Саня ко мне. «Ты с ребятами прикрываешь наш отход, но не высовывайтесь, нам важнее сейчас скрытность, чем пара перерезанных глоток». И, повернувшись к бродяге, приказал. «Пошли, капитан, ты на мотоцикле, я на машине». Уже в дверях бродяга, все это время что-то негромко говоривший Соломину, достал из нагрудного кармана какой-то сложенный в четверо листок бумаги и протянул его старости. На улице командир сразу сел в легковушку, а бродяга оседлал мотоцикл. Пара секунд, и они практически синхронно запустили движки и выехали со двора. Я развязался с Трушиным. «Бухгалтер, Арт в канале! Бугрейт Челлили, мы прикрываем, сиди спокойно, не высовывайся!» «Да, а где ты сейчас находишься?» «Арт, здесь бухгалтер, не понял тебя, я у второго большого сарая к югу от дома». «Да, Славу надо еще подучить, как кодировать переговоры по радио». И с этой мыслью я перелез через забор. Ночные гости подъехали к дому старосты только минут через 15, когда командиры наши уже почти доехали до леса, а я уже встретился с Трушиным и Кудряшовым, и мы втроем уютно расположились вокруг объекта. Время уже было полуночи, так что заметить нас, лежавших в высокой траве в тенехозяйственных построек, метрах 20-30 от забора, без прибора ночного ведения было проблематично. Немцы приехали на двух грузовиках, но во двор заезжать не стали, остановившись на единственной короткой улице хутора. Несколько человек вылезли из машин и требовательно постучали в ворота Акимыча. За те несколько минут, что отделили наш уход от прибытия немцев, хитрый староста не только запер ворота, но и успел вернуться в дом. Что-то ворча себе под нос, он подошел к воротам и громко спросил, «Кто там?» Негромкий ответ на немецком я не разобрал. Затем у ворот на несколько десятков секунд зажегся фонарик. Очевидно, немцы проверяли у Акимыча документы, потом послышался шум открываемых створок. «Ага, на постой определились», догадался я. Из-за темноты определить точное количество приехавших было сложно, но, судя по голосам и шуму, было их около десятка. Возня на подводе продолжалась около четверти часа. Наконец, выставив двухчасовых и отправив староста в погреб за едой, немцы несколько угомонились. Из открытого окна избы доносились голоса, бряканье кухонной утварей посуды и зитка раскаты смеха. Акимыч возился с замком на двери одного из сараев в метрах пятнадцати от того места, где я лежал. Вдруг сквозь приглушенные матюки и ворчание я разобрал, что староста обращается ко мне. «Сержант! А, сержант! Ты здесь! Семеро их! Семеро! Я в сараюшке спать лягу! Прогнали, ироды! Мать их за ногу и об забор! Акимыч, здесь мы! Тихо! Так, чтобы не слышали часовые, успокоил я его. «Ты в этом сараю спать будешь? Если да, то потерпи немного, через несколько минут поговорим!» Я пополз в темноту. Удалившись от дома метров на сто, я связался по рации с командиром и обрисовал ситуацию. Возможность разжиться парой грузовиков и пощипать немцев разадорила фермера. И после недолгих размышлений он велел нам ждать подмогу, а пока более подробно разведать обстановку. Через сорок минут к нам подтянулся сам командир сопровождения Люка и Тоттена. Посовещавшись пару минут и предупредив по рации Трошина, мы поползли к дому. Часового у машин снял личный командир, провел, так сказать, мастер-класс. Несмотря на его внушительные габариты, никто даже не заметил, как Саша подобрался к фрицу. Чувствовшное шуршание и вот фермер уже выходит из-за грузовика, демонстративно тряхивая ладони. Люк исполнил часового на крыльце. Дождавшись, когда скучающий солдат остановится на нож под подбородок. Пока мы ждали подмогу, я ухитрился переговорить с Акимычем и узнал, что двери в доме хорошо смазаны, а вот половицы особенно в комнате скрипят. Штурмовая тройка собралась у крыльца. Фермер подает команду, легонько хлопнув меня по плечу. Распахиваю дверь и люк с командиром проскальзывают внутрь. Теперь уже люк открывает дверь, а мы с командиром входим в комнату. В лунном свете вижу двух немцев, спящих на полу метрах полутора от двери. Еще двое расположились на лавках, а один зальнул кровать хозяина дома, явно командир. Фермер жестами показал, чтобы занялся лежащими на полу, а люк парой на лавках. Как только половица скрипнула под ногами метнувшегося мимо меня люка, я подскочил к спящим и от души пробил пенальти головами. Со стороны люка донеслись приглушенные хрипы и весьма неприятные булькающие звуки. Развернувшись, я увидел, как командир стаскивая с кровати немца и глушит его своим немаленьким кулаком. Все, дело сделано. Я вышел на крыльцо. Парни, хорош прятаться, давайте сюда. Да, и Семен Накимовича позовите. Окинув взглядом окрестности, я собрался вернуться в дом. Но тут открылась дверь и выглянувший фермер спросил. Тох, а почему ты их всего лишь вырубил, а не уделал в чистую? От неожиданности вопроса я даже растерялся. Ну, зато форма крови не испачкалась. Брякнул я первую пришедшую в голову отмазку. Ага, а в следующий раз что? Поцелуями в засосах душить будешь? Давай, чисто дел, заходи. В доме все было вполне пристойно. Трое пленных аккуратно лежали в одном углу, а убитые в другом. Давай, раздевай их по-быстрому. Зачем? Точно, это же твоих шкулька не попорчена. Их раздевай. Пока я, матерясь про себя, ворочил немаленьких фрицев, стаскивая с них форму. В дом пришел староста. Ну что, поручик, вот и транспорт теперь есть. Поприветствовал его наш командир. К утру грузчики в штатском подтянутся, тогда и поедем за хлебом. Соломин шутку по вполне понятным причинам не понял. Но успех нашей маленькой операции оценил и даже решил нас подбодрить. А, товарищ командир, может, ребятам того за успех? Не-не, мы на работе не пьем. Вот все дела сделаем, тогда, конечно. Акимыч понимающе кивнул. Да я так, а может быть поесть? Семен Акимович, помилосерствуйте. А я и не знал, что командир так выражаться может. Давайте вначале дело доделаем. Ну, дело так дело. В шестом часу утра подтянулись остальные бойцы. По задумке командира мы должны были приехать к амбару всемиром, припахать полицаев на погрузку и, нагрузив свежезахваченные грузовики зерном, отбыть на машино-тракторную станцию, где и спрятать похищенное в укромном месте. Пленных, как и трупы, на крупе увез бродяга, сказав, что он придумал интересную комбинацию, а участвовавшие в ночном разбое разместились в грузовиках и при гнаном казачьиной кабриолете. Соломин поехал с нами. Во-первых, полицаи его знали, да и по протоколу передача подотчетного имущества должна была проходить по всем правилам, так что Акимыч уселся на переднем сидении кабриолета рядом с Тотоном, а фермер так и изображал важную персону, вольготно разместившись в одиночку сзади. По взмаху руки командира наша маленькая колонна тронулась в путь. Ехать было всего ничего, и уже через четверть часа мы добрались до места. Мы подъехали к воротам зернохранилища, когда из какой-то дощатой будки нарисовался заспанный субъект, обреженный в потертый серый пиджак, коричневые шерстяные брюки и давно нечищенные сапоги. Судя по его лицу, вчерашний отход ко сну не обошелся без четвертинки первача, а то и без пол-литра. Однако на плече вывесел мосинский карабин, а ремень оттягивали магазинные подсумки. Судорожно потирая лицо, охранник силился понять, что это за столпотворение с утра пораньше. Ясно снесся Кимыч, просто выскочивший из машины. Васька Ирод, опять вчера нажрались, что ж вы меня перед большими людьми позорите? Урою! И, повернувшись к фермеру, продолжил. Не извольте беспокоиться ваше высокоблагородие. Мигом в чувство их приведу. Тот он залопотал по-немецки, изображая себя переводчика. Где Антип? Дрыхнет? Продолжил приставать полиция староста. Тот, мающийся похмельем, явно был отшарашен всей этой кутюрьмой. Мы, уже вылезшие из машин, откровенно потешались над недотепой. А грузить зерно кто будет? Или может мне господина майора попросить? Дескать, извиняйте, господин майор, сторожа в зюзю нажраты, так что, пожалуйте сами мешки таскать. Васька в ответ блеял что-то сокрушенное, но разобрать детали из-за дружного гогота ребят было сложно. Аким мечтал сторожу подзатыльник и приказал отпереть ворота. На шум из-за амбара показался второй сторож. Судя по его виду, он только что проснулся. Причем спал он в более комфортных условиях, поскольку был весь облеплен соломой. Однако ситуацию он просек весьма быстро и даже попытался продемонстрировать выправку, валка промаршировав в направлении высокого начальства. Люк с Тоттоном снова зашлись от хохота и даже командир слегка улыбнулся. До того потешно выглядели потуги Антипа. С грацией пьяного и давно сломанного робота-андроида он поприветствовал фермера, вскинув руку позволь доложить. И получив разрешение в виде кивка продолжил. А чего нам надрываться-то? Вона полонные погрузят. Какие такие пленные? Судя по вооружению лица, Кимыч слышал об этом в первый раз. Так вчера мудровские троих комиссарских взглавили. Старое ввели, да у нас покинули. Все ровно. До нас господа немцы должны приехать. Староста повернулся к фермеру и увидев, что тот кивнул, ответил. Ну давай веди своих пленных. Минут через десять Антип действительно привел троих красноармейцев. Седого мужика лет сорока и двух парней лет двадцати пяти с изможденными осунувшись лицами. Пока один полицай возился со здоровенным действительно амбарным замком, а другой ходил за подневольными грузчиками, мы успели провести экспресс-совещание. Я сразу спросил Сашу, действительно ли он собирается припахать пленных, на что получил ответ, что, дескать, если совсем доходяги, то приприжет полицаев, а так легенда мать ее обязывает. Внимательно оглядев пленников, фермер наклонился к Тоттену и что-то прошептал ему на ухо. Господин майор говорит, что вас хорошо покормят, но вы должны хорошо работать. А вы? И Тоттен уставился на полицаев. За свою провинность будете им помогать. Это есть приказ. Три доходяги и два похмельных хмыря, это, доложу вам, не лучшая бригада для погрузки пяти тонн зерна, поэтому нам тоже пришлось напрячься. Причем основная нагрузка легла на меня люка, так как Тоттен, щеголявший фельдфибельскими погонами, изображал из себя большого начальника, а наши окруженцы были сусланы в охранение. А то не ровен час, в общем, проволандались мы почти до обеда. К концу пленные еле ноги волочили, так что даже не обрадовались обильному обеду, привезенному нам старостой. Глядя на то, как изможденные бойцы с трудом шевелят руками, макая белый хлеб в молоко, Акимыч только головой покачал и обратился ко мне. Гер Унтер, а разгружать вы их тоже заставите? Идея показалась мне здравой, ведь так появлялась возможность практически легально умыкнуть наших из рук настоящих немцев. Я изобразил на лице непонимание и позвал Тоттона. Тоттон, к концу мир! Перекинувшись целиком парой фраз на тарабарском немецком, мы разыграли мизосцену, разговор через переводчика, после чего Акимыч подошел к пленным. Вы передохните, мужики мальца, а потом с господами поедете там поработаете. Что-то ты добрый сегодня, дядька Семен, откомментировал это один из полицаев, отдыхавших в сторонке. Кому дядька, а кому господин бургомистр? Отрезал Акимыч. А еду отработать надо, не вас же дураков с поста снимать. Наскоро перекусив, мы засобирались в дорогу. Тоттон скомандовал пленным залезать в первый грузовик. А я отошел в сторонку и, связавшись по рации с командиром, доложил, что мы готовы к движению. Как в лес въедете, метрах в двухстах будет прогалено слева по ходу движения. Там встанете и остальных подождете. Как понял меня? Понял тебя хорошо. Минут через десять выдвигаемся. Когда я подошел к своему грузовику, меня перехватил один из полицаев, Василь. Пан офицер, сигареткой не разодолжите? И пояснил свою просьбу интернациональным жестом. Сигаретка? Я? Переспросил я и достал из кармана пачку трофейных джуно. Полицай радостно закивал головой. Да-да, пан офицер. Я щелочком выбил из пачки сигареты и протянул ему. Эх, дать бы тебе в ухо, да конспирация не позволяет, мать ее, так. Стоило нам остановиться в условленном месте, как буквально пару минут спустя к нам подъехали командир вместе со Славой. Так, Тоха, давай быстро ножками к лагерю, там ублюдка везти некому. А этот кто поведет? Вячеслав справится, тут дорога нормальная, а там по лесу надо ехать и быстро, и рацию достанет ключи. Есть. Разрешите выполнять, товарищ майор? Действуй. До стоянки добежал минут за пятнадцать, что означало, что рана моя уже зажила. Встретивший меня бродяга, не тратья времени на лишние разговоры, махнул рукой в сторону крупа. Тут я обратил внимание, что у грузовика, захваченного двумя Сашами, после радиосеанса никого нет, и двигатель его не работает. «Шур, а этот что, бросим?» Бродяга кивнул и сделал неопределенный жест. «Мол, сам видишь, хоть и обидно до слез». Спустя еще полчаса мы присоединились к остальным начальнику штаба девятой армии генерал-майору Холидту от начальника восемнадцатой команды ГФП Гауптмана фонд Зальцбурга «Срочно секретно». Расследование, проведенное по заявке Оберт-Квартермайстера Оберста Ланзеева в связи с исчезновением чиновника службы продовольственного снабжения армии интендант Турата Зуэра показало, что 19 и 20 числа сего месяца были последними днями, когда его кто-либо видел. В эти дни он занимался сбором и инвентаризацией запаса продовольствия в районе юго-восточного города Раков, что подтвердено документами, больших населенных пунктов. Его автомобиль также был неоднократно замечен постами полевой жандармерии и полевых частей в указанном районе. Так, 20 июля он был замечен солдатами подразделения дислоцированного в Старом Селе. По словам свидетелей, машина майора сопровождала колонну грузовиков. Этими же числами датированы и расписки, полученные несколькими местными бургомистрами. Согласно этим записям, Зуэр изъял у местного населения свыше 5 тонн зерна, несколько сот килограммов мясных и молочных продуктов и 45 голов крупного рогатого скота. Однако на склады армии, в мясницкие взводы и на полевые пекарни эти продукты так и не поступали. Точное местонахождение интендант Турата в настоящий момент установить не удалось, поскольку одновременно с исчезновением интендант Турата Зуэра зафиксирована пропажа зондерфюрера Клотца, состоявшего при Зуэре, переводчиком и унтер-офицера Баума, водителя интендант Турата, а также шести военнослужащих и 174-го взвода снабжения. То, вероятно, он был захвачен в плен или убит остатками разбитых частей из Советов. 25.07.1941 года Гауптман фон Зальцбург До тракторной станции мы добрались около трех часов дня и нам сразу пришлось развить бурную деятельность. Благо немцев ни на МТС, ни в соседних деревнях и хуторах не было. Скорее всего, скорость, которую они выбили наши войска из Беларуси тут сыграло против идентичного немецкого характера. Ничем другим объяснить, то, что немцы пока не прибрали к рукам такой лакомый кусочек, каким оказалась эта машино-тракторная станция, нельзя. Открытая, по словам Соломина, в 38-м, она была оборудована по последнему слову советской техники. Мы даже ацетиленовую сварку нашли. А вот с транспортом нам повезло не очень. Во дворе были только раздолбанный ЗИС-5 и колесный трактор без колес. Ну уж чего-чего, а машин у нас и так хватает. Правда, заняться производственной деятельностью сразу не получилось. Сначала пришлось провести операции прикрытия. Так, не с видов, немцев, давай вон в тот сарай. Скомандовал фермер. Слушаюсь, товарищ майор. Товарищ старший лейтенант, идите сюда. Позвал меня командир. Как думаешь, пленные наши выдержат разгрузочный марафон? Боюсь, вряд ли измотаны сильно. Ну ладно, давай их пока под замок посадим. А где зерно разгружать будем? Здесь что ли? Нет. И командир достал карту. Вот смотри, здесь в овраге старо-станучку приготовил. И он показал точку в километрах полутора к югу от МТС. Кого можно с собой взять? Всех, кроме Дока, Бродяги и Тоттена. Ладно, я тогда новеньких припашу. Полчаса спустя мы были уже на месте. Нычка представляла собой ответвление большого оврага с дном, на котором лежали доски, поверх которых был расстелен брезент. Поставив машины на краю оврага, мы принялись сбрасывать мешки зерном вниз. Нам сильно повезло, что зерно уже было расфасовано в мешке. Хотя, как мне кажется, если бы оно было русыпью, фермер просто бы не стал проводить операцию. 120 мешков на 8 человек. Плевое дело. Особенно, если вспомнить некоторые подработки студенческих времен. 10 минут на маскировку, 20 минут на обратную дорогу и вот мы уже подъезжаем к нашей новой базе. У ворот нас встретил сам командир. Молодцы, быстро управились. Трошин, Карула на тебе, а ты, Тоха, давай за мной. Скомандовал он в полголоса, увлекая меня к двухэтажному зданию конторы. Да уж, не в пример комфортнее у нас теперь штаб. Пройдя через пару дверей, мы оказались в большой комнате, где, судя по многочисленным столам, раньше располагалось управление этой станции. В дальнем углу бродяга о чем-то негромко беседовал со старшим по возрасту пленным. «Товарищ капитан!» Громко позвал его Шура раз. «Вам пора в дорогу!» Бродяга махнул рукой, дескать, еще пару минут. Командир расположился за одним из столов и показал мне на стул рядом с собой. Когда я сел, Саша облокотился на стул и спросил, «Ну, готов ударно потрудиться на благо Родины?» «А что, есть сомнения?» «Ну, может, устал за сегодня или неохота?» «Саш, ты чего?» «Потом объясню». «Короче, давай прикинь, как в здешних условиях взрывчатку из бомб достать, а я пока кое-какие чертежи нарисую. Кровь из носу нам через день отсюда сваливать надо, а то место больно стремное, и то, что немцы сюда еще не добрались, чистая везуха». «Сделаем, командир, а Саню куда посылаешь?» «Не Саню, а Сань». «Надо тень на плетень навести, чтобы у гансов ум за разум зашел». «Позже задумку расскажу, а пока взрывчатка, вот твое главное задание». Во дворе я встретил скороспелого, того самого контуженного и бдительного лейтенанта-танкиста, понуро шедшего с ведром воды. Выражение лица кислое, явно вечный наряд по кухне непределого мечтаний. «О, товарищ лейтенант, как голова не беспокоит?» Он остановился так резко, что даже воду расплескал. Потом поставил ведро на землю и буквально бросился на меня. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, ну почему вы мне все еще не доверяете?» С излишней, на мой циничный взгляд, горячностью начал он. «Как вы не понимаете, что мне перед бойцами стыдно? Я же командир, а дальше кухни не посылают. Неужели это все, на что я годен?» Казалось, что он сейчас расплачется от обиды. Хотя я его где-то даже понимал. «Спокойнее, товарищ скороспелый, есть у меня для вас дело. Как раз по вашей технической части...» Он замер, внимательно слушая меня. «Значит так, вы сейчас пойдете к сержанту Несвидову и скажете, что от работ по кухне я вас освободил. Хватит с него лидочки. А потом возьмете троих бойцов и организуете разгрузку бомб с грузовика, где я вам скажу через 15 минут». И оставив обалдевшего летеху стоять посреди двора, я направился к приземистому производственному корпусу. Вдруг у забора я заметил некую металлическую конструкцию, показавшуюся мне смутно знакомой. Ну, точно это он, котел для битума. Последний раз я видел подобное устройство лет 10 назад, когда знакомые строили дачу. Надо прикинуть, вдруг для выплавки тола подойдет. Подумал я, устремляясь к металлическому ящику на больших колесах и стопочной дверце внизу корпуса. Достав из кармана моток шнура, я начал обмерять битумоварку. Отсутствие рулетки огорчало, поскольку нельзя было просто записать цифры на бумажку и просто сравнить результаты измерений, но я справился. Пришлось использовать несколько шнурков, на которых я узелками отмечал размеры бомбы котла. Можно было, конечно, мерить пальцем или ладонями, но веревочками, на мой взгляд, быстрее и проще. Сотки очень удачно помещались в котел и еще место для достаточного количества воды оставалось. Теперь только придумать, как аккуратно подвешивать бомбу в котле и забрать у казачины температурные датчики, что он скрутил с бомбардировщика. Ну, система подвеса я скоро спела о вас задачу. Тем более, что на технической станции должен был быть какой-нибудь механизм для снятия двигателей с машин. Настроение мое существенно улучшилось, и я, весь такой радостный, пошел в штаб доложить о решении очередной задачи. Тут взгляд мой упал на стоявший в углу двора Азиз. А вот и дрова для печки, подумал я, глядя на раскрученный кузов. Если расколоть доски, то получатся очень удобные очурочки. Из одного из зданий как раз вышел лейтенант в сопровождении двух бойцов Чернова и Зотова. Я замахал рукой, подзывая к себе. Лейтенант, что-то маловато людей вы с собой взяли. Начал я, когда они подошли. Меньше чем вчетвером там делать нечего. Бомба-то под сетниру весом. Танкист смутился. Я тоже помочь могу. Можете, но головой, а не руками. Точнее рукой. Возьмите еще Кудышова и Юрина, если только они не в карауле, и поищите в мастерской кран или лебедку. Слушаюсь, товарищ старший лейтенант. Ну а вы, бойцы, пока товарищ лейтенант за подмогой будет ходить, раскручите кузов того грузовика на дрова. Топоры и лом я на пожарном щите за углом видел. В дверях штаба меня чуть не затоптали бродяга с люком. На мой вопрос о том, мол, не до тебя сейчас. Ну и не надо, я не обидчивый. Войдя к командиру, я доложил, что по моим прикидкам тол можно будет начать выплавлять примерно через час. Саша кивнул, а затем спросил. С пленными пообщаться не желаешь? С какими? С нашими советскими. Зачем? Народу не хватает. Через час, считай, все наши предели будут. На посты некого посылать. То есть? Смотри, оба Шуры и Дед Никто сейчас на операцию едут. Тоттен по-прежнему над документами сидит. Ты, я, Ваня и как минимум пара бойцов взрывчаткой заниматься будут. Я танкиста еще припахал? Хорошо, но все равно мало. Немца кто-то стражить должен, бытовухой заниматься, а мы здесь как пупырь на голой заднице, так что охрана по-любому нужна. Давай, там комнатка маленькая есть. Иди, сейчас тебе первого приведут. А Шура с одним уже переговорил вроде. Так еще двое осталось, работай на час. Тогда дай мне минут двадцать, я пойду танкиста проконтролирую и вернусь. Действуй. Взгляд со стороны бродяга. Это хорошо, что Саня с самодеятельностью и штурмовщиной решил закончить. Импровизация хороша, когда планом качественно подкреплена. И поэтому, собираясь совершить маленькое коварство, был я спокоен. Основной проблемой сейчас было то, что трупы убитых ночью фрицев уже начинали попахивать. Еще пара часов и завоняет во всю мочь на летней этажере, поэтому спешить нам надо. О, а вот и помощь. Боксер наш с еще одним бойцом примериваются, как половчая курочить полуразобранную трехтонку. Чернов! Да, товарищ капитан? Три доски нам оторвите. Минутку, товарищ капитан. Приладив доски к кузову одного из зерновых грузовиков, мы загнали мотоцикл внутрь. Затем, снова припаха пару человек, как я понял, из Антоновой команды, занялись погрузкой мертвых и еще живых немцев грузовики. С мертвыми проблем не было. Сложили рядком в кузове, рогожей прикрыли и все в ажуре. А вот с живыми пришлось повозиться. Перевязали их заново, кляпы обновили и посадили за мотоцикл, а с ними Кудряшова охранять. Потом мы с люком загрузили подарки и выехали со двора. Блин, теперь, не дай бог, нас обстреляют. Головную машину вел люк. Я же пристроился ему в хвост. И мы, сделав небольшой крюк и переправившись бродом через реку, неспешно покатили прямо на запад. Проселки были пустынные. Только где-то через полчаса мы обогнали крестьянскую телегу. Да еще минут через 20 после этого уже нас обогнал одинокий немец на мотоцикле. Но мы особо и не прятались. Еще на базе проложили маршрут таким образом, чтобы проехать как минимум через десяток хуторов и деревенек. Расчет наш с фермером был на то, что вряд ли в этих мелких деревушках есть немецкие гарнизоны или комендатуры. А вот то, что наши машины видела немало народу, это точно. В одной из рощиц останавливаемся и быстро, но аккуратно прикапываем под кустами тела тех гансов, которых Тоха вчера пожалел. Он там слюнтяничал, а люку работы сегодня прибавилось. Надо будет с ним беседу провести в дополнение к командирскому пистону. Наконец, спустя почти два часа мы прибыли к цели нашего путешествия. Роща возле деревни с сочным названием мятежи. Саня, давай! Говорю в рацию. Люк резко, так что задние колеса грузовика заносит, тормозит. Я также вдавливаю до упора педаль тормоза, а дальше в темпе задело. Наперво по доскам сгрузили наше трехколесное транспортное средство на обочину. Тут уж мастерство Сашки в обращении с мотоциклом пригодилось. А потом занялись собственно главным делом. Люк и дед никто, мошись от запаха, красиво рассаживали трупы в кабинах. Я возился со всякими весьма небезопасными штуковинами. По полной канистре между тентом и кабиной. Готово. Теперь прикрутить каждой по немецкой толкушке. Готово. Теперь привязать каждой гранате отрезок дэша и соединить их столовыми шашками, положенными на бензобак каждого из грузовиков. Теперь полоснуть ножом по брезенту, так чтобы при взрыве гранаты горящее топливо плеснуло в кузов. А теперь рассыпать из мешка зерно по полу. Прыжком соскакиваю на обочину, нечего лишние следы на полной дороге оставлять. Денис уже сварганил, как и было оговорено, метелку на длинной палке и теперь стоя на обочине не разметает следы. Саня отъезжает на мотоцикле назад по дороге на сотню метров. Денис продолжает свою пыльную работу. Ох, не зря говорят, что хуже нет ждать и догонять. Шанс на то, что кто-то поедет по этой богом забытой дороге мал, но меня слегка потряхивает. Старею, наверное. Ребята возвращаются. Отходим в кусты. Ну, с богом. Люк расстреливает полмагазина ППД по кабинам. Одет никто, прибегая с места на место, с упоением попеременно передергивает затворы двух советских карабинов. Одна обойма, вторая, третья. Хорош! Гаркую им и, дождавшись, когда они залегли, дергаю две бечевки, что все это время держал в руках. Теперь можно им не залечь. Гулка бахают взрывы и грузовики скрываются в огненно-дымных клубах. Все по науке. Ходу, мужики, ходу! И мы хромым галопом бежим по кустам в сторону мотоцикла. Первая часть Морализонского балета закончилась. «Ну, где мои пациенты?» спросил я командира, вернувший в штаб. «Расслабься, я передумал, с ними сейчас слава занимается, ему полезней будет». «Вот так вот, чувствую, подсидит он меня», сделав лицо трагического дебила, констатировал я. «Ага, сам понимаешь, аппаратные игры, новые кадры», шутливо в тон мне ответил Александр. «Как там с технической оснасткой дела обстоят?» «Все в порядке, через полчаса можно начинать первую плавку». «И сколько она по времени займет?» «Я почесал задумчивость из затылок». «Ну, с точностью до минуты я не скажу, где-то часа полтора не меньше, правда, можно ускорить немного». «Говори». «Я прикинул, если не дожидаться полного расплавления тротила, а сливать уже потекший, то можно несколько ускорить процесс». «Понятно, но вот еще одна проблемка нарисовалась, стара». «В смысле?» «Я не с видово напряг провести инвентаризацию, так вот ящиков, куда можно отлить тротил, у нас почти нет». «Можно, конечно, сколотить их из досок, но сам понимаешь, лишний геморрой, хотя вот от письменных столов можно взять». «Я на несколько секунд задумался». «Саш, нет никакой проблемы, нужен только кусок брезента и длинные гвозди». «Объясни». «Это называется мягкая форма, можно взять не гвозди, а тонкие прутки». «Смотри, берем доску, кладем на нее брезент, вбиваем квадратом четыре гвоздя». «Я с помощью взятого с конторского стола листа бумаги объяснил, что и как надо делать». «Хитрые просто одновременно, а главное, можно произвольно размеры менять». «Так и сделаем для первой бомбы, чтобы запас чистой взрывчатки был». «Иди плавкой займись, а я пока железками буду возиться». «Хорошо, когда у диверсанта есть производственная база». «Бойцы не тягали бомбы на руках, а воспользовались подкатными тележками». Да и выплавлять тротил в специальной печке проще, чем в лесу на костре. Уже через полчаса вода в котле закипела, а еще минут через двадцать температурный датчик показал, что тротил в бомбе прогрелся до 80 градусов. Выждав для верности еще пару минут, я скомандовал. «Поднимай!» Несколько поворотов рукояти лебедки и бомба, подвешенная на цепях, показалась из бока. Док и казачина аккуратно подводят ее к тому месту, где на полу лежат приготовленные мной формы. «Давайте, наклоняйте!» И тротил тонкой струйкой потек форму. «Хорош!» И ребята возвращают бомбу в вертикальное положение. «Следующая!» Через пять минут бомба возвращается в котел. В дальнем углу мастерской тоже кипит работа. Два бойца под руководством командира сворачивают из найденной станции жестиаккумулятивные конусы, рубят зубилом какие-то полосы металла. А сам Саша, дав руководящую указание, берет в руки кувалду и начинает обрабатывать какую-то невидимую мне железку. Да так, что от звона и грохота мы с людом слышим друг друга. Спустя некоторое время Дока и Казачину сменили бывшие окруженцы Петр Сомов и Василий Зотов. Примерно через час, когда командир перестал стучать по железу, меня сменил Док. Через час мы снова поменялись. Всего же до девяти вечера мы успели обработать три бомбы. Выйдя на улицу, я с удивлением заметил, что у нас гости. У штаба стояла телега, запряженная некрупной гнидой, а на телеге сидела Марина. Интересные дела. Это она сама приехала или к нам господин бургомистр пожаловал? Подумал я, направляясь к бочке в углу двора. Умывшись, я побрел штаб. Все тело ломило с непривычки и очень хотелось пилечь где-нибудь в тихом уголке. Хотя, если прикинуть, что сегодня я только темой занимался, что таскал мишки зерно, а вместо послеобеденного отдыха тягал взрывоопасное железо, то в моем состоянии не было ничего странного. Даже если не хотелось, так я вымотался. А Акимыч действительно заглянул на огонек. Ну, проверить, как мы спрятали зерно. Как шепотом объяснил мне Трошин. На лице боевого товарища глуждала мечтательная улыбка. Ну, конечно, любовь всей жизни снова увидел, сообразил я. Все-таки реакции местных мне испорченным цинизмом конца 20 века казались немного наивными. Кроме всего прочего, Соломин привез всяких деревенских вкусностей, чем несколько уязвил нашего завхоза. Хорошо, что командир сразу сказал Несвидову, а то мог некоторый неудобняк выйти. Емельян бы приготовил ужин, а тут домашние разносолы. Большинство из присутствующих уже поели. И я, взяв миску с едой, отправился в один из углов комнаты, где была расстелена моя пенка. Проходя мимо старосты, я поинтересовался. Семен Акимыч, а что это племянница ваша во дворе в одиночестве сидит? Акимыч смутился и пробормотал что-то вроде того, что негоже девки тереться там, где взрослые дяди свои дела решают. Но потом встал, оторвал задницу от стула и сходил за Мариной. Глядя на расплывшегося в блаженной улыбке Славу Трошина, я решил, что война, конечно, войной, но не стоит стоять на пути высоких чувств. Я уже доедал свой паек, когда в комнату вошел тот, он несся в руках гитару. Он подошел к командиру и что-то негромко сказал ему. Саша встал и, извинившись перед соломенным, вышел из комнаты. Алик же цапнул со стола кусочек копченого мяса и, оглядевшись, пошел в мой угол. Ну, как трудовая вахта? Спросил он, сев рядом. Ударным трудом встречаю трудящийся праздник Великого Октября. Цепь не втратила, как с куста. Впечатляет. А я, глядя, чего в одной из комнат нашел. И он показал мне инструмент. Ага, здорово. Вяло порадовался я. А куда Саню дернул? Ребята вернулись? Старый люк и этот. Дед никто. Грузовичок пригнали. Что, еще один? Нет, тот, что мы в лесу оставили. Может, сыграешь? И он покосился на гитару. Не, неохота. Алик, я подремлю мальца, ладно? Что-то умаялся. Друг мой кивнул и спросил. Может, тебе еще чаю принести? Давай. Но чай я так и не дождался. Разбудил меня негромкий разговор. Это ты здорово придумал передачу на мобилу записать. А то. Я открыл глаза. В метре от меня сидели командир и бродяга. Комната была еле освещена скудным светом керосиновой лампы, стоявшей на столе. Вокруг в повалку спали и мои однокомандники, и местная. Что, я долго спал? Спросил я, потягиваясь. О, проснулся? Труженик невидимого фронта, то есть тыла. Добродушно поприветствовал меня фермер. Не беспокойся, ничего важного ты не пропустил. Да, кстати, в караул ты сегодня не пойдешь. Ловить дальше будем? Да, часа через три-четыре. Пусть ребята пока отдохнут. То есть у нас сейчас личное время? Да. Тогда схожу, моюсь. Иди. Солнце уже село, но западная сторона неба еще светлела. В этом призрачном свете я разглядел силуэты двух людей, сидевших на телеге в углу двора. Я уже совсем было собрался окликнуть их, когда понял, кто это. Выходит, таки мыч оставил таки племяшку с нами. Интересно, а как он фермеру говорил? Однако беспокоить парочку не решился и тихо прошел к бочке. Когда я вернулся в дом, большинство спавших уже проснулись. Командир поманил меня. Значит так, мы с Шурой пойдем с шифровкой разбираться. До часу ночи для всех присутствующих личное время. Ты дежурный, так что рацию не забудь включить. Я бросил взгляд на часы. Двадцать два сорок три. Ага, значит пару часиков можно подремать полглаза. Я прошел свой угол и прилег на пенку. Но по непонятной для меня причине сон не шел. Мышцы ломило, конечно, но голова была свежей. Я задумчиво взял принесенную Аликом гитару. Инструмент был ручной работы. Особенно впечатлили меня жильные струны. В наше время вещь диковинная и доступна только серьезным профессионалам. Да и то, если они эстеты. Что меня удивило, гитара была шестиструнной, а не обычной для этого времени семистрункой. Я нежно провел по струнам, проверяя строй. Может сыграешь чего-нибудь? Развлось справа. Я повернул голову. Алик выброс из-под спальника и теперь тер глаза. Разбудил? Спросил я. Нет, сам проснулся. Сыграя, сто лет, кажется, музыку не слушал. Не стоит, мужиков разбудим. А и правда сыграйте, товарищ стаж-лейтенант. Раздался голос из противоположного угла комнаты. Я повернулся и увидел, что это наш завхоз. Никогда бы не подумал, что не с видов такой поклонник музыки. Все одно, ребятам скоро вставать, а с песней оно веселей. Я пробежался пальцами по струнам. Гитара звучала очень хорошо, сочно. Для разминки я сыграл еще несколько арпеджио, затем выдал баховскую сарабанду. Она же сюита для флейты, доминор в девичестве, переложение сеговии. Когда я закончил играть, в комнате воцарилась тишина, хотя я видел, что проснулись уже все. Надо сказать, что в подростковом возрасте я сильно увлекался гитарой и даже ходил в музыкальную студию. Но потом, поняв, что великим гитаристом мне не стать, оставил серьезное занятие, только иногда разучивая пьесы, что называется для себя. Олег несколько раз беззвучно свел ладони, изображая бурные аплодисменты, а не с видов, покачав головой, сказал «Здорово! Ловко вы, товарищ стаж-лейтенант! А еще можно?» Следующим было Ададжо Альбинони. Теперь мне тихонько хлопали все. На эти странные звуки из дальней комнаты выглянул командир. По выражению его лица, скрывавшегося в полумраке, я не мог понять, нравится ли ему этот импровизированный концерт. Но Саша разрешил мои сомнения, махнув рукой, мол, продолжай. И я продолжил. Поиграл немного вариаций известных блюзовых мелодий, внимательно следя за реакцией зрителей. Несмотря на непривычную стилистику, музыка народу нравилась. В середине одной из композиций в дверь проскользнули трошины Марина. Постояв немного у входа, они затем устроились на подоконнике. Доиграв блюз, я сделал паузу. Входная дверь опять открылась, на пороге появился Казачина. Он обвел всех присутствующих взглядом и широко улыбнувшись спросил. «Надеюсь, концерт еще не закончился? А то я обижусь». «Ну как ему было отказать?» И я выдал венгерский танец номер 5 Брамса. Правда, в конце отошел от классического стиля, добавив немного народных интонаций. Ваня показал мне большую палец и сел в первом ряду. Вспоминаем гвардии полковник Трошин ВС. Только мы перебрались на ту МТС и обустроились, как вызвал меня Александр Викторович, командир наш тогдашний. Пришел я к нему в штаб, что в конторе стационарной организовали, а он не сразу. «Присаживайся, Вячеслав», и на стул напротив себя рукой показал. «Есть у нас для тебя задание, важное». Я обрадовался, как ребенок, честное слово. «Товарищ майор, он командир был, дай Боже всякому такого командира. Бойцы группы за ним, как за каменной стеной были. И подбодрит, когда надо, но и отругает, если есть за что. Очень за своих переживал, но без тилетчих нежностей. Поэтому всем видом своим я постарался показать, что весь во внимании». «Решили мы, Вячеслав, еще один отряд организовать, с тобой во главе?» Я чуть на стуле не подпрыгнул, но сдержался и спрашиваю. «Как же так? А вы, товарищ майор госбезопасности, что нами командовать не будете больше?» «Буду? Куда я денусь-то?» Отвечает. «Ну и нынешнее положение меня не устраивает. Того и глядив, табор цыганский превратимся и по ярмаркам кочевать начнем. А нам дело делать надо. Ну а если не справлюсь, вас подведу». Отвечаю. «Так вопрос никто и не ставит. Нет, теперь для тебя такого слова не справлюсь. Да и не посылает тебя никто прямо сейчас в бой. Ну сам посуди. Люди приходят и будут приходить, а в группу мы их принять не можем. Сам понимаешь, да и Антон тебе должен был объяснить. Так что будете нашей базой, ну и подмогой». Я приободрился, конечно, после таких слов, а сам спрашиваю. «А кого в отряд мой отдать планируете?» «Этого пока не скажу». «А первых своих?» Я помню, я помню, как он выделил голосом своих. «Бойцов ты себе сейчас сам подберешь. Давай с теми тремя пленными, что мы у амбара освободили, по беседу и реши, что с ними делать. В отряд принять и воспитывать или отпустить на все четыре стороны. «Товарищ майор госбезопасности!» Взмолился я. «Я же не обучен этим премудростям. Может, товарищ капитан?» «Не может!» Как ножом отрезал командир. «У него другие дела имеются, но первую беседу вы с ним вместе проведете. Заодно и поучишься. И потом, ты же не пацан шелтороты, дивизионом командовал. Старший командир в людях разбираться должен, а если нет, то грош тебе как командиру цена, и будем другого кого искать». Хоть и мандражировал я, а делать нечего. «Приказ есть приказ». И доверие товарищей из группы оправдать очень хотелось. Глава шестая. Утро после ночной стахановской вахты было немного томным. Полночи моя бригада выплавляла остатки тротила и выколупывала амматол из-за авиабомб. А бригада командира продолжала возню со всякими железяками. Причем в ход пошла даже ацетиленовая горелка. Как я понял, фермер сделал некоторое количество противоднищевых кумулятивных мин вроде ПТМ-3, используя в качестве кумулятивного желоба стальной уголок. За ночь все упахались по самое не могу. А на утро был запланирован еще и переезд на новое место. Меня Саша разбудил в половине девятого и приказал быть готовым к погрузочно-разгрузочным работам, не позднее, чем через полчаса. «Я Акимыча отправил покататься по окрестностям, так что через час он вернется и тогда уже отправимся», пояснил он, когда мы вышли на улицу и оба направились к умывальнику. «А вы с бродягой же и место выбрали?» «Да, но не для нас», загадочно ответил командир. Заинтригованный, я продолжу свои расспросы, не забывая при этом заниматься личной гигиеной. «Не понял, я то ли с простонья не въезжаю, то ли поров, каких вчера надышался, а общего инструктажа подождать не хочешь?» «Я не хочу». «Нахал ты, Тоха!» Добродушно сказал Саша и вдруг вылил мне на голову ковш холодной воды, который незаметно наполнил и стоявший рядом в бочке. «Ой, тьфу ты, черт!» На некоторое время моя речевая функция была нарушена и командир продолжил. «Ладно, сделаю снисхождение, поскольку ты мокрый и жалкий какой-то». И он рассмеялся. «Да уж, нашел время шутить. Хорошо, что сейчас лето». «Ну, посмеялись и хватит. Передислоцироваться будет базовый отряд, а не группа. А то барахла у нас уже столько, мама не горюй, и народу неподготовленного больше половины». «Так что, помнишь, как в том мультике, а мы уйдем на север?» Я кивнул в ответ. «Так вот, новый отряд будет базироваться в Налибокской пуще, а мы пока пошустрим в округе». «А кто с нами останется?» «Я имею в виду из окруженцев». «Пока Кудряшов, Чернов и Юлин. Заодно и поднатыскаем». «А Слава, в смысле, Трошин». «Он командиром нового отряда будет?» «И пока место они не оборудуют для базы, на работу он ходить не будет». «То есть, ты хочешь сказать, что сейчас мы всем кагалам попремся на 40 километров к северу, а потом часть народа будет возвращаться назад?» «Нет, в лес поедет одна часть, а другая останется в этом районе и будет заниматься делом». «А если в дороге на немцев наполются?» «Часть команды пойдет в сопровождении. Ты, Тоттен, Люк и я. Шура и Док останутся здесь, то есть не на станции, но неподалеку. Так что давай, собираем анатки». В результате диспозицию у нас получилась такая. Ребята, погрузив в Блиц большую часть верчатки и приготовленных сюрпризов, отправились на юг, где и должны были дожидаться в условленном месте нашего возвращения. А мы двинули на север, в сторону Ракова. Первыми должны были ехать Люк на мотоцикле и Тоттен на габриолете, выступавшая в роли нашей разведки. Следом, отстав от них метров на 300, выдвигалась основная группа на ублюдке и том грузовике, что захватили бродяга с люком во время первого радиосеанса. Когда погрузка закончилась, я поинтересовался у командира, как мы собираемся перевозить пленного немецкого майора. Саша поморщился. «Никак, кончился майор». Тут к нам подбежал Юрин и сообщил, что на дороге показалась подвода старосты. Я в очередной раз подъявился точному расчету нашего командира. «Готовность пять минут», громко скомандовал фермер. Бойцы бросились занимать места в машинах. Тот и завел мотор одного из грузовиков, док в голос звал сержанта Несвидова. В общем, обычная предотвездная суета. В одном из углов двора, теперь уже варварски раскроченного Зиса, я заметил понурых Славу и Марину. И когда они теперь снова встретятся, да и пересекутся ли их пути снова вообще, грустно подумал я. «Товарищ капитан, можно вас?» Позвал бродягу командир. «Ну что, с Богом?» Спросил тот, подойдя. «Погоди, ты когда интендантские машины отгонял, все как договаривались сделал?» «Обижаешь, начальник?» Скорчил жалостливую мину бродяга. «И повязочку где надо повесил, и вещдоков по кустам сыпанул, они там с каждым новым слоем себе мозги вывернут, это если в первый слой не поверят». «Это хорошо». «И у меня к тебе одна только просьба осталась, не лезь в каждую бочку затычкой, ладно?» «Да, постараюсь». «Не обнялись», потом бродяга хлопнул меня по плечу и зашагал к своей машине. Как сообщил нам Акимыч, немца в старом селе прибавилось. «На постой встала целая рота, так что мы очень вовремя покидали наше пристанище». Чтобы не дразнить гусей, фермер в последнюю минуту решил изменить маршрут. Саша кликнул Люка и Трошина, и вчетвером мы склонились над картой, которую командир развернул на капоте кабриолета. «Саня, ты с капитаном вот в этом районе ездил, так?» И увидев, что Люк кивнул, фермер продолжил. «Как там? Гансов много?» «Не особо. На дорогах Малакова встречали». «Значит, двинемся вот так». И палец командира медленно заскользил по карте, намечая новый маршрут. Люк и я наносили его на свои карты. «Товарищ майор!» внезапно сказал Трошин. «А не обойти ли нам раков с запада вот здесь, через Выгоничи?» И он показал на карте. «Какие твои резоны?» «А, а чего это Саня с ним советуется?» «Да еще так подробно. До этого ничего такого я не замечал». «Во-первых, вот здесь». И палец Славы снова оперся в карту. «Бывшая погранзона, где населенных пунктов значительно меньше, чем в других местах. А если таковые имеются, то они, как бы это сказать, во, хозяйственно не развиты и немцев пока мало интересуют». «Так?» «Резонно», согласился с этим доводом командир. «Еще». «Во-вторых», уверенно продолжил Слава, «Вот эти дороги». Его палец снова заскользил по карте. «Проходят через лесные массивы, и значит спрятаться нам там будет легче». «А вот это спорно». «Да что у них тут, командно-штабные учения что ли?» «Ничего не понимаю». «А чего же?» «С одной стороны, да, действительно, наша колонна заметнее, чем в непрерывном потоке войск. Но с другой внешняя маскировка у нас на уровне, а вот документов немецких у нас нет, да языка многие просто не знают». Продолжил свое объяснение Слава. «Молодец! Все правильно обрисовал?» Похвалил его Люк. «Так это они его проверяют», дошло до меня. «Экзамен, так сказать, на тактическую зрелость и диверсионное мышление». «Ну, значит, так и сыграем», подвел итог фермер. «Через две минуты по коням, а я пойду последний обход сделаю». И с этими словами он направился к зданию мастерских. За ним пошел и Трошин, что-то горячо объясняя на ходу. Что именно я не расслышал, но судя по жестикуляции и выражению лиц, речь велась скорее всего о судьбе Марины. За время пути ничего экстраординарного не случилось. Так, пару раз встречали одиночные немецкие машины. Через пять с небольшим часов мы наконец добрались до шоссе, подходившего к Ракову с запада. Судя по карте, мы находились сейчас на восточном краю на Лебокской пуще. И, наверное, в силу близости этого огромного лесного массива движение по дороге было вялым. За те полчаса, что мы замаскировав транспорт в зарослях, наблюдали за трассой в бинокле, по ней прошло хорошо стидесяток машин, да и то это были две небольшие колонны. Был еще один момент, на который обратил наше внимание люк. За все время по дороге не проехало ни одной крестьянской подводы и не прошел никто из местных жителей. Более чем странно, особенно учитывая то, что пока мы выдвигались в этот район, местные жители нам попадались весьма часто. Так, Саня и Тоха, возьмите по паре ребят и пробегитесь по окрестностям. В конце концов, запас времени у нас есть. Ты, Антон, работаешь в районе моста, других вариантов перебраться через Ислач у нас практически нет. А ты, Саня, аккуратно работаешь вдоль шоссе и проверяешь вот эти три деревушки. И командир показал районы на карте. С собой я взял Юрина и Кудряшова. Конечно, с большим удовольствием я пошел бы со Славой, но его новый статус не позволял мне сделать это. До моста мы добрались где-то за полчаса. Ого, похоже, у нас проблемы, подумал я. Вооружившись биноклем и разглядывая из кустов мост, несмотря на то, что место было глухое, даже деревушки переправы не было, мост охраняли весьма серьезно. В оптику я насчитал никак не меньше взвода немцев, да еще и пару минометов срисовал. К тому же, сразу за шоссе у моста начинался густой лес и о том, сколько там народу может прятаться, приходилось только догадываться, а подобраться поближе было сложно. Нас и мост разделяла река с ее высокими и обрывистыми берегами. Оброд, которому вела натоптанная тропа, располагался в прямой видимости от немецкого поста. Выйдя на связь, я облистовал фермеру ситуацию. Хреново дело. Так, полежите там еще часок. И это, прикинь, что они сторожат? Туда, оттуда или просто место. Понял? Понял тебя, но придется поближе подобраться. От нас до моста метров триста. Хорошо действует бой. Я достал из кармана карту. Так, Кудряшов, слушай мой приказ. Ты остаешься здесь и наблюдаешь за мостом и дорогой. Вот тебе бумага и карандаш. Будешь фиксировать все. Я голосом выделил это слово. Что увидишь? На бинокль. Если на дороге никого не будет, постарайся зарисовать расположение постов охраны. Задание ясно? Так, точно. И не бойся, мы скоро вернемся. Тут еще один мост в трех километрах западнее есть. Я снова вызвал фермера и сообщил ему о своем решении. Но командир приказал мне оставаться на месте, поскольку, по его мнению, проще было перенаправить к тому мосту группу люка, что и было сделано. Благо, мы все сидели на одной чистоте. Пришлось мне отменить свой приказ и самому заняться рисованием. Минут через двадцать, когда все видимые позиции противника уже были зарисованы и мы уже заскучали, на дороге показалась небольшая колонна. Три мотоцикла и четыре крутых грузовика медленно ползли к мосту со стороны Ракова. Кого это черти несут? Спросил я сам себя и поднес глазам бинокль. Особенно меня интересовало, как гости будут взаимодействовать с охраной. Люк вызывает фермера. Внезапно раздалось наушники. Фермер на связи. Командир, осмотрели три деревни. Одна, та, что к нам поближе, Пережижи называется, забита немцами. Мы туда не лазали, но в оптику все внимательно рассмотрели. Около рота там тусуются. Самая малая два взвода. А вот две другие деревни вообще пустые. Ни одного человека. Мы в эту, как ее, лескувку зашли тишком. Так там даже собак нет и пара домов сожжена. Как понял? Понял тебя хорошо. Как мост увидите, выйди на связь. Хотя чует мое сердце, и он тоже под охраной. Пока шли все эти разговоры, колонна допозла до моста. Мотоциклы остановились перед небольшой будочкой, а из кабины головного грузовика вылез какой-то тип фуражки. Я поднес глазам бинокль. Что за черт? На мужике был камуфляж. Быстро поменяв увеличение на восьмикратное, я стал пристально вглядываться в происходящее. Вот он подходит к посту и в ответ на козыряние часового вскидывает руку в нацистском салюте. Потом протягивает караульным какие-то бумаги. Тот быстро просматривает их и вытягивается по стойке смирно. А камуфляжный с важным видом уходит к машине. Минута, и колонна въезжает на мост. Что интересно, два мотоцикла так и остались около него. Возможно, они просто сопровождали грузовики до места. Итак, что мы имеем? Комок, если мне не сменяет память, у немцев в начале войны носили только эсэсовцы. Они же, кстати, почти никогда не использовали традиционное воинское приветствие, заменяя его партийным. То есть, только что в охраняемую зону проехало, если судить по размеру грузовиков, не меньше двух взводов эсэсманов. Херовенько, особенно если вспомнить сообщение Люка о пустых деревнях. А не рано, вроде партизан в округе еще нет, если только нас не учитывать. Я нажал тангенту. Фермер, ответь арту. Канале? Командир, здесь эсэсовцы проехали на четырех грузовиках. Машина тентованная. Точно людей сосчитать не удалось, но никак не меньше полусотни. Как определил? Грузовики трехосные, скорее всего, пятитонкие. Прикинь, сколько в кадр солдат влезет. Так, ждем доклада от Сани. Понял, отбой. Пока мы лежали, глядя на декую пустую дорогу, я вспомнил забавную историю, приключившуюся с неделю назад. Это случилось еще до того, как мы нашли бомбардировщик. Как-то утром, когда я хромал по направлению к ручью, меня окликнул Тотан. Тох, постой, дело есть, на миллион рублей. Ну? Алик захромал рядом. Бритва, одолжи, а то скоро на Маджахеда буду похож. Я в зеркало сегодня глянул, чуть от страха не обоссался. И действительно, лицо нашего жгучего брюнета украшала неопрятная клочковатая оборотка. А ты что, с собой не взял? Да я никогда не беру. У меня до пяти дней щетина нормально выглядит, а борода у меня плохо растет. Я вижу. Ну, а мы же всего на три дня ехали. Тоже знал, что он так выйдет. Я задумался. Понимаешь, у меня только один станок остался. Я считаю, с батарейной поляны немецкой опасной бреюсь, а станок берегу на всякий случай. Ну, там, если быстро побриться надо будет. Опасной? А откуда умеешь? Отец научил в свое время. Да и ножом я тоже бриться умею, сам знаешь. Точно. Я даже потом дом попробовал тем шведским ножом, что у тебя тогда купил. Мурой? Ага, только она вроде Мора, сказал Тоттен с некоторым сомнением. Это написано так, а читается, как У. А, но бритва складная, как ее держать? Я вытащил из набедренного кармана бритвенный прибор, взятый среди трофеев еще на мосту боблей и достал из него за лентгеновскую паску. Вот так держи, сказал я, открыв бритву. Ага, понятно. А попробовать сейчас можно? Будет? Конечно, пока я умываться буду, брейся себе на здоровье. Мести моста нет, оторвал меня от воспоминаний голос Люка, раздавшийся в наушнике. Люк, не понял тебя. Повторяю, мы на месте, в ста метрах от точки, моста нет, разрушен, подходы заминированы. Ни хрена себе, куда же это мы вляпались? Похоже, что немцы заблокировали этот район. Промин из чего решил? С этой стороны плакаты стоят, а подходы к мосту и броду все в ямках. Я метров с 50 разглядывал в оптику, усики лягушек засек. Фермер срочно выматерился, я его понимал. Мы сами загнали себя в ловушку. Так, Саня, оставь бойцов наблюдать, а сам сюда вали. Ты тоха тоже. Через 40 минут жду обоих у машин. Проинструктировав бойцов, я взял ноги в руки и был у машин уже через четверть часа. А вот Саню пришлось ждать не 40 минут, а все 90. Глядя на серое какое-то осунувшееся лицо товарища, мы слушали его рассказ. Я перед уходом решил эту деревеньку проверить. Пустая она, так я получше хотел разобраться. В общем, все они там, все. И как ближе подошел, так запах учуял. Только не сразу понял, откуда он мне знаком. Два дома и сарай большой. Все вокруг утоптано. Барахло какое-то валяется. Я... Люк мотнул головой, словно отгонял докучливую муху. Я человек 60 там, из них детей 20. Я не считал, не смог. Я запаха не выдержал. И он шмыгнул носом. От внезапного понимания того, о чем рассказывал Саша, по моей спине будто жидкий зод потек. Холодная волна пришла вдоль позвоночника, голова стала легкой, а грудь сдавил метрический обруч. Лицо и плечи свело судорогой. Нет, как так? Что? Какие каратели? Партизан же еще нет. Словно рой безумных пчел вился у меня в голове. Да, я видел фильмы про войну и читал книги, но все это было где-то там, далеко. Осознание же от того, что вот здесь, рядом, в какой-то паре километров от меня, лежат обугленные тела десятков людей, убитых просто так, от того, что лень было возиться с переселением, заставляло кулаки сжиматься до хруста в суставах. Саша, отпусти, я их ночью. Нет, перебил меня командир. Нам язык нужен, я сам пойду. Сколько говоришь у моста? Около трех десятков насчитали. И ССФЦФ около роты, задумчиво произнес Саша. Потом подумал несколько секунд и продолжил. Вы двое и Ваня сейчас собираетесь, пойдем мины снимать. На этом пятачке нас выщемить, как два пальца об асфальт, а ночью я с молодыми погулять схожу. Лицо его было бесстрастно. Но я с командиром уже восемь лет. Поэтому и заметил, что несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри у него кипят те же ярость и ненависть, что переполняли сейчас меня. Товарищ майор, можно я с вами пойду? Подал голос Трушин. Нет, нельзя. Останешься за старшего. Шампала приготовьте. Командир, надо Алика с собой взять. Вдруг поймаем кого? Сказал Люк. Там на месте и расспросим. На все сборы мы потратили минут десять, не больше. Про уничтоженную деревню решили пока никому не говорить, чтобы не нагнетать обстановку. До оставленных в дозоре бойцов мы дошли сравнительно быстро, благо идти было недалеко. Я посмотрел на часы. Восемнадцать тридцать три. Это значит, что у нас есть почти три часа до того момента, когда стемнее так, что работать с минами будет невозможно. Тоха, ты со мной, а Ваня с Шурой? Распорядился командир. Тотан, ты с бойцами в дозоре? Мы все, кроме окруженцев и фермера, были одеты в немецкую форму, так что маскировка была обеспечена. Какие здесь мины? Спросил командир у Люка. Тридцать пятой лягушки. Блин, только на картинках видел. Кто-нибудь с ними сталкивался? Я на копе инструкции по разминированию читал, но не разъезжал ни разу. Мы их сразу подрывали. Ответил Люк. Мне бы на взрыватель посмотреть, сказал Казачина. А там разберусь. Люк почесал затылок, пытаясь вспомнить. Потом его лицо посветлело. Так если три усика торчат, это нажимной Z-35. А если струна в стороны, это Z-Z-35. Бечевка на обрыв или на вычижку? Спросил фермер. На вычижку? Могла и терка на ранних стоять. Потом стали аналог нашего мува ставить. Терка это хорошо. Водичкой полить можно. Да и бечевку перерезать проще, чем струну. Обрадовался Казачина. Замедление на вышибной секунды четыре. Добавил Люк. Ну поползли. Скомандовал фермер. Несколько раз нам во время наших игр приходилось проводить разминирование. То есть все было по-серьезному. Минное поле, которое надо было пройти для зачета. Невидимые невесомо ниточки натяжных взрывателей. Хитроумно установленные под дерном замыкатели. Холодный пот, сбегающий вдоль позвоночника. Только здесь, в случае ошибки, в нас полетят не пластмассовые шарики, выброшенные петардой, остальные шайбы, и заряд их метнет растом более мощный. Все разы, что нам попадались мины, я был вторым номером у командира. Инструмент подать, флажком мину пометить, вытащить раненого, если сценарием это предусмотрено. Подрывались мы два раза. И несмотря на игрушечность процесса, ничего хорошего об этих случаях я вспомнить не могу. Первое движение шомполом параллельно земле, затем вверх. Бечевки нет. Теперь Саша аккуратно втыкает щуп в землю под острым углом. Еще раз, еще и еще. Звяканье. Есть мина. Он аккуратно раздвигает траву, из которой торчат трыльные усики нажимного взрывателя, и ложится рядом с миной. Моя задача теперь, в случае срабатывания вышипного заряда мины, упасть сверху на Сашу, закрывая его своим телом. В качестве близочной страховки мне на спине висит рюкзак, сложенным в него небольшим металлическим листом. Еще обнадеживает тот факт, что готовые осколки должны разлетаться параллельно земле. Правда, все понимают, что в случае подрыва мгновенно всполошатся немецкие посты на обоих берегах реки, и тогда нас будут искать. Булавку! Я вкладываю в его ладонь обычную английскую булавку. Саша аккуратно вставляет его взрыватель. Внимательно осмотрев мину еще раз, Саша, после секундной задержки, начинает по миллиметру выкручивать взрыватель. Я обратился вслух. Ведь чем раньше я услышу хлопок сработавшего детонатора, тем больше у меня будет времени, чтобы среагировать. Пять секунд, семь, двенадцать. Непонятно, зачем я считаю при себе. Есть взрыватель руки у фермера, он передает его мне. Я заворачиваю в лоску ткани и прячу в висящую на боку коробку от немецкого противогаза. Саша продвигается вперед на метр. Я же аккуратно ножом выкапываю мину. Ползем дальше. Следующая мина была тоже с ноженым взрывателем. Затем была хитрой стройником. Командир вначале перекусил кусачками две растяжки, а затем вывернул переходник из мины. За два часа наша пара сняла семь мин. Начальнику спецкоманды 772 Гауптштурмфюреру Вернеру Срочно, секретно 30 июля сего года возглавляемая мной группа была вызвана на место происшествия в поселке Новый Двор. При попытке введения в эксплуатацию станции технического обслуживания автотранспорта произошел взрыв мин, заложенных противником при отступлении. В результате было убито 17 и ранено 12 человек личного состава 172-й отдельной ремонтной роты. Как установил эксперт взрывотехник Крипо Коль, противникам была подготовлена группа фугасов, приводившаяся в действие механизма, срабатывавшим при попытке использовать оборудование станции. Причем срабатывали мины не только внутри помещения станции, но и во дворе. Поражающее действие фугасов было усилено за счет использования большого количества металлических фрагментов, помещенных в контейнеры, присоединенные к зарядам взрывчатки. При взрыве также произошло возгорание легковоспламенимых жидкостей, хранившихся в помещении станции. Криминаль-ассистантом Кольем также обнаружены остатки невзорвавшегося тринитротолуола на полу и стенах ремонтного помещения. Часть фугасов была снаряжена артиллерийским порохом. К сожалению, из-за гибели большинства свидетелей не представляется возможным установить, что именно послужило причиной инициации взрывной сети. Как уже упоминалось выше, часть фугасов направленного осколочного действия четыре штуки было установлено во дворе таким образом, что при подрыве их зоны поражения перекрывались. Два фугаса были изготовлены из гильз артиллерийских снарядов калибра 7,6 см, имеющих наибольшее распространение у противника и снаряжены свинцовыми пулями. Два других были изготовлены из дерева и снаряжены металлическими обломками, гравием и гайками. Время минирования установить не удалось, но очевидно, оно было проведено еще до отступления советов. Как показал опрос военнослужащих 86-й учебной роты расквартированной в селе Старое Село в 6 километрах к северо-западу от места происшествия, в течение нескольких дней на станции базировалось какое-то небольшое подразделение сухопутных войск с большим количеством автотранспорта. Вероятно, транспортная артоколонна или часть снабжения. Пользуя этой версией, говорит тот факт, что по сообщению бургомистра одной из деревень в данной местности проводили заготовки продуктов подразделением 174-го взвода снабжения под командованием интендант Туррата Зуэра. Запрос на установление принадлежности подразделения направлен в местную комендатуру и в штаб 2-й армии. Возможно, при обнаружении военнослужащих этого подразделения у следователей появится возможность определить, каким оборудованием станции они пользовались и, соответственно, простить картину происшествия. Расследование осложняется тем, что 28 июля в данной местности был сильный дождь, отчего многие следы утрачены. 30.07.1941 года Унтерштурмфюрер СС Липпих Начальнику 9-й группы тайной полевой полиции Гауптману Бройеру Рапорт Сообщаю вам, что сегодня 1 августа 1941 года в 13.15 моторизованным патрулем под моим началом на дороге в лесном массиве около деревни Мятежи обнаружены две грузовые автомашины «Опель Блиц», приписанные к 174-му взводу снабжения. В кабинах и кузове обнаружены тела шести военнослужащих данного подразделения. Имина и принадлежность установлены по личным жетонам. Тела сильно обгорели, и, судя по косвенным признакам, военнослужащие были убиты как минимум за неделю до обнаружения. Вследствие этого опознание тел будет сопряжено с большими трудностями. При осмотре место события выяснилось, что транспортные средства подверглись обстрелу из ручного оружия, а затем были подорваны ручными гранатами. Гильзы, обнаруженные на месте преступления, принадлежат образцам ручного оружия, состоящим на вооружении Красной Армии. При первичном осмотре места происшествия удалось установить, что нападавших было как минимум пятеро. При осмотре установлено, что для подрыва автомашин были использованы штатные гранаты германских вооруженных сил образца 24-го года. В 100 метрах от места нападения старшим стрелком Мюценбергером была обнаружена нарукавная повязка сотрудника вспомогательной местной полиции, висевшая на ветке дерева. Место расположения и состояние повязки позволяют предположить, что она зацепилась за сухую ветку при быстром перемещении. В кузове обоих грузовиков обнаружены обгоревшие остатки зерен пшеницы. Начальник мотопатруля полевой жандармерии Фельдфебель Хартман. 1.08.1941 года. Глава 7 Москва Улица Дзержинского 21 июля 1941 года. Павел Анатольевич, разрешите? Да, конечно, Борис Михайлович. Судя по вашему лицу, появилась какая-то информация по странникам? Да, состоялся еще один радиосеанс и к тому же пришли ответы от Клеста и Сотника. Начнем с сеанса. И судоплатов показал капитану на стол рядом с собой. Маклярский сел и положил на стол папку. Сеанс прошел штатно. Странники ответили на вызов, приняли радиограмму и подтвердили прием. Но, Павел Анатольевич, есть проблема. Какая? Шифр им давали резервный, достаточно простой, в расчете на радиоигру. Есть большая вероятность, что немцы его расколют. Мне кажется, что это пока не проблема, Борис Михайлович. Мы все равно пока не определились с этой группой. Что там с подтверждениями? КЛЕСТ подтверждает, что на магистральных дорогах севернее и северо-восточной Минска период с 10 по 15 июля произошло несколько диверсий. В результате возникла огромная пробка. Противник попытался перебросить войска паракадным дорогам, но и они сейчас запружены войсками. В окрестностях города усилены меры безопасности. В частности, капитан достал из папки лист бумаги и прочитал. В радиусе 50 километров удвоены все посты на дорожных сооружениях. Сокращены интервалы между патрулями на дорогах. По сведениям от агентуры, часть войсковых подразделений привлечена к охране коммуникации. Так, из подслушанного агентом разговора двух немецких солдат стало известно, что из 114-го и 118-го пехотных полков, следовавших через Минск в направлении Борисов-Орша, изъято по одной пехотной роте, привлеченных к охране объектов в городе. Интересная информация! То есть получается, что группа в 15 человек не только замедлила передислокацию нескольких дивизий на несколько дней, но и несколько ослабила пребывающие на фронт части. Так? Надо будет наркому привести как пример эффективной работы. Сколько там в немецком полку этих рот? И если стрелковых, то 12? Ответил капитан. Продолжайте, Брис Михайлович. Теперь перейдем к сотнику. Это наш маршрутник. Он сегодня подтвердил информацию об усилении охранных объектов тыла в район Минска. Летчики? Пока без результата. В лесу уже стемнело, когда мы, тяжело нагруженные снятыми минами, вернулись на стоянку. Наскоро перекусив сухомятку, так как огонь разводить фермер перед уходом запретил, а осторожно не с видов, даже газовую горелку зажечь не решился, мы собрались на совещание. В этот раз состав участников был расширен. Кроме постоянных участников, членов команды присутствовали Трошин с Дымовым. Значит так, мужики, начал командир. Чувствую, в этих краях какая-то чехода нехорошая вертится, и эсэсовцы злобствуют не по погоде. Я сразу не понял, но потом до меня дошло, что Саша имеет в виду. Партизан еще вроде нет, а деревню уже вырезают. Поэтому я потянул вверх руку, собираясь выступить. Саша кивнул. Так, приказ о комиссарах уже войска дойти должен был, да и директива Гиммлера о неполноценных расах. А приказ о применении военной подсудности в районе Барбаросса вообще в мае вышел. Ты давай остальным поясни. Перевел на мне стрелки Саша. А то некоторые товарищи я вижу ни сном, ни духом. Если коротко, то приказ о комиссарах обязует всех немецких военнослужащих рассматривать политработников и представителей НКВД как военных преступников и уничтожать, если они попадают в плен. Директивы Гиммлера вообще нечто. Я даже кусок наизусть заучил. Если население с национальной точки зрения враждебно, а в расовом и человеческом настроении неполноценно или даже, как это бывает, в местах среди болот состоит из осевших там преступников, которое, возможно, это слово я выделил голосом, поддерживает партизан, то все они подлежат расстрелу. Трошин даже присниснул тихонько, а Узельца от возмущения рот раскрылся. Ну а третий приказ начальника ОКВ Кейтеля говорит о том, что враждебные действия гражданских лиц против фермахта не подлежат рассмотрению никаким судом о наказании и одно расстрел. Вот и крестьяне эти. Я кинул в сторону леса. Убираться из деревни не хотели, мешали операции по отлову окруженцев, то есть совершали действия враждебные. У меня внезапно сдавило горло, потому что, пока я объяснял, все это ребятам меня самого проняло. Вот так, товарищи, закончил за меня фермер. То есть, с кем имеем дело, вам понятно? Да они же не люди, воскликнул Зельц. Люди, люди, ты же документы трофейные видел. Все как у людей, фотокарточки, письма. Одернул его Трошин. А вот убивать я, мы их будем, как собак бешеных. Чтобы убивать и самим не пропасть, надо с умом подходить, а не кипеть яростью благородной. Но никто из местных каламбура фермера не понял. Командир, а ты обратил внимание, как мина они поставили? Вступил разговор Люк. Ну, от деревни к реке и что? То, что они от той стороны оборону держать собрались, а мы на этой. Молодец! Тогда от второго блокпоста к деревне связь телефона должна идти. И те, кто внутри периметра, через этот мост ни за что не поедут. На лету схватил идею фермер. Товарищ майор! Учитывая присутствие чужих, кто-то набратился к командиру официально. Вы что, хотите бесшумно взвод немцев положить? В голосе Алик сквозил некоторые сомнения. Зачем бесшумно? Класть будем шумно и весело, но с умом. Сейчас прерыв на полчаса. Нет, на час. Потом снова думать будем. Антон, подойди. Когда все, кроме меня, люка разошлись, Саша подошел ко мне вплотную и пристально посмотрев на меня, спросил. Ты приказы эти на самом деле помнишь или из головы выдумал для моральной стимуляции? Все правда. Сам все время обалдел, когда читал, вот и запомнил почти дословно. Ага, ты как, сильно замотан? Ну, отдохнуть бы не мешало, а что? Ну, что ты как еврей вопросом на вопрос, а? Так что нужно? В разведку вас рано с утра пошлю. Двумя группами. Старшими пойдете вы. И он поочередно посмотрел глазам Нелюко. Ты, Антон, вместе с Зельцем будете работать в гражданке, а Саня с остальными будут вас страховать из леса. А Зельц нам зачем? А он у нас единственный представитель власти с документами, это подтверждающими. Теперь смотрите сюда. И фермер развернул карту. Вот видите, деревни практически сплошняком идут вдоль реки. Если бы я был на месте этих, и лицо перекосило безгревая гримаса, то вначале я бы обеспечил внешний периметр, а уж потом начал зачищать зону безопасности. Глубоко в лес они соваться не будут, силы не те, а внешний периметр они делать уже начали. Так ты все-таки решил в лес прорываться? Спросил Люк. Именно так. С нашим обозом на главную цель выходить чистейшей воды идиотизм. Отрезал командир. Ну, а кошмарить гадов нам можно? Задал еще один вопрос наш изведчик. Это можно, но так, чтобы ни одна падла вас не засекла. Типа шел, солдат, упал, друзья перевернули, а в голове дырка? Уточнил Люк. Ага, все, теперь вам спать, подъем в полпятого. Глава 8 6 часов в сутки это максимум, которым мне удавалось поспать за последнюю неделю. Добавим сюда постоянно физические нагрузки, нервотрепку и ранения. Так что ничего удивительного, что вчера вечером мне пришлось снова укоротить брючный ремень. Если перед поездкой я весил ровно 80 кило, то сейчас хорошо я с 70. Впору было значок нацепить. Хочешь похудеть, спроси меня, как. Но несмотря на все тяготы и лишения, настроение у меня было приподнятым. Очень уж хотелось перестать прятаться и подложить эсэсманам вот такенную свинью. К реке мы вышли метрах восьмистах выше разрушенного моста по течению. Более небольшой лесок на той стороне скрывал густой утренний туман. Пройдя под берегом, мы вышли к мосту. Тут выяснилось, что очень кстати для нас немцы мост на самом деле не разрушили, а понадеявшись на мины, только своротили на стил. Так что на ту сторону нам удалось перебраться даже не намокнув. Первым на противоположный берег перешел я и спрятавшись под кустом внимательно слушался. Туман был плотный, так что на оптику надежды было мало. Ничего, только тихо плескалось, обтекая своя моста река. Я три раза нажал на тангенту. Спустя пять минут, показавшихся мне вечностью, сзади послышались осторожные шаги и затем глухой удар подошва землю. Первый прошел, подумал я, проводив взглядом силуэт, метнувшийся к кустам на другой стороне дороги. На разведку мы вышли в Питеру. Люк, Зельц, Кудряшов, Чернов и ваш покорный слуга Люк перешел реку последним. Согласно плану, разработанному фермерам, нам необходимо было пройти почти 15 километров на северо-запад крупной деревне Доры. По мнению командира, немцы должны были организовать там временную базу, так что нам следовало поторопиться. Было уже четверть одиннадцатого, когда мы остановились на опушке небольшого лесочка километрах в трех от нужной деревни. Люк, как старшие группы, направил бойцов понаблюдать за Дорами и Дорогой, связывавшей село с соседним Слободой. «Ну что, давайте переодевайтесь!» скомандовал он. Я достал из рюкзака небольшой сверток с гражданской одеждой, которая на основном делала Кимыч. Пара минут, и я стал выглядеть, как заправский полицай. Потребанный серый пиджак, мешковатые шерстяные штаны, кепка, на ногах поношенная, но крепкие яловые сапоги. Дымов провозился чуть дольше, но теперь и он щеголял в похожем наряде. «Сань, мне кажется, что лучше начать в соседней деревне, а вы пока понаблюдаете за этими». «Ты есть мановцы, имеешь в виду?» спросил Люк, разглядывая карту. «Да, вот эту за лесом. Шансов нарваться на СС меньше, а обстановку в округе выясним». «Согласен, рацию возьмешь». «Да, но в деревню без нее пойду, спрячу где-нибудь за околицей». «Стволы?» «Вальтер, он маленький». «Ну...» он тяжело вдохнул. «Присядем на дорожку». «Да мы и так вроде на земле сидим». «Это присловие такое». Несколько мгновений мы посидели молча, затем Люк встал. Вслед за ним поднялись и мы с Алексеем. Как всегда, провожая ребят на задание, Александр нервничал сильнее, чем если бы ему самому предстояло ползать по тылам врага. Два десятка лет войн, пусть и маленьких, но настоящих. Это тот опыт, который не заменишь никакими знаниями. И если за Люка фермер был спокоен, то из-за Антона, а тем более заставшего за последние пару недель своим Дымова, сердца нет-нет, да и прихватывало. «Тьфу ты! Так седым до полтинника стану!» Подумал Александр. «Надо чем-нибудь себя занять таким эдаким». Общий подъем объявили всем через два часа после ухода разведчиков. Почти все это время Александр провозился с немецкими минами, пытаясь разобраться в их устройстве. Накрывшись тентом, чтобы не выдать себя бликом фонаря, фермер включил светодиодную лампу, достал инструменты и приступил к работе. В очередной раз, столкнувшись с плодами сумрачного тевтонского гения, он поделился тому, как можно простые вещи сделать сложно. «Да, два взрывателя, лучше, чем один, но три-то куда?» Думал он, разглядывая тройник, вывернутый из немецкой мины, да к тому же нажимной. А вот чекан на вытяжном получше, чем у Мува, универсальнее. Он аккуратно взял в руки мину. «Так, эта гайка прижимает крышку, а вот эти три винта ее и фиксируют. Минута, и крышка снята». После непродолжительной возни Саша вытащил из внутренних каналов детонаторы. «Три детонатора на обычную противопехотку?» Неудивительно, что они войну проиграли. «На одну мину три взрывателя и три детонатора. Ну, я думаю, что и с одним детонатором работать будет как надо». И он положил два лишних детонатора в небольшую коробку, выложенную изнутри тряпкой. До момента, когда все встали, Александр обработал подобным образом пять мин. К деревням и Зельцам подходили осторожно. Прокравшись через заросли кустарника, густо росшая вдоль берега небольшой речки, что протекала почти у околица к небольшому леску, что виднялся с северной стороны. В одном месте берег был густо истоптан копытами и повсюду валялись корови лепешки, но ни одной свежей я не заметил. Минут двадцать мы рассматривали в бинокль внешне безжизненную большую домов пятьдесят деревню. Наконец, я решился. «Люк, арт в канале, что у тебя?» Спросил я в рацию. «Я ничего странного не вижу». С того момента, как мы пошли к деревне, Саша внимательнейшим образом наблюдал за крестностями в оптический прицел своей винтовки. «Тогда мы пошли». Я разгреб песток под приметной корягой и, завернув в полиэтиленовый пакет в рацию, зажигалку из будущего и гелевую авторучку, сунул сверток в получившуюся нишу. «Ты что-нибудь оставлять будешь?» Спросил я, покосившись в сторону дымова. Он отрицательно мотнул головой. «Тогда пошли». И я присыпал тайник песком. Деревня встретила нас странной, какой-то неживой тишиной. «Нет, звуки, конечно, присутствовали». Скрипел, поворачиваясь по ветру на крыше одного из домов ставни, раскачиваемый порывом ветра. Но не раздавалось людских голосов, не мельчали и коровы и не лаяли собаки. То есть не было всех тех звуков, что составляют постоянный шумовой фон, к которому за две прошедшие недели я успел привыкнуть. Ощущение какой-то неправильности не покидало меня, и одновременно с этим в глубине души поселился страх. Больше всего в этот момент я страшился от того, что найду что-нибудь похожее на то, что вчера обнаружил в такой же пустой деревне люк. Зельц столкнул калитку и вошел во двор одного из домов, третьего или четвертого с края. Никого. Оглядев двор, он направился к крыльцу. Пришлось последовать за ним. Чтобы придать себе уверенности, я вытащил Вальтер, который спрятал сзади за поясом. Через пару минут в дверь выглянул Дымов. Никого. Судя по всему, уходили в спешке, даже продукты кое-какие остались. Сам не знаю, почему я спросил. А дети в семье были? Нет. А при чем здесь это? Я наконец сформулировал ответ и больше для себя, нежели отвечая, Алексею сказал. Люди обычно первым делом о детях заботятся. По вещам можно понять, что случилось. Леша, понимающий, кивнул, и мы направились к следующему дому. Пока Дымов осматривал жилище внутри, я решил немного осмотреться на подворье. Ближайшая небольшая постройка, оказавшаяся куретником, была пуста. Я уж было направился к большому сараю, стоявшему в глубине двора. Но, сделав несколько шагов, осознал какую-то неправильность в окружающей обстановке. В траве вдоль забора изменился телефонный провод. Я проследил за ним взглядом и заметил, что он исчезает на чердаке соседнего с этим дома. Нет, проложили его аккуратно, с первого взгляда не заметишь. Но, очевидно, ветер сдул его с крыши, да и я специально всматривался, так что заметил раскачивающийся на весу отрезок. Приплыли, было первой мыслью. На несколько мгновений я впал в ступор, так как первым позывом было метнуться куда-нибудь в укрытие, вторым выручая Дымова, а третьим было осознание того, что уйти просто так нам не дадут. Но первый порыв прошел, и я начал думать более позитивно. Благо, кое-какие домашние заготовки у нас были. Ленивой, даже можно сказать, нарочито ленивой походкой я направился к дому. Медленно поднялся на крыльцо и зашел внутрь. О, Антон, смотри, здесь тоже детей не было. Начал Зельц. Тихо, не шебуршись. Прервал я его. В деревне немцы я наблюдательный пункт с телефоном засек. Думаю, минут через 10-15 нас брать будут. Леша остолбенел на мгновение, затем рванулся к выходу. Я еле успел поймать его за локоть. Поздняк метаться, к лесу нам просто так уйти не дадут. Я думаю, там засада. Отрывисто бросил я ему. Спрячь свое удостоверение где-нибудь здесь в доме. Я, нагнувшись, вытащил за голенищий сапога сверток заготовленной липой. Так получилось, что аусвайсы полицаев, убитых нами в той деревне, где мы забрали Лидию, были без фотографий. И бродяга во время пребывания на МТС немного поработал над ними. Так что сейчас у меня был документ на имя Захара Стополова 1908 года рождения, сотрудника местной вспомогательной полиции. Был сей документ выдан комендатурой Логойска две недели назад. Дымов же стал Александром Пройтой 18-го года рождения и тоже сотрудником вспомогательной полиции. «Так, Леша, повязку пока не доставай, и...» Я на секунду задумался, поглядывая комнату. «Как документы спрячешь, ходите со стены сними». И я показал на настенные часы с боем. «Э-э-э...» Дымов на некоторое время потерял дар речи. «Ну, должно же быть какое-то оправдание, почему мы оказались так далеко от родных мест, так хоть сразу расход не пустят, а там выкрутимся. Ну, чего застыл?» Подикрикнул я на него. «Есть!» Алексей, похоже, пришел в себя. «И говор свой интеллигентный, извреди как-нибудь, я тебя прошу!» Добавил я. Когда мы вышли из дома, нагруженные двумя мешками с небогатым скорбом, нас уже поджидали. Стоило мне сделать несколько шагов, как из-за забора раздалась команда. «Хайт! Харбехох!» Я послушно выронил мешок и потянул руки вверх. Скосив глаза, я увидел двух солдат, держащих нас на прицеле. «Никтшисен!» Как можно жалостливее, попросил я. «Ви азинт фон хив полицай!» Добавил я, безбожно коверка, немецкие слова. Вдалеке послышался шум мотора, а вот и начальство гадское приехало. Подумал я, и покосился на дымово. «Капнифст, Андреен!» Раздался за забора, и мне пришлось замереть. Наконец, в клубах пыли показалась открытая легковая машина военного образца, а за ней грузовик. Все тот же вездесущий блиц. Недоджип остановился, и с переднего места выбрался немец. «Ого! Вот это горилла!» В этом ССовце было по два метра росту и сильно больше цитнировесу. Вылезший вслед за ними офицер казался подростком, хотя на все сто соответствовал арийскому стандарту. Атлетичный блондин выше меня сантиметров на 5-7. Оба были одеты камуфлированными мелкими пятнышками парки. В открытом вороке офицера я увидел петлицу с тремя кубиками. «Унтерштурмфюрер, армейский лейтенант», вспомнил я. Однако первыми в ворота вошли два выбравшихся из грузовика автоматчика и немедленно взяли нас с цельцем на прицел. Причем встали ребятишки весьма грамотно, так чтобы фрицы за забором не попали на директрису. «Вязать я!» лениво спросил за заборных старший ассоциалец, остановившись в метрах трех от нас. «Документы у вас есть? Кто вы? Шпионы? Комиссары?» Голос переводчика был резким и неприятным. «Да, то есть нет, господин начальник?» Я постарался сократить смятение. «Тут очки, они в кармане?» Я пальцем показал на нагрудный карман пиджека. Ассоциалец выслушал перевод, брезгливо скривился и скомандовал. «Бруно, прюфисти май дождь!» Из-за его спины вышел еще один ассоциалец с одним кубиком и полоской в петлице, одетый в обычную серую форму и приблизился к нам с Дымовым. Первым делом он вытащил из моего кармана Аус Вайс и, сделав несколько шагов, отдал его офицеру. Затем он повторил ту же операцию за лицем. Я думал, что после предъявления документов немцы расслабятся, но автоматчики продолжали держать на слабой цели. Да и за заборное тоже. А с учетом того, что из грузовика вылезло никак не меньше десятка вражеских солдат, рыпаться было пока рановато. «Унтерштурмфюрер» развернул наши бумаги и стал придирчиво их рассматривать. Затем что-то негромко спросил у переводчика. «Как вы оказались в этом районе?» Перевел он вопрос. «Так это...» Я изобразил смущение. «Тут нам, сказало, деревенек пустых много, но мы решили вещи чьи каких-нибудь собрать». И я кивнул на наши мешки. Переводчик разразился длинной фразой по-немецки. Я же прислушивался, стараясь уловить знакомые слова. «Так, мародерс, это и без перевода понятно». По знаку офицера, тот же самый немец, что забрал наши документы, подошел к моему мешку и, распустив завязки, стал копаться в нем. «Ну-ну, исследуй, много ты там найдешь», подумал я, но виду не подал, продолжая стоять с дебильной грустным выражением на лице. Главный асессман снова что-то негромко сказал переводчику. «Что вы делаете так далеко от ваш город?» «Так мы это...» «Нас пожар...» «Да, приказ был пожар тушить». Удачно вспомнил я про взорванный командиром склад горючего. «А потом нас это...» «Ну, тех, которые в лесу прячутся, послали ловить». «Ну, мы с Александром и надумали в деревню какую заглянуть, еды там или вещичек посмотреть». После того, как асессовец выслушал перевод, он повернулся к громиле и что-то быстро ему сказал. «Пара слов мне сильно не понравились. Если мой слух меня не подвел, дезатюра — это дезертир, а раунце диа было похоже одновременно и на робер, и на мордор». Здоровенный немец осмотрел мне с ног до головы и что-то быстро ответил офицеру. Из всей фразы я разобрал только «Разиат» и «Вольген и Атеншвайнен». «Да и то», понял я их потому, что первое слово я запомнил, когда я учил тот и набриться опаской, а прилагательный, откормленный, попалась мне в свое время в какой-то немецкой песне и по непонятной причине так и засела в памяти. Дело начинало попахивать керосином. Поэтому, собрав все свои языковые навыки в кулак, я сказал «Хер Унштейнгфюрер, Ищ хабе айн виштеген информасион». Причем, скорее всего, благодаря группе Рамштейн, вместо классического немецкого «их» я произнес южно-германское «иш». Оба офицера удивленно посмотрели на меня, а переводчик от неожиданности даже рот приоткрыл. «Наверное, с хорошим произношением», сказал. Совершенно не к месту подумал, я и продолжил. «Информацион из Гахайм энд Дринген». Громилые командир переглянулись, а затем унтер-штурмфюрер спросил. «Ве зиндзи?» «Кто вы?» машинально перевел толмач. «Дизи информацион из Ницфуале». Горилла, подобный немец поросекун сверлил меня крайне неприятным взглядом. Затем, покосившись на унтера, что так и стоял с моим мешком в руках, скомандовал. «Дой зух ты!» Я послушно поднял руки еще выше. Немец тщательно обхлопал меня, а затем достал из одного бокового кармана пиджака скомканную повязку полицея, а из другого пачку понтовых офицерских сигарет «Мемфис» и коробок немецких спичек. Показал находки главному. Тот махнул рукой «брось сюда», мол. Шарфюрер завернул к уительной принадлежности повязку и кинул своему командиру. Поймав сверток, унтерштурмфюрер внимательно осмотрел и повязку, и ее содержимое. Затем достал из пачки одну сигарету, понюхал ее, после чего передал мои вещи горилле. Шарфюрер тем временем обыскал Дымова. Правда, у того сигарет в карманах не было, а была тоненькая пачка советских денег, перечинный ножик и маленькая иконка, которую по моей просьбе Леха сунул в карман еще в доме, сняв с полочки в красном углу. Дымовское барахло унтер не бросил, а просто отнес начальству. ССовский лейтенант что-то негромко сказал ему, после чего Шарфюрер махнул рукой солдатам, стоявшим позади офицеров. Польцен хумров, дой жуж дай с хаос. Два солдата сорвались с места и пробежавшись с Цой несколько метров скрылись в доме. Те пять минут, что они там возились, во дворе стояла тишина. Я напряженно прикидывал возможные варианты. Так, вариант самый плохой, мы этим фрицам по барабану, так что они сейчас нас просто прислали к стенке и все. Тогда единственное, что остается постараться подороже продать свою жизнь. Вариант второй, мы их заинтересовали, но не сильно. Тогда они просто погрузят нас в машину, чтобы разобраться позже. Тут основная надежда на люка и ребят могут попробовать освободить нас. Ну и третий вариант, мы такие интересные и загадочные, что допрашивать нас будут прямо тут в доме. Для того и солдат внутрь послали. Ну на ограниченном пространстве мои шансы на победу в рукопашной сильно возрастают, особенно с учетом маленьких сюрпризов, что я в доме оставил. Хотя горилла это, как бы его половче уделать? Гейтенс Хаус, скомандовал нам главный эссэсэц. Поднимаясь по ступенькам на крыльцо, я заметил, как громила забрал у одного из солдат автомат и пошел вслед за нами. Ура, клюнули, возликовал я. Теперь требовалось реализовать еще одну мою задумку. Когда мы впятером вошли в комнату, где все еще оставался один из солдат, я повернулся к контрстурмфюреру и, покосившись на дым, его попросил. Ишь, муштези биттен, даст анист айвэзен, баим гошпров, зайн гот битте. Опять вместо их у меня получилось шипящее ишь, ну что за напасть. Айнти. Я очень удачно вспомнил кодовое слово, про которое читал в книгах о войне. ССС-совец на мгновение задумался, а затем скомандовал обоим солдатам и показал рукой на Зельца. Когда солдат подтолкнул Алексея к выходу, тот взрогнул и удивленно посмотрел на меня. Ну же, Леха, договаривались ведь, что я играю первую скрипку, что ты телишься? Однако, никакого знака я подать не мог, поскольку оба СС-мана пристально следили за мной. Наконец, до Зельца дошло, что пауза несколько подзатянулась и он понуро вышел в сене. «Ичбин ауздем ауэккоманда Айцби». Пришлось пустить в ход домашнюю заготовку, снова удачно вспомнив название подразделения немецкой розетки, имевшее радиопозывной «Сатурн», и о котором было написано несколько книг и даже кино сняли. «Вейц эбефейсин аба». «Вайли эаста». Мой ответ последовал незамедлительно. Может показаться странным, почему я так распинался перед лейтенантом, но задумка моя была в том, ламина оттуда, о чем говорил ромбик с соответствующими литерами на его рукаве. Обязан хоть немного ориентироваться в структуре соседей. «Зи зинт абакай дойче», внезапно сказал Унтерштурмфюрер. «Я ищ бин фольсдойче. Их брау айен дольмейче». Офицер кивнул и сказал, обращаясь к грилле. «Гюнте, райбай слов битте». Гигант шарфюрер вышел из комнаты, но в дверном проеме немедленно показался один из солдат с винтовкой на готове. «Ага, похоже, ты мужик клюнул», злорадно подумал я и попытался немного раздвинуть границы дозволенного. «Дав ищ миш хин зэ цэн». Фраза из туристического разговорника вылетела чисто автоматически. «Я зэ цэн зэ зэ шхин». И он, показав меня рукой на стул, обошел стол вокруг и встал на противоположной стороне. «Молодец, умный ганс. Теперь мне, чтобы добраться до эсэсовца, пришлось бы перелезать через стол или обходить его, так что у него появлялся запас по времени». Я сел, незаметно сдвинув стул поближе к столу и спросил. «Хай бен зи ай нелан карте?» «Я», ответил мой собеседник, но в планшет не полез, очевидно ожидая прихода переводчика. Ожидая пришлось недолго. Через пару минут звероподобный унтер вернулся в сопровождение господина Быслова. Пока они входили и занимали свои места, я исхитрился придвинуться к столу еще сантиметров на пять. «Нун зи бэ хапнен да си айн митарбайта де апвээ синд?» «Я», ответил я, даже раньше того, как переводчик перевел вопрос. «Ич бин айн айбвэрагент?» «Гуд, варум хаббэн си айн полицайсвайс?» И этот вопрос я понял без переводчика и ответил на него насколько можно быстро. «Ич хаббэ айнен айсвайс рикт?» «Дас из воль бэсэ айн айн советы шапас?» «Вас синд ирэ айз айз кибит ан бэфиле?» И я снова ответил быстрее, чем среагировал переводчик. «Ич кан ау тэк ац айн вот теперь остается поли с планшет за картой, а я смог незаметно дотянуться до своей заначки иглы из штыка, которая прикрепилась внизу к стоячнице». Унтерштурмфюрер ближе ко мне, причем свой автомат он перевесил за спину. Ход более чем правильный, поскольку таким образом он убирал оружие из зоны моего доступа. А представить, что такой задохлик, как я, может голыми руками справиться с ним, его паранойя не позволяла. «Ну вот, фигуры расставлены на доске, теперь можно играть один против троих, повеселимся, однако», с бесшабашной решимостью подумал я. Теперь оставалось только придумать какой-нибудь трюк, способный повернуть противника в замешательство. «Думай, думай», мысленно подгонял я себя. «Альзо, с увехем свек, бефидензизиш и дизем гибит?» В голосе унтерстурмфюрера начинало проскальзать раздражение. «Не отвлекайся, вспоминай, ну что это за часть может быть?» «Так, деревню уничтожают, с партизанами борются, командиры из СС командует обычными солдатами, ведь у приехавших на грузовике немцев петлица обычная пехотная. Неужто Айнзац-команда?» «Да, точно». «Так, кто у нас в Беларуси резвился? Хоть бы одну зацепку. В Минске с Гиммлером кто будет встречаться?» «Бах, Залевский и Небе. Небе командовал Айнзац-группой «Б». «А там какие были подразделения?» «Думай, думай». «Вроде Б была единственной Айнзац-командой, в составе которой сразу были зондер-команды». «Ну да, седьмая, восьмая, девятая, есть». Глубоко вздохнув, я спросил. «Херр Ундер-штурмфюрер, унзи ауста зиптен о де аутен зондер-команда?» Сам не знаю, почему про девятую команду я не спросил. «Вер синт фо де зиптен». Машинально ответил ассесовец и перевел взгляд, как я понял, на громилу. И в тот же момент я оттолкнулся ногами и начал падать назад вместе со стулом. Спинка стула оперлась на ноги стоявшего у меня за спиной немца, и он машинально схватился за нее. Я, полулежа на стуле, быстро, но плавно выбросил правую руку, выгнав заточку в средостение гориллы. Затем резко согнулся в поясе, так что мое туловище приняло вертикальное положение. И, выдернув за веревочный хвостик иглу, метнул ее в офицера. Не зря я всю прошедшую неделю к этим иголкам привыкал. Убовлетворенно подумал я, увидев, что весистая четырехгранная металка, почти полностью вышла в шею эсэсовца, в паре сантиметров выше ворота форменной рубашки. Я соскочил со стула на левую сторону, оказавшись между эсэсовцем Верзилой и замешанным ступором переводчиком. Ребром левой ладони я рубанул по затылку скучившегося громила и напрягнул на переводчика. Четыре быстрых удара в грудь, я, придерживая господина быслава за манишку, аккуратно сажая его на пол. После чего, успевая даже поймать за ремень, Верзилу Гюнтера до того, как он рухнул вместе со стулом. Теперь надо разобраться с солдатами, что сторожат в синях дымово, но первым делом надо вооружиться. Я подобрал автомат Гюнтера, который оказался Бергмановским МП-35, затем быстро обогнул стол и вытащил из кобры все еще хрипевшего унтерштурмфюрера пистолет. Ого, Браунинг, Хайпауэр, серьезная машина. Покойный явно знал толк в краткостволе. Особенно приятным в нашей ситуации становился тринадцатый зарядный магазин. Интересно, а что это сторожа до сих пор не прибежали? Внезапно пришла мне в голову мысль. Неужели я так тихо сработал? Хотя может быть. Они привычны к тому, что господа офицеры кого-нибудь при разговоре кулаками стимулируют. У покойного Гюнтера телосложение более чем подходящее. Ничего. Как там их зовут? Полтсен, вроде. Начнем, благословясь. И обойдя стол, я встал слева от двери. Полтсен! Комхе, шнель! Гаркнул я. Дверь распахнулась и влетевший в комнату солдат споткнулся об аккуратно подставленную мною ногу. Удар массивным деревянным прикладом автомата по затылку и одним противником стало меньше. За спиной раздались звуки непонятной возни. Разворачиваюсь, а на порог комнаты плашмя рушится еще один немец. Несмотря на удивление, я хладнокровно пиная его висок. Да, а был бы в каске, был бы цел. Леш, это ты его подсек? Да. Руки свободны? Да. Дверь входную запри. Адреналин склинул и на меня наваливается вялость. Присаживаюсь на лавку стены и плескаю в лицо несколько раз водой из деревянной катки, стоящей тут же в углу. Хоть дух переведу, пока никто не видит. Нас смеют бить людей руками, то еще развлечение. А я на героя кинобоевика не тяну ни физически, ни тем более морально. В синях слышно а не громкая возня. Зельц, ты чего там? Лавку поперек прохода ставлю. Щеколда больно хлипкая. А, ну ставь, ставь. Спустя минуту дымов вошел в комнату. Я как раз шарил рукой в кадушке с водой, пытаясь на щупы спрятанный там Вальтер. Леш, вон того пузанчика свежи, он живой должен быть. Как справишься, сюда возвращайся, дверь сторожить. А мне подумать надо. Дымов быстро снял ремень с одного из вырубленных солдат и направился к переводчику. Я же воспользовался паузой, чтобы хорошенько обмозговать ситуацию. Так, мы внутри, вооружены и свободны. Это все актив. Вокруг дома десяток солдат, еще неизвестно, сколько прячутся по кустам и в пустых домах. Это пассив. Принялся я, что называется, подбивать бабки. Люк рядом, это плюс, но связи с ним нет. Это, естественно, минус. Вариантов у нас немного. Прорываться с боем или, попробовав обмануть немцев, тяжком смыться. Хотелось бы, конечно, языка с собой захватить, но тут не до жиру, самим бы уцелеть. Алексей как раз закончил с пленным и присел рядом со мной. Ну что, надумали, товарищ старший лейтенант? Пока ничего, осмотреться надо. Я направился к окну. Аккуратно выглянув из-за сицевой занесечки цветочек, я глядел двор. У ворот стояло четверо немцев. Это могло означать как то, что они беспечны и ничего не опасаются, но также и то, что они надеются на сильные внешние посты. Знать бы еще, что именно. О, а машины они так никуда не убрали, отметил я для себя. И вполне возможно, что это именно беспечность могут считать, что раз двоих поймали, остальные сюда не придут. А ведь грузовик в центре села виден издалека и выдает засаду. Я отошел от окна и принялся обыскивать командира эсэсовцев. Стащил с него камуфлированную куртку, снял мундир и выгреб все из карманов. Немного подумал и надел на себя о кителе куртку. Пришлось пору. Данке, как говорится, шон, май не херен. Пошутил я при себе. Дымов от двери молча наблюдал за моими манипуляциями. Что смотришь, солдатам по башке еще паразику дай, а то они с минуты на минуту очухаются и документы с барахлом забери. Тут я вспомнил детские годы, когда лет-то меня иногда отправляли к многочисленным бабушкам в деревню. Я прошелся по комнате, внимательно взглядывая дощатый потолок. Одно место в дальнем углу показалось мне подходящим. Принеся стул и встав на него, я дотянулся до потолка и сильно удалил по доскам. Одна из них вылетела из пазов, открыв проход на чердак. За несколько секунд я убрал остальные и, подтянувшись, оказался наверху. Крыша была крыта дранкой, и я без особых проблем проделал в ней отверстия. Соседний дом, в котором располагались немецкие наблюдатели, был как на ладони. А вы явно расслабились, парни, подумал я, заметив в чердачном окне силуэт. Когда мы, лежа в кустах, наблюдали за деревней, подобной халатности со стороны противника я не заметил. Тут меня осенило. Сесившись в люк, я спросил. Зельц, нигде зеркало не видишь? Вон, на стенке висит. Сними и подай сюда. У солдат нашел чего-нибудь интересного? Одна граната, но она непонятная какая-то. Я таких никогда и не видел. Ее сюда, давай, посмотрю, что это за загадка такая. Ждать пришлось недолго. Сначала в люке появилось небольшое сантиметров двадцать на пятнадцать зеркало. А когда я забрал его, то дыма протянул мне небольшой стальной цилиндр, опоясанной метрической лентой с кольцом предохранительной чайки на боку. Это М-34 ударного действия. Не часто встречается, но неплохая. Успокоил я Алексея. Пока я тут реконструктивной заниматься буду, ты бы переоделся, что ли? Солдата, мундир сними. И еще, бугая из ССС-ского раздень и вещи в узел свежи. Пригодятся. Все эти распоряжения я давал больше для того, чтобы успокоить Дымова, да и самого себя. Не поддаваться жапоническим мыслям, вроде мы пропали или хрен мы отсюда выберемся. Взяв руки в зеркало, я подошел к маленькому слуховому окошку, смотревшему в сторону того леса, где мы распрощались с люком. Поймав луч солнца, я опустил солнечный зайчик и еще, и еще. Две длинные вспышки, длинная, короткая, длинная, три коротких и длинная, две короткие, короткая, две длинные. Мы живы, мы живы. Спустя пару минут Поле заметил две вспышки. Саня тут, внутренне возликовал я. Пойдем на прорыв, подержи по необходимости. Для верности, я повторил передачу три раза. Снова две ответные вспышки. Время, отпущенное нам, стремительно уходило, а внятного плана у меня все еще не было. Итак, что мы имеем? Три окна выходят на улицу, где сейчас тусуются человек 10 немцев. Одно окошко выходит на другую сторону, во двор. Там за забором начинается поле, на котором Люк замаскировался. К югу от нас дом СНП, а за ним в метрах в ста лес, в котором прячется неизвестно сколько немцев. Северное направление вообще не вариант. Там поле и дорога, до ближайшего укрытия километра полтора. Мда, ситуация. Зельц, сколько у нас патронов? Если патронов хватит, можно, конечно, попробовать немцев перебить. Нет, это из области фантастики. Нас двое, ну, с учетом Люка трое, а их взвод. Больше сотни винтовочных, один магазин к автомату, Вальтер с двумя магазинами, у этого здорово, еще одна граната в сапоге у часового была. Ага, понял, прорыв точно не вариант. Я еще раз оставлял взглядом комнату, подошел к окну, выходившим во двор. А что если... Прикинул я расстояние до забора и хозпостроек, выстроившихся в ряд вдоль него. Потом бросился в парадную часть комнаты, распахнул дверцы небольшой горки. Нет, не то. Так, а это что за бутыль? Ура, масло, подсолнечное. Ты чего? Удивился моей порывистости дымов. Придумал, как нам отсюда уйти. Лампу сними. Зачем? Я сделал пару глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. Слушай сюда. Там сзади есть окно, выходящее во двор. Ты вылезаешь наружу, я передаю тебе языка, и ты медленно и печально ползешь к ним к ближайшему сараю, заползаешь между сараем и забором и ждешь меня там. Понятно? Глаза зрелиться округлились. А вы, то есть ты, я тебя не брошу? Со мной все будет хорошо, не переживай. Должен же кто-то отступление прикрыть, так что давай лампу сними и керосином пол полей, а потом еще и маслом из этой бутыли. Тут в одном из ящиков, которые я осмотрел во время разговора, заметил две толстенные свечи. И свечу одну на пол из кроши, керосином вот здесь у входа присни. Ну, пойду тонкой работой заниматься. Гранаты у нас двух типов, с терочным и с ударными взрывателями. Для ловушки обе не очень подходят, значит будем импровизировать. Пока голова была занята раздумьями, руки делали свою работу, то есть аккуратно открывали окошко. Все тихо. Я осторожно выглянул наружу. Старая яблоня очень удачно закрывала заднюю сторону дома от глаз немцев, сидевших на НП, да и заросли крепивы вдоль забора внушали уважение. Так что шансы на удачный побег уже не казались мне такими призрачными. Теперь главное точный расчет по времени. Ну и наглость, конечно. А Антон, товарищ старший лейтенант, а может, ну его этого немца? Сказал Дымов, когда я вернулся в переднюю. Нам бы самим выбраться. Это ты прав, пожалуй. Ну тогда убей его, чтобы не мешался. Алексей замер, ошарашенный таким предложением. Если честно, то невзирая на все виденное мной за прошедшие две недели, мысль о спокойном убийстве связанного человека по-прежнему претила моим моральным принципам. Одно дело в бою или часового там снять, но вот перерезать горло связанному увольте. Тут Дымов мотнул головой, словно человек, решившийся на прыжок в холодную воду. Схватил со стола лежавший там немецкий штык и с перекосившимся лицом бросился к немцепереводчику, лежащему на полу. Я даже рта не успел открыть, как он всадил клинок в шее пленного. Потом он схватился за голову и сел рядом с убитым. Ну я и дурак, у него же сейчас и зачеркнув полный ковшик, подошел к Леше. На воды выпей. Тот сначала промычал что-то невинятное, но потом протянул руку и схватив ковш, начал жадно пить. А я и не знал, что это так тяжело, произнес он, допив. А ты ведь, когда мы только встретились, двоих сразу убил. Все, я уже очухался. Я не стал рассказывать Алексею про свои моральные терзания. Вот выберемся, тогда уже летки друг другу и поплачем. Леш, все будет в порядке. Бери Вальтер и полезай в окошко. Я протянул ему лежащий на столе пистолет Громила. Только не стреляй ни в коем случае, по крайней мере, пока я не скажу. Ну, с Богом. Я помог ему спуститься из окна. Передал сверток с честнонаворованным и дождался, пока он доползет до зарослей крепивы. Аларм! Аларм! Зоорал я, что было моче, и два раза выстрелил из маленького Вальтера, лежавших на полу солдат. Затем бросил пистолет на стол и, подхватив автомат, тщательно прицелился и дал две очереди по солдатам, стоявшим у ворот. Двое рухнули, остальные залегли. Тут же входная дверь задрожала от мощного удара. Отложив автомат, я снял с предохранителя маузеровский карабин и выстрелил через дверь. Ответа мне был стонный выкрик. Шайце! Минус три. Удовлетворенно подумал я и снова переключился на автомат. Два солдата, видимо, посчитав, что внимание обороняющихся от личного на дверь, рванули через двор. Одного я снял из автомата, а вот второй проскочил в мертвую зону. Лежавший в рот немцы открыли частый огонь по окнам. Пришлось броситься на пол. В дверь снова сильно ударили. Я выпустил туда остаток магазина и отбросил бесполезный пистолет-пулемет. За дверью уже вылино два голоса. Порядок. Я цапнул со стола карабин и начал отползать вглубь комнаты. У входной двери раздался винтовочный выстрел. Пуля, пробив дверь, попала в горку с посудой, наполнив комнату стеклянным звоном. Ну, еще разочек. Подбодрил я сам себя, привставая на колено. Один из немцев, приободренный мощной огневой поддержкой товарищей, встал, собираясь рвануть к дому. Я аккуратно посадил его на мушку. Выстрел. Немец мешком валится, едва войдя в калитку. А теперь фейерверк. Перебравшись вглубь комнаты, так, чтобы от окон меня прикрывало печь, и встав на колени, я поджег кусок бересты, который пару минут назад взял из кучи растопки именно для этой цели. Дождавшись, когда береста разгорится, бросил ее в переднюю. Досчитав до пяти, выглянул из-за печки, все пошло по плану. Весело, выбрасывая колечки копоти, горел керосин, шкварчая, разбрасывая огненной каплей, занялось масло. Медленно таяли кусочки свечи. Скоро здесь будет по-настоящему жарко, подумал я, и тут заметил забытый мной на столе маленький Вальтер. Внезапно мне стало очень жаль этот ладный пистолет, который и в мое время пользовался немалой, несмотря на 80-летний возраст, популярностью. Я уж совсем собрался метнуться к столу, но тут немцы, видимо, устав ждать, решили начать игру по-серьезному. На окна обрушился настоящий свинцовый ливень, а входную дверь прошла длинная, патронов 20 очередь. Рой пуль ударился в горку, добив остатки посуды, а от одной расселась, звонко тренькнув пол-литровка, стоявшая наверху шкафа. Поток какой-то жидкости застрелился по горке, и вся она окуталась рыжим пламенем. А вот такие рассеи, что я нашел. К ходу, скомандовал я сам себе и рванул к окну. Выпрыгнув из окна, я прислушался к тому, как за углом немца выламывал входную дверь. Засунул браунинг за ремень и, достав из-за голенища сапога немецкую толкушку, в два движения свернул колпачок на конце рукояти. Дернув за шнурок, я отправил гранату в окно и рыбкой метнулся к зарослям крапивы. Через несколько секунд в доме рвануло. Да так, что по крапиве прошелся поток мелкостеклянной крошки. Шайзы! Услышал я возглас метрах двадцати от себя. Потом там же помянули черта разнообразных свиней и перешли на совсем уж непонятный мне народный фольклор. Вот и подмога из леса пожаловала. Смекнул я, ужом вворачиваясь поглубже в копиву. А ведь выскочая из дома на минуту позже, точно мог гадил к ним в лапы. Пожар между тем разгорелся не на шутку. Выбитые взрывом окна открыли путь дополнительному кислороду. И сейчас языки пламени вырывались из окна на метр не меньше. Трещало, разгораясь дранка на крыше. Погостили пора и честь знать. Медленно-медленно по паре сантиметров в минуту я пополз в сторону того места, где должен был ждать меня дымов. Командиру Айнзацгруппы Б, группенфюреру СС и генерал-лейтенанту полиции Артуру Небе. От командира зондеркоманды 7Б штурмбанфюрера СС Гюнтера Рауша. Секретно. Доношу до вашего сведения об инциденте, произошедшем в моей команде 22 июля сего года. Одна из под команд под руководством Унтерштурмфюрера СС Дайне выполняла задание по санации местности в районе Севернее и Венец. По показаниям членов группы засадой, оставленной в одной из деревень, были задержаны двое неизвестных мужчин. Одному из задержанных было около 30, а другому 20-25 лет. Словесные портреты прилагаются. Как говорят свидетели, при проверке документов у них были обнаружены удостоверения сотрудников местной вспомогательной полиции, а при проверке личных вещей предметы, присвоенные этими лицами в пустующих домах деревни. Унтерштурмфюрер Дайне обратил внимание шарфюрера Зоблинке на военную выправку этих людей. В этот момент старший задержанных обратился к нему по-немецки и сказал, что желает сообщить важное сведение. После этого оба задержанных были припровождены в один из домов для допроса. Помещение перед этим было обыскано стрелками Полтсеном и Умровым из 84-го отдельного охранного батальона, входившими в состав сил усиления. Один из свидетелей, шарфюрер Брюннер, задержанный говорил с южногерманским акцентом, но при этом несколько неправильно строил предложение и допускал другие ошибки. В настоящий момент шарфюрер находится в госпитале без сознания из-за тяжелого ранения, так что более точными подробностями мы не располагаем. Вместе с задержанными в дом прошли Унтерштурмфюрер СС Дайне, шарфюрер Зоблинка, переводчик Зондарфюрер Быслав и уже упоминавшиеся выше рядовые Полтсен и Умров. Примерно после 10 минут с начала допроса из дома донеслись призывы о помощи. После чего по сотрудникам Зондаркоманды из окна был открыт огонь из автоматического оружия. Убито трое военнослужащих и ранено двое. Что скорее всего означало, что преступникам удалось вступить в борьбу с допрашивавшими и каким-то образом завладеть оружием. Несколько раз сотрудники Зондаркоманды предпринимали попытку ворваться внутри дома, но преступники отбивали эти атаки. Подавив плотным оружейным огнем с помощью прибывшего подкрепления сопротивления бандитов сотрудники Зондаркоманды разрушили входную дверь. Но бандиты предварительно полив пол и стены горючей жидкостью подорвали гранатами себя и всех присутствовавших в доме. Из-за начавшегося сильного пожара и отсутствия в деревне необходимых средств борьбы с огнем вынести тела унтерштурмфюрера Дайне шарфюрера Зоблинки переводчика Быслова рядовых Полцена и Умрова а также преступников не удалось. Всего же в результате инцидента один офицер погиб два унтер-офицера погибли и один тяжелоранен. Пять рядовых погибли двое ранены и один пропал без вести. Прошу прислать группу экспертов КРИПО для проведения расследования происшествия. 23 июля 1941 года Командир зондеркоманды 7Б штурмбандфюрер СС Гюнтер Рауш Глава 9 Москва улица Дзержинского дом 2 22.07.1941 21.30 Уже две недели как создана ваша особая группа товарищ судоплатов голос говорившего звучал раздраженно и какими результатами вы можете похвастаться положение на фронтах очень тяжелое сами знаете понимая что сил и средств у вас не столько сколько хотелось бы но результаты нужны уже сейчас товарищ генеральный комиссар мы делаем все возможное ну и какими результатами вы можете похвастаться начальник особой группы на секунду замолчал но потом видимо приняв какое-то важное решение продолжил одну из наших групп в результате нескольких диверсий удалось существенно задержать переброску фражеских подкреплений на западном направлении товарищ судоплатов голос Бери несколько смягчился будьте конкретнее все эти общие слова существенно сильно давайте оставим для председателей колхозов вы военный человек данные еще уточняются товарищ генеральный комиссар но по предварительным сведениям на неделю задержана переброска трех-четырех пехотных дивизий в район Смоленска из севернее Минска из-за заторов практически остановлено движение немецких колонн снабжения на восток нарком молча слушал ободренный старший майор продолжил также одной из наших групп собраны и переданы в центр весьма важные сведения оперативного и тактического характера ну вот а вы говорите что нет успехов сведения подтверждены идет проверка но часть информации уже подтверждена из других источников хорошо кто командир группы судоплатов замялся смелее что вы как раз на Дэвид сомнетесь в голос Сибири снова поступило раздражение мы не знаем товарищ генеральный комиссар немец сам себя выдал запахом то ли ветер в нашу сторону подул а может это у меня обоняние за последние пару недель улучшилось но когда мы с Дымовым осторожно пробирались через густой лес обходя позиции немецкой засады я внезапно учуял запах фекалий человеческих подняв согнутую в локте руку подал Алексею сигнал он присел и принялся вертик головой по сторонам я же начал медленно поворачивать голову в сторону глубоко дыша через нос почудилось или нет от деревни запах долететь не может тут добрых полкилометра да и до немцев метров 200 не меньше значит это где-то рядом неужели кто-то сильно брезгливый так далеко по естественной надобности отошел охотничий инстинкт внезапно пересилил чувство самосохранения да и наш удачный побег прибавил пару пунктов к моей самооценке если честно от горящего дома мы еле уползли хорошо что немцы шедшие на подмогу со стороны поля услышав взрыв и увидев разгорающийся пожар решили что спешить уже никуда не надо и сгрудились во дворе дома с НП а ведь крапива в которой мы прятались от жара уже пожухла еще немного и мы бы лежали меж сухих стеблей и смущившихся листьев готовых вспыхнуть от плетевшего с пожарящего уголька а то и просто от раскаленного воздуха но все сложилось для нас удачно и после пяти минут колено-локтевого галопа как я назвал про себя этот способ перемещения мы уже были за три дома от исходной точки в изнеможении раскинувшись под густым кустом черной смородины мы за лицем перевели дух ну Антон поздравляю несмотря на хриплое дыхание Лешка улыбался во все тридцать два зуба с чем? оптимизма товарища не разделял но ведь немцев сколько накрошили и живы будь они чуть менее лопушистыми хрен бы мы вырвались экономя дыхание сквозь зубы ответил я ему а засаду они очень грамотно поставили если бы я провод случайно не заметил мы бы подготовиться не успели могли и головы сложить улыбка сползла с лица дымова ты хочешь сказать что нам просто повезло ну и умение выкручиваться из проблем я не отрицаю протянул я ладно потом поговорим документы твои при тебе кивок в ответ ты отдохнул? еще один кивок тогда вперед а то люк там и звезды поди лесную засаду мы засекли издалека потому что знали где примерно искать интересно что первым пулеметный ствол торчавшись под корней кривой сосны засек не я оползший вторым дымом он дотронулся до моего плеча и молча показал рукой в нужном направлении конечно учитывая что часть немцев ломанула штурмовать дом и обеспечивать ближнее оцепление в лесу их оставалось немного но рисковать не стоило и мы обошли место возможной засады по широкой дуге все эти воспоминания всплыли в моей голове пока я принюхивался ловя не самый приятный на свете запах наконец я засек засранца в секторе между девятью и десятью и поманил Зельца немец до ветру отошел от нас метров двадцати прошептал я приблизив лицо к лицу товарища вон там и я рукой показал направление Зельц репенулся и изобразил пандомиму о том что дескать он готов взять на себя нелегкое дело захвата врага я в том же стиле ответил что и сам справлюсь как тебя болезнение прихватило подумал я разглядывая с кустов сидящего в позе орла эсэсмана молочка сырого попил что ли судя по некоторым малоаппетитным признакам этот ганс заседал тут минут двадцать никак не меньше так если я не потерял ориентировку этот деятель сейчас сидит как раз между мной и засадой соответственно у меня есть два варианта налететь со спины пока он занят своим грязным делом или устроить засаду на обратном пути выбрал я самый быстрый и простой вариант мощность отдалетающего смрада подобрался плечи за деревьями метра на три а затем бросился вперед и аккуратно пробил ногой в голову немца ганс как был со спущенными штанами так и улетел вперед метра на полтора где и затих я быстро проверил пульс жив засранец радостно подумал я и помнил рукой за лица страховавшего меня из кустов связав оглушенного немца и натянув на него штаны мы поволокли языка в чащу метров через триста не меньше присели отдохнуть Леша сейчас я тебя оставлю поволочешь этого красавца вон в ту сторону а я пока за сахаронкой своей сбегаю понял да только особо не усердствуй лучше будет если ты где-нибудь метров двадцати от опушки спрячешься это если конечно ты этого бугая дотащишь до спрятанной рации я добрался без каких бы то ни было проблем вот только голову всю сломал пытаясь вспомнить каким частям принадлежит цвет петлиц у захваченного нами немца во фенфарбе у него желтый кто это блин никогда во всей этой фанаберии милитаристической не разбирался эмблемы и номера это еще куда не шло но все эти цвета бедра испуганной нимфы в косую клеточку вернусь зольтбух посмотрю размышляя в таком ключе я добрался до памятной коряги и в экопорацию теперь люка можно успокоить арт вызывает люка твою мать тоха живой да саня моба в порядке и с прибытком ты где лежишь на краю поля с той же стороны где я был что видишь а ты сам где на пляже в оборотке от тебя ну так посмотри сам точно до деревни тут всего ничего подумал я осторожно выглядывая из-за берегового откоса горел не только подожженный нами дом но и стоявший рядом сарае немцы насколько я рассмотрел бинокль с огнем не боролись и просто оттянулись подальше от пожара особой суеты не заметил так что на ближайшие полчаса час о них можно забыть люк мы вокруг к тебе выйдем на опушке пулеметная точка на 500 восточный овраг есть там мы встретимся понял тебя отбой зельце нашел неподалеку от опушки он не стал напрягаться и тащить немца а как только очухался поставил его на ноги и проволок на поводке меня алексей заметил метров с пятидесяти и прилег внимание тихим свистом как там товарищ лейтенант первым делом поинтересовался дымов все путем назначили точку встречи так что пойдем леша дернул немца за связанные впереди руки побуждая встать тот зло сверкнул глазами и что-то промычал ну да мы ведь им рот заментовали точнее сделали маску из его же собственного кителя но сам дышать он мог а вот через плотную ткань не особо и покричишь погоди я зольт бух у него посмотрю вдруг важная птица немец замычал сильнее а затем внезапно пнул зельца в колено и бросился бежать пришлось броситься вдогонку метров через двадцать я настиг быстроногого ганса и сделал подножку эсэсэ с кубарем покатился по земле ломая своим телом мелкие кусты дав пленному пару подзатыльников я схватил его за ухо и поволок обратно немец стучил ножками верещал но послушно шел за мной дымов сидел на земле растирая колено что сильно попал сейчас узнаю и он попробовал встать получилось пройдись попросил я его Алексей прихрамывал но шагал довольно бодро ну и замечательно я посмотрел на немца и добавил по-немецки ауштейн фриз зернулся и попробовал встать но с глухим мычанием повалился назад Антон похоже у него с ногой что-то подсказал мне дымов сам вижу не слепой огрызнулся я и присев рядом с пленом принялся ощупывать его нижние конечности когда я покрутил его левой стопой немец взвыл его выгнул дугой черт похоже вывих как его теперь к нашим вести руки на плечи и понесем предложил дымов ага а он на спинать будет сам видел какой буйный тут мне в голову пришла одна идея так зельц постражу его а я пока в лес сбегаю зачем слегу выломаю и пояснил увидев удивление на лице товарища знаешь как охотники кабанов таскают лапки связали палку потолще продели на плечи положили вперед в лесу я выбрал подходящие деревцы немного попыхтев срубил его немецким штыком а было бы кукле с собой срубил бы одним ударом подумал я на ходу очищая ствол от веток срезав ноги немца одним из трофейных ремней мы нанизали его на палку и положив ее на плечи отправились в путь немец оказался парнем нелегким весом почти по центнер и когда мы свернули в чащу и двинулись вдоль оврага пришлось останавливаться на отдых через каждые 200-300 шагов вдобавок у него опять начались проблемы с кишечником что как можно понять настроение нам совсем не подняло вот так воняя и спотыкаясь мы пришли уже метров 400 вдоль оврага как из кустов раздался окрик стой хендехех я матерно высказал свое отношение к происходящему из кустов в ответ на мою сложно сочиненную тираду послышалось неразборчивое бормотание которым я улавливал лишь отдельные слова лается как собака бдительность батальонный судя по лексике это были наши советские ты руки то подыми раздалось уже значительно ближе а этого что бросить так ушибется ведь но оно разговорчики прикрикнул невидимка я скосил глаза из кустов на меня смотрели три винтовочных ствола Семенов обыщи их раздалось из дальних кустов ну точно лёха как в присказке из огня до в полымя весело сказал я обращаясь к дымову я сказал отставить разговорчики снова негромко прикрикнул на меня загадочный Семенов выходя из кустов крепкий крежистый мужик прошел через довольно густой подлесок как нож сквозь масло да так что ни один сучок не треснул впрочем учитывая что на воротнике данного субъекта красовали зеленые петлицы с тремя треугольниками ничего удивительного в этом не было закинув финтовку за спину он вытащил у меня из кобуры браунинг затем избавил дымов от вальтера товарищ батальонный комиссар они похожи от страха обделались сказал он отойдя в сторону на пару метров и взяв нас на прицел из кустов вышел пожилой лет пятидесяти мужчина с двумя шпалами на черных петлицах и большими красными звездами на рукавах кто такие грозно спросил он разглядывая нас через толстые стекла смешных очков велосипедов партизаны мы сделав лицо попроще ответил я вот немца в плен взяли документы есть снова спросил комиссар забирая у Семенова наши стволы повертел в руках хмыкнул затем свирепо уставился на меня а пистолетики то немецкие товарищ комиссар можно мы пленного на землю положим тяжело а документы у нас есть вы не сомневайтесь кладите только без глупостей как нарочно в наушнике вставленном в мое левое ухо раздался голос Люка Туха я вас вижу что за хмыри входя в лес я надел тангенту на палец пропустив провод через рукав так что теперь смог устроить для Люка маленький радиоспектакль Алексей давай опустим этого кабанчика вонючего а потом покажи товарищу комиссару документы я наручно иская верху слова простонародным удалением ага понял услышал я в наушнике сейчас я их обойду я с ним с плеча вертел на котором висел немец и опуская ношу на землю подбегнул напарнику за лиц все понял правильно и молча потянулся ко внутреннему карману а ну не балуй послышался окрик покраничника сержант да ты же сам нас обыскал искренне возмутился я поводя плечами чтобы проверить на месте лимитательная игла висевшая у меня между лопаток вернусь надо будет виду поблагодарить за то что чехол сшила и рукоятку шнуром оплела решил я для себя букет нарву давайте что там у вас требовательно протянул руку комиссар вот и дымов сделав шажок немного в сторону отдал свое удостоверение ох не зря с тобой продяга занимался не зря Алексей помня науку старого опера после передачи документов не остался стоять на месте а маленьким шажком сместился еще больше в сторону уходя с линии обстрела засады так оперуполномоченный заславльского городдела милиции ГУ РККМ БССР вслух прочитал комиссар а недалеко вы от своего города забрались он что дурак или издевается только и подумал я услышав подобное заявление а вы товарищ батальонный комиссар недалеко от места постоянной дислокации оказались или вы это так наступаете вырвалось у меня на круглым искуластом лице политработника заходили желваки и он выпалил что ты сказал гадина и потянулся к кобыле ногана зачем я так и не понял поскольку у грозного политбойца в руках и так было аж два пистолета мой из эльца пришлось уворачиваться от излишне нервного комиссара и пистолета я у него отобрал одновременно прикрывшись его телом от засады и направив руку зажатым в ней браунингом на пограничника погранец как человек опытный с одного взгляда оценил мой заход и стоял не дергаясь комиссар возможно и побрекался бы но в его подмышку упирался жесткий и некомфортный ствол 38 вальтера поевых свойствах которого я был совершенно не уверен нет П-38 машинка безусловно хорошая и даже самовзводом вот в наличии патрона в стволе я был не уверен и использовал пистолет как инструмент запугивания и боевой акупунктуры давя на одну очень болезненную точку расположенную именно подмышкой совсем я сегодня задолбался от того и реагирует так резко может мягче надо нежнее мысленно корила себя включая тангенту хорошо что оборудование у меня было свое что называется притертое так тангента надетая на указательный палец левой руки совершенно не мешала не стрелять и драться к тому же можно было включить просто прижав палец посильнее к рамке пистолета Саша танцуем воззвал я прячащемуся в кустах люку через пару секунд подаль захрустели ветки затем стругий Сашин голос спросил ну что военная будем глазки стротили руки поднимать комиссар с которым я продолжал обниматься задергался и мне пришлось посильнее надыть стволом вальтера на болевую точку ветеран политических баталий охнул и притих Леша забери у товарища на ган попросил я дымова пока милиционер выполнял мою команду люк угрожая немецким мпшникам выгнал из кустов на прогалину трех бойцов ну что товарищ батальонный может поговорим без экзальтации ладно голосом хриплым от сдерживания гнева ответил мой визави а вы товарищ старший сержант обратился я к пограничнику будьте так добры ручки за головой в замок сцепите а то я знаю вас резких пограниц в ответ криво усмехнулся мол кто бы прорезкость говорил но приказ выполнил я продолжая держать обоих на мушке отошел на пару шагов попросил сядьте на землю не то чтобы была большая вероятность что они на меня нападут но порядок надо соблюдать когда приказание было выполнено я обратился к комиссару наши документы вы видели теперь хотелось бы увидеть ваши этот пожилой много повидавший мужчина помошился а потом потянулся к нагрудному карману я покачал головой товарищ сержант милиции заберите у гражданина документы Алексей забрал удостоверение политмайора как я обозвал про себя батальонного комиссара и протянул мне Белобородько Василий Иванович 1889 года рождения вслух прочитал я батальонный комиссар 296-й стрелковый полк 13-я стрелковая дивизия Люк поднял руку привлекая мое внимание да слушаю вас товарищ лейтенант после этих слов лица пленных смягчились товарищ старший лейтенант подыграл мне Саша а может потом поближе познакомимся с товарищами немцы слишком близко ну что товарищ батальонный комиссар готовы к нам в гости сходить тут недалеко километров 15 и не могли бы вы попросить ваших бойцов немного наш трофей понести я кивнул на валяющегося на земле эсэсовца Белобородько встал и машинально отряхнул брюки требовательно протянул руку Алексей обратился я к Дымову верни товарищу документы и оружие получив назад свое имущество комиссар поправил очки и помолчав несколько секунд спросил а каких же это вы войск старший лейтенант товарищ заминка перед последним словом была заметна и весьма партизанских ответил я протягивая изоляцию у Вальтер а затем спросил в ответ это весь ваш наличный состав батальонный замялся но его перебил сержант пограничник нет еще три десятка человек но они ослабли сильно так что не стоит их так далеко таскать за что получил яростный взгляд от комиссара а вы Василий Иванович глаза на меня не сверкайте не видите что ли наши это люди я по ухваткам вижу получив от меня благодарственный кивок пограничник подхватил земли свою винтовку и обведя присутствующих повеселевшим взглядом сказал старший сержант Нечаев к маршу готов обратный путь занял у нашего небольшого отряда больше четырех часов и до разрушенного моста мы добрались когда солнце уже клонилось к западу это было нам на руку поскольку переправляться через реку при свете дня было если не самоубийством то чем-то близким к нему оставив наших спутников сторожить языка мы с люком отошли в сторонку и выйдя в эфир доложили командиру о результатах экспедиции у нас все более-менее тихо ответил фермер но реку форсировать раньше 11 вам запрещаю ждите сигналов группы прикрытия как поняли спорить с командиром в данной ситуации мы не собирались всю дорогу мы с окруженцами вели осторожные беседы прощупывать друг друга Нечаев оказался из августовского погранотряда комиссар Белобородько был призван в 39-м на усиление с должности второго секретаря одного из райкомов Московской области войну он встретил на границе в составе 10-й армии а последнюю неделю командовал сводным отрядом окруженцев после того как предыдущий командир подполковник-танкист погиб попав в засаду устроенную немцами в одной из деревень трое бойцов были из разных частей все той же 10-й армии из рассказов окруженцев мы с Сашей выяснили что примерно с неделю назад немцы начали активно защищать окраины пуще причем судя по описаниям применяя тактику выжженной земли как сказал мне Нечаев мы уже дней 5 как пустым деревням не подходим там или засада или такое увидишь что спать потом не получается картина вырисовывалась прямо скажу нерадостно ничего недолго им резвиться осталось постарался приободрить собеседника мы как раз затем на разведку и пошли чтобы дислокацию противника выяснить я конечно извиняюсь а вы по званию кто а то почитаю полдня уже вместе как обращаться я и не знаю стаж лейтенант госбезопасности я будь вопрос формулирован по другому я может и придумал какую нибудь легенду к тому же Нечаев был мне симпатичен может быть потому что много лет назад я и сам был старшим сержантом пограничных войск Нечаев попытался вскочить да сиди ты чего заметался успокоил я его а вы правду сказали ну про партизан да чего мне врать то а у нас на заставе старшина один был так он рассказывал что база партизанская еще с гражданской по всей Беларуси были были да сплыли вот сам видишь за мной все начинает приходится кстати вопрос у меня к тебе есть спрашивайте товарищ старший лейтенант ну не кричи так ты сам то как уцелел я слышал что практически все погранцы так на рубеже и остались слово вы интересное сказали погранцы я и не слышал чтобы нас так называли а насчет выжил так нас тех кто застав вырвался конечно сразу в тыл отвели и отряды истребительные формировать начали наш при штабе 3 армии сформировали только вот штаб мы быстро потеряли или он нас это как посмотреть в смысле ну нас то туда то сюда кидали все диверсантов и десантников немецких отлавливали а штаб был в неизвестном направлении бардак одним словом да не весело вам пришлось про нынешний отряд ваша скажи всего нас 47 человек 12 раненых из них боюсь трое скоро оттого сержант понизил голос товарищ батальонный комиссар командир неплохой заботливый но вот плана у него никакого нет что обидно с едой полный швах уже три дня как на подножном корму патронов мало вот многие оружие побросали но все равно не то что пару недель назад было а что тогда многие хитрожопые прям так с боекомплектом выбрасывали когда по деревням расходились все говорили вот наши наступать начнут а мы тут как тут я даже парочку таких к ногтю и правильно сделал но ты не беспокойся большинство сейчас по лагерям военнопленных сидят а кто и в полицаи подался а это что за птицы такие немецкая вспомогательная полиция из местных жителей вот суки и что их против нас бросят нет они больше смирняком воюют иногда одиночек отлавливают несколько таких невезучих освободили ладно ты посиди пока отдохни и с этими словами я поднялся устраивать радиосеанс на глазах малознакомого человека будь он хоть трижды пограничник мне не хотелось а идея пришедшая мне в голову стоила того чтобы поделиться ею с командованием через реку мы перебрались вскоре после полуночи и наскоро поприветствовав встречавший нас дозор споры поскакали к лагерю за то время что мы дожидались команды все члены нашей небольшой группы ухитрились даже поспать по часу полтора а желудки своим голодным мурчанием только придавали нам прыти когда мы оказались в расположении встречать нас вышел сам командир я вышел вперед и отрапортовал товарищ майор госбезопасности группа задания вернулась потерь не имеем в ходе выполнения задания уничтожено 5 военнослужащих противника точно еще 5 вероятно захвачен и доставлен 1 пленный встретили группу окруженцев я показал рукой на гостей я с удовольствием смотрел на вытянувшуюся физиономию белобородька ну еще бы лагерь наш никак не походил на базу партизанополченцев аккуратно натянуты низкие тенты много машин секреты все в форме пусть и несколько необычной а командует всем этим полковник судя по выправке кадровой фермер же одобрительно похлопал меня по плечу и повернулся к нашим гостям майор госбезопасности куропаткин александр викторович белобородька вытянулся по стойке смирно и козырнув представился в ответ батальонный комиссар белобородька командир сводного отряда вольно товарищ батальонный комиссар первично ответил наш командир вы с вашими бойцами пока подкрепитесь а через полчаса мы с вами пообщаемся хорошо и совершенно неожиданно для меня скомандовал вячеслав сергеевич товарищ майор пообщайтесь с товарищами когда мы с александром отошли он приобнял меня за плечи а ты гадский папа везунчик ну давай подзаправься пока мы пленного разговорим но потом жду тебя на совещании а слава пока союзников оборот возьмет ты с ними питаться будешь вот и поможешь ему у тента временно являвшегося столовой меня радостно встретил наш зампотыл с возвращением товарищ старший лейтенант вот горяченького поешьте спасибо емельян в этот момент один из новеньких тот самый седой которого мы освободили когда зерно воровали принес котелки от которых исходили одуряющие вкусные ароматы он поставил их на растеленный брезент вот кушайте пожалуйста потом он поднял голову и заметил белобородька товарищ комиссар голос его стал растроган хриплым вы живы значит комиссар гляделся в лицо седого потом привстал самоленко и ты выжил голос его странно сломался и он повернулся к сидевшему с ним рядом трошину товарищ майор это боец из нашего батальона вы представляете третья рота так спросил он у бойца верно третья это когда же мы последний раз виделись пятого числа и хотя мне подобная сцена были знакомы по многочисленным фильмам о войне введенном в детстве и то я почувствовал как комок подступил к горлу а вот у большинства присутствующих еще не привыкших к подобному глаза подозрительно заблестели чтобы не смущать никого я молча взял свою миску наполнил ей едой и отошел в сторонку ко мне присоединился трошин ты не поверишь антон начал он опускать рядом со мной на землю слезы на глаза навернулись и люди они друг другу почти чужие а что же после этой войны со всеми нами будет а не знаю слава жить будем кого не убьют ну ведь не может так быть чтобы все по старому осталось я сегодня целый день думал над тем что люк вчера в деревне увидел они вообще люди или кто ты про кого про немцев ты что думаешь одна деревня такая мы мимо трех деревень сегодня прошли все пустые а что зимой будет когда фрицы продукты все выметут вместе с шубами и валенками на скулах трошина заходили жалваки видно он ясно представил себе картину антон я чего еще спросить хотел ты вот какие-то приказы немецкие упоминал расскажи а гадостях говорить совершенно не хотелось я попробовал увильнуть слав дай поесть а завтра расскажу а сейчас иди взаимодействие с будущими однополчанами налаживай трошин обиделся не хочешь говорить так скажи прямо нечего меня как мальчишку отшивать слав не надо дуться на меня честно сейчас нет ни малейшего желания об этом говорить а завтра хоть лекцию всему личному составу прочитаю трехчасовую о звериной сущности германского нациал-социализма договорились глава 10 группенфюреру ссс генерал-майору войск ссс хауссеру срочно секретно натиск русских усиливается а веренные мне части держатся только на силе духа снарядов осталось не больше 15 штук на орудие перевожу дивизионную артиллерию на трофейную технику запросите тыловиков чтобы подвозили русские снаряды некоторые батальоны вынуждены оставить свои позиции из-за невозможности продолжать сопротивление для отражения последней атаки использовал саперный батальон лично поведя его в контратаку у приданных батальону трех штурмовых орудий в боекомплекте осталось по 5-6 снарядов сильно беспокоят просачивающиеся мелкие группы русских атакующие опорные пункты с тыла и нарушающие линии снабжения 24 07 1941 года начальник штаба второй танковой дивизии СС Дасрайх оберштурмбаннфюрер СС Остендорф «И сколько по твоим прикидкам в такой зондеркоманде человек?» спросил фермер когда мы с Люком и Зельцем во всех подробностях рассказали о наших приключениях «Если подробно, то зондеркоманда это часть Айнзас-группы такая группа обслуживает группу армии и насчитывает от 600 до 1000 человек структура у этих подразделений весьма неоднородна и названия могут быть разными Айнзас-команды или зондеркоманды им могут предаваться армейские и полицейские подразделения я не заметил, как сбился на электроскетон ну не думаю, что здесь вся Айнзас-группа собралась а что пленный говорит? языка вы ценного притащили, что и говорить он связист, причем ССовский сказал, что их здесь около роты как считаешь, похоже это на правду? как раз одна зондеркоманда и выходит Саша посмотрел на Трушина а ты мое что скажешь? с Белобородкой я переговорил и знаете, мне показалось, что он раз встречу с нами только вот как с документами быть? то есть? фермер сделал вид, что не понял командирского удостоверения то у меня нет а кого это сейчас волнует? после того, как вы здесь развернетесь Москва тебя хоть генералом признает? успокоил командир Славу вы так считаете? считаю цыплят, причем осенью не дрейф майор, придумаем что-нибудь ты главное дело делай я посчитал необходимым вмешаться Александр Викторович? несколько официально начал я а что еще пленный сказал? девять дней назад всю группу в пожарном порядке перебросили из-под Барановича и сюда никакой связи не видишь? с нами? да вполне может быть а ты, Саша, как думаешь? спросил я Люка не исключено, что это реакция на наши заславльские приключения Трошин, до того переводивший взгляд с одного говорившего на другого спросил а почему сюда? мы же у Минска веселились понимаешь, мы довольно много ложных следов оставляли поэтому, мне кажется, немцы решили заблокировать два основных направления отхода из того района, где мы, как ты говоришь веселились, крупным лесным массивом только два пути на север, к Логойску или на запад, на Льбокскую пущу ну и профилактику никто не отменял какую профилактику? ну не педикулеза же в этом лесу неизвестно сколько народу до сих пор бродит вот немцы решили зону безопасности расчистить заранее, пока время есть теперь понятно сказал Трошин и тут же задал следующий вопрос а вы, товарищ майор, уверены, что нам именно здесь есть смысл прорываться в лес? так точно обстановку мы разведали силы противника выяснили что еще нужно? то есть вы рассчитываете взводом уничтожить две роты? а ты не привык еще? вопросом на вопрос ответил командир так привыкай и учись потом, как Саша скомкал окончание своей реплики я понял, что он хотел добавить пока я жив, но вовремя поймал себя за язык на импровизированном столе как по мановению волшебной палочки появилась карта и командир начал подробно объяснять что, по его мнению, мы должны сделать в ближайшие два дня начинаю работу раздался моим наушники голос Люка и спустя пару секунд из-за леса донесся одиночный винтовочный выстрел как и договаривались ровно в 10 наша группа расположилась в небольшой роще полукилометре уго-восточнее Слободы большого села в котором, по словам языка располагался штаб эсэсовцев еще один выстрел и через пару секунд еще один я поднес глазам бинокль задергались красивые удовлетворенно отметил про себя увидев суету в деревне вот из-за забора одного из домов захлебываясь, застучал МГ спустя несколько секунд снова негромко хлопнула винтовка и пулемет замолчал так их Саня наконец я увидел то, что хотел и дал отмашку выглядывавшему из зарослей Тоттену нещадно пыля и подпрыгивая на ухабах разбитого проселка небольшая, два мотоцикла и грузовик колонна ехала к лесу стоило мотоциклам въехать в тень деревьев как, приподнявшись из канавы и дернув шнур я метнул гранату в кузов грузовика предостерегающие вопли немецких солдат слились частой трескотней выстрелов вскинув верный ППД и стоя на одном колене я принялся методично короткими очередями расстреливать немцев бухнул еще один взрыв и кабина грузовика скрылась в языках пламени я сунул в рот свисток и дал команду один короткий один длинный и тут же придорожные кусты вожили прикрывая друг друга короткими перебежками бойцы бросились в дороге изредка раздавались выстрелы наши добивали раненых пару минут спустя за спиной раздался короткий свист это значит, что дело сделано бросая последний взгляд на деревню и дорогу немцев нет в принципе был шанс что нас может перехватить какая-нибудь из эсэсовских команд стоявших в других деревнях но полчаса назад наши мужики перерезали все телефонные кабели в округе сколько спрашиваю, подбежав к Тоттену семнадцать радостно отвечает Алик наших и увидев, что он отрицательно мотнул головой командую по коням бойцы торопливо сгружают трофеи в коляску одного из трофейных мотоциклов минута и чернов газанов уносится вместе с Тоттеном вдаль все сложилось более чем удачно в принципе у нас были готовы планы действий для любой ситуации но я удачно попал гранатой в кузов что здорово ускорило процесс а трофейный транспорт сильно облегчил наш отход количество же немцев мы рассчитали верно как и предполагали их оказалось около двух отделений арт-фермеру дискотека удалась сломали один стол и два табурета семнадцать стаканов разбиты понял тебя танцуйте до трех ответил командир кодовой фразой мы предварительно разбили район операции на квадраты и теперь нам следовало прибыть на точку 3 расположенную примерно в четырех километрах от нашего нынешнего местоположения я посмотрел на часы с момента первого стрела люка прошло восемнадцать минут да, день будет длинным на точку 3 мы вышли к 11.40 до расчетного времени оставалось примерно полчаса так что все сходу принялись за работу бойцы, используя заранее приготовленные маскировочные накидки готовили огневые позиции а мы с сержантом Юриным достав из рюкзаков фугасы занялись минированием наши планы были подкорректированы практически сразу после уничтожения первой колонны захваченный мотоцикл позволил Алику прибыть в назначенное для него место сильно раньше, чем планировалось и я представил себе как в настоящий момент мой друг истошно кричит трубку полевого телефона что-нибудь вроде тревога, тревога, русские нас атакуют присылайте подкрепление и я сильно надеюсь что наш маленький розыгрыш получится кстати телефон сегодня ночью наши товарищи позаимствовали в той самой деревне где мы вчера попали в засаду на дело ходил сам командир и все прошло без сучка без задоринки так что к настоящему моменту потери противостоящего нам противника должны были достигнуть как минимум 50 человек так теперь не отвлекаться скомандовал я сам себе места для зарядов мы выбрали теперь требовалось протянуть травелеску с помощью которой мы будем приводить действия фугасы на совещание решили не тратить на выполнение этой в общем то тростепенной задачи настоящие взрыватели так что сейчас осколочные фугасы должны были сработать от нехитрых устройств недалеко ушедших от обычной хлопушки а недостаток надежности решили компенсировать количеством восемь наших гильзов фугасов смотрели на дорогу теперь осталось только ждать фермер вызывает арта канале свадьба едет три брички четыре лесопеда шесть десятков тараканов ого мы думали маневренная группа у них поменьше будет нужно переграть расклад когда спросил я командира четверть часа и они у вас понял отбой отметив время 13.05 не торопятся ребятки повернулся к юрину передай всем оттянуться в кусты и не стрелять через десять минут чтоб никого рядом с дорогой не было потом возвращайся на свое место нападать восьмером на два взвода даже после подрыва фугасов есть развлечение получше я еще раз проверил маскировочную накидку вроде все как надо и устроившись поудобнее приготовился ждать через четыре минуты вернулся юрин и тоже нырнул под свое укрытие сделанное как и мое из мешковины обшитой травой подтянулись долгие минуты ожидания как всегда в подобных ситуациях в голову лезли всякие посторонние мысли вроде сожаления что лидия букет я как собирался не подарил или попытка вспомнить кто командовал зондер командой 7б в нашем прошлом и изменилась ли как-нибудь обстановка на фронте в результате наших действий а если изменилась то как сильно или о том что репелленты наши работают гораздо лучше чем там в будущем разок пшикнул и комары несколько часов тебя не беспокоят на конец далеке послышалось гудение моторов честное слово я обрадовался немцам как лучшим друзьям николай позвал я сержанта готов негромко откликнулся он вот головной дозор молодцы педантовы мои специально для вас один фугас вынесли далеко вперед проехал мимо оставленной нами метки первый грузовик в зоне поражения второй а вот третьего дожидаться не стал не рассчитывали мы на три машины коля давай резко тянув за палочки привязанные к лескам где-то там далеко заскользили полоски терок зажигая головки охотничьих спичек бам по моим ощущениям четыре фугаса сработали практически одновременно послав над дорогой маленький шквал и свинца из стали с небольшой задержкой срабатывает и фугас юрина еще полторы тысячи маленьких злых ос проружжали над дорогой осторожно поднимая голову и сквозь свою маскировочную шарсетку наблюдая так мотоциклы алискапут только один подранок прорезиненном плаще воя пытается доползти до кювета первый грузовик похож на решиту ему и от антибайкерского фугаса прилетело если в кузове кто и уцелел то лежит тихонько и не рыпается второму тоже досталось изрядно а вот третий практически цел только в передней части кабины заметно десяток пробоин но радиатор зацепило из-под капота струйки пара вырываются ну и ладно зато тридесятка немцев можно с чистой совестью списать несколько раз громко щелкаю языком давая бойцам команду отползать павел анатольевич разрешите что-то срочно борис михайлович суд доплатов потер глаза да радиограмма от странников я только что от шифровальщиков если не сложно простите макелярский откашивался и начал читать сегодня приятно уничтожено семь автомашин и шесть мотоциклов три автомашины два мотоцикла захвачены в качестве трофеев взято большое количество вооружения шесть пулеметов из них два станковых сорок винтовок шесть пистолетов пулеметов оружие передано для вооружения партизанского отряда также захвачена одна рация типа Торнфуд Т2 и шесть полевых телефонных аппаратов полностью сорвана операция гитлеровцев по уничтожению совграждан отряд засека под командованием майора Трошина 1907 года рождения и батальонного комиссара Белобородько 1889 года рождения член ВКПБ с 1920 года насчитывая шестьдесятого человека личного состава и 100 мин больше сотни эсэсовцев за один день старший майор госбезопасности выпрямился в кресле как думаете Борис Михайлович не дезинформация проверить будет разновато уж более далеко от резидентур если только на косвенных прокачать это все понятно ну а если это правда эффективность очень хорошая радиограмма подписана так же как и предыдущая да как бы выяснить кто такой этот Истомин Тоха на посмотри тут он протягивал мне какой-то листок отпечатанный на машинке что это лениво спросил я вы так и будете смеяться спародировал одесский акценталек но это смешная бумажка их отчет о ваших таки приключениях а попроще я что-то туго соображаю для тех кто в танке это отчет эсэсмана о вашем пленении и последующем самоубийстве судя по его довольно ухмылке глаза у меня стали квадратными а ну-ка я выхватил у него листочек и торопливо пробежав шапку аккуратно сложил и убрал во внутренний карман эй ты что отдай документ притворно возмутился алик у меня целее будет отрезал я настроение у всех было приотличное мы весьма комфортно расположились в одном из домов пустой деревни на заднем дворе топили баню а в соседнем доме готовилось угощение праздновать так праздновать во первых надо было отметить первую крупную победу а во вторых создание нового подразделения рабочей крестьянской красной армии да да именно на вчерашнем совете было окончательно решено что слава возглавит партизанский отряд а мы продолжим выполнять свою задачу комиссар белобородько был обеими руками за особенно после того как мы вломили эсэсовской зондеркоманде а трофеи захваченные при этом еле поместились в грузовик практически всех наших окруженцев фермер отправил под командование Трошина оставив с нами только Зельца, Чернова, Юрина, Кудряшова и совершенно неожиданно вопросившего об этом Несвидова и вот мы с Тотоном и Люком валяемся на пенках в ожидании бани мой избалованный горячим водоснабжением организм очень соскучился по правильным водным процедурам да и попарится после хорошо сделанной работы то что доктор прописал в комнату вошел слава о, товарищ самый главный воевода поприветствовал я его отмахнувшись от меня Трошин подошел к столу да у вас тут пир горой сало колбаса угощайся чем бог послал командир нового отряда не заставил себя долго упрашивать а достал нож и сделал себе бутерброд примерно через полчаса фермер закончил инструктировать белоборотика и Трошина и присоединился к нам командир, тебя каким? березовым или дубовым? спросил я подвинувшись на болке плоско параллельно тогда по очереди сначала береза, потом дуб это ты хорошо придумал, интеллигентно минут сорок спустя мы чистые распаренные вернулись в свою казарму настроение было солнечным да и с чего ему быть другим то? усевшись на лавке за накрытым столом мы отдали должное с репня нашей кухонной команды минут десять только стучали ложки да за ушами трещало наконец все наелись и настало время для разговора командир, не поделишься? чем партизан грузил? не вопрос сказал, чтобы они здесь больше пары дней не засиживались а передислоцировались на север думаешь немцы скоро нагрянут? спросил Люк обязательно а ты бы на их месте не приехал? я бы приехал и не один а с вертушками артиллерии вот аж вертушек правда у них нет но артиллерии я думаю подтянут поэтому им надо линять как можно быстрее и радиста у них нет а это тут при чем? удивился тотан а при том им связь нужна а единственный канал что им можно безболезненно отдать тайник через который мы с Неущенко связывались тем более что отряд этот я московским уже сдал на первые несколько сеансов я с ними шифроблокнотом поделился если получится немецкую службу радиоперехвата неплохо запутаем ну и ребятам связь на первое время обеспечим и что сказал? поинтересовался я правду? ну почти правду и? ответа пока не было но и для нас успешный выход отряда на связь большой плюс и подтверждение нашей надежности ну и свидетелей эффективности наших методов резонно согласился Люк а я просто кивнул тут я решил что такие хорошие посиделки без правильной выпивки нонсенс и извинившись вылез из-за стола в моем бауле были заныканы бутылка армянского коньяка и бутылка восемнадцатилетнего скотча любая в самый раз для хорошего праздника накинув камуфляжную куртку и нацепив кобру с верным браунингом выскочил во двор круг был припаркован на улице метрах пятидесяти от нашего дома и чтобы не скрипеть воротами я решил просто перелезть через забор едва я оказался на гребне как снизу шепотом спросили двадцать два восемнадцать ответил я мягко спрыгнув на землю проходите товарищ старший лейтенант боец меня узнал но пароль все равно спросил молодец я бодро зашагал вдоль улицы на соседнем дворе шумели кто-то колол дрова тихонько скрежетала сталь на камне ручного точила слышно было как несвидов распекает бойца за безалаберность в ответственном деле приготовления пищи прям как на даче пресловутые подмосковные вечера восхитился я словно и войны никакой нет мое внимание привлек негромкий разговор доносившийся из-за палисадника ну что ты пригорюнилась а тошно мне маринка литка ну что как в воду опущенное ходишь а я замер прислушиваясь что делать то мариночка и старый он а нравится мне очень а вот расстаемся а он даже знать не будет старый да ты что какой же он старый мне слава сказал о неровеснике и в звании одном тебе хорошо у тебя все ясно я смутился сам не ожидая того стал свидетелем любовных терзаний бойцыцы нашего отряда видно ли дочка на кого-то запала из наших а теперь переживает ну пойду я пожалуй я тихонечко двинул прочь от палисадника интересно а кому это девки кости моют пытался сообразить и окопая своих вещах наконец бутылка была найдена я вытыхнул ее из картонного тубуса и засунул в карман штанов так одного возраста со славой то есть рошина я док тотен и как там в одном звании так майором у нас только командир числится хотя и оперный театр я чуть не подпрыгнул это что же комсомолочка обо мне убивается что ли хорошо что букет не подарил а то бы совсем девчонку прибило в легком обалдении я пошел назад вот это я влип вертелось в голове хотя если оценить спокойно ничего страшного не случилось так ну понравился молоденькой дурехе герой спаситель так ведь ничего у нас и не было чего нервы на кулак мотать и успокоившись я открыл дверь в дом мы уже наполовину уговорили бутылку благородного самогона как в дверь вежливо постучали заходи открыто рявкнул фермер гостей примите улыбаясь спросил трошин а то заходи гостей к нам пришло немало первыми с чугунками в руках вышли барышни затем емельян внес противень с кусками сквачащей свинины потом вышли батальонный комиссар и сержант пограничник это что такое грозно сдвинув брови спросил командир не на пасху гуляем я заметил что белобородька открыл был рот но тут же получил локтем под ребра от трошина и замолчал потом был пир горой и пляски до упаду про пляски я конечно приврал но гитару мне алик все таки сучил пришлось играть затем ко мне на лавку подсел свежеиспеченный командир партизанского отряда а у меня подарок тебе есть улыбнулся трошин а чего не даришь я изобразил возмущение минуточку и слава выскочил в сене вернулся он буквально через пару мгновений с каким-то длинным метра полтора свертком на владей я развернул толстую ткань свт снайперская откуда бойцы у немцев две штуки нашли вот я решил тебе подарить слав спасибо конечно но мне она без надобности а вот вам пригодится да ты в прицел посмотри а бой какой а то ты все с дегтяревом таскаешься так сядь я показал рукой на лавку рядом с собой мне с автоматом хорошо я все равно на коротке работаю а вот вам эта винтовка поможет немцам сильно жизнь попортить тебе александр викторович про засады рассказывал да а про тактику осиного роя говорил нет пойдем покурим мы уселись на завалинку и закурили хлопнула дверь и вслед за нами с кольца спустился белобородька не помешаю да нет василий иванович присаживайтесь вам тоже полезно послушать будет и обратился к славе что такое осиный рой представляешь а то не осиный конечно но пчел хорошо себе представляет смотри у вас есть несколько вариантов первый классическая засада с полным уничтожением противника захватом трофеев и долгой стрельбой этот вариант хорош именно наличием трофеев но боюсь вам пока доступны для таких нападений только одиночные машины и повозки вариант второй минирование тебе про него командир нас должен был подробно рассказать Вячеслав кивнул ну и третий обстрелы представь в метрах в двухстах трехстах от дороги лежит снайпер с группой прикрытия выстрелил и отошел через два часа уже в нескольких километрах от первой точки работает а какой в этом смысл стрел белобородька если снайпер не лопух то он попадает лучше всего в водилу ли офицера а у немцев орденнг превыше всего то есть они должны гады этого стрелючего поймать соответственно остановка и хорошо если одной машины или повозки а то вся колонна стоять будет если место позволяет снайпер не один а два раза выстрелить сможет но в любом случае потом отход а мне нравится воскликнул трошин с двумя винтовками мы же две группы сможем на дело отправить и за день если не перекрыть дорогу то езду по ней замедлить очень существенно что-то похожее финны делали в тридцать девятом внезапно подал голос комиссар да только они в основном против фронтовых частей действовали а вы василий иванович хоть одну эту пресловутую кукушку живьем видели нет вот видите а слухов сколько хотя у них мастера серьезные были по триста четыреста подтвержденных заметив изменившийся взгляд комиссара я осекся а вы откуда знаю продолжил я за него а анализом кто-то заниматься должен так и методы перенимать вы извините я не сообразил так что-то мы отвлеклись славы запомни что шаблонное действие это плохо наработанное подготовленное но не шаблонное вы же покажете так нет командир уже сообщил нам что это последний день вместе с новым отрядом и завтра нам предстоит рывок на юг странно а почему он трушу это не сказал хотя может слава его неправильно понял и что никто нас учить больше не будет несколько потерянно спросил командир партизан ну главное передовые методы мышления и кое-какую тактику мы вам передали остальному придется учиться на ходу кстати про связь тебе товарищ майор объяснил да будем радиста искать ну и на того агента выйдем я вот думаю надо на партийное подполье выходить снова вмешался белобородька я думаю пока не надо как так изумил сон вы же секретарем райкома были верно да а какого раменского района это в подмосковье я знаю где раменская находится перебил я комиссара ну и что как вы думаете если в жуковском быково или удельной хоть одна собака что вас лицо не знает нет пожалуй и соответственно все знают кто вы на какой платформе стоите да и если среди этих собак найдется одна продажная самка собаки скаломбурил я то вы мгновенно окажетесь под угрозой а вместе с вами вся сеть подполье но партийная совесть да и направляющая роль Василий Иванович меня то за советскую власть не агитируете комиссар видимо вспомнив какую организацию представляю замолчал вы же воевали Василий Иванович да в гражданскую и помните наверное что самая лучшая политучеба отсутствующих патронов не заменит а уровень военной подготовки а тем более диверсионной большинство местных руководителей никакой критики не выдерживает тут я вспомнил подходящий пример в конце июня вам транспорт по мобилизации в дивизию быстро передали а? не успели? загрустил комиссар на сельхоз работах машины были потому что для райкома война дело далекое а урожай вон он тут и план выполнять надо ладно не будем о грустном пойдемте еще вам песенок спою командиру 403 охранной дивизии срочно секретно согласно донесениям командиров частей снабжения и подразделений следующих маршем к фронту в районе ашмяны сморгонь молодечно наши войска практически постоянно подвергаются обстрелу снайперов противника так в период с 1 по 7 августа зафиксировано 28 подобных случаев потери составили 17 человек убитыми и 20 ранеными серьезно нарушается график движения войск фронту данный район находится в вашей зоне ответственности срочно примите меры старший оперативный офицер девятой армии оберст блаурок 08 08 1941 глава одиннадцатая под ногой предательски хрустнула ветка тише ты медведь косолапый зашипел на меня бродяга надо было тебя в расположение ставить мы сейчас сами все здесь останемся если вы не заткнетесь обернулся к нам фермер он был прав мы еще не покинули наше владение если так будет продолжаться и дальше то вряд ли нам это вообще удастся сделать до развилки остались какие-то 200 метров а там и лес ищи нас тогда как ветер в поле вот сейчас обогнем этот огромный кустарник и можно будет вздохнуть облегченно или облегченно выдохнуть увы мои надежды были порушены самым жестоким образом за кустом нас поджидала засада и куда это вы поддержите товарищи наши дорогие убранные под косынку волосы делали маринку похожей на строгу учительницу начальных классов и смотрела она на нас так словно поймала ста ребятишек и лизающих через забор за чужими яблоками опять натощак поесть бедным некогда присоединилась к подруге Лида мы тут о них заботимся готовим стираем с утра до вечера ночи не спим а от них никакой благодарности еще и удрать норовят ни слова нам не сказав заворачивай их девочки послышался из кустов еще один женский голос пусть сначала позавтракают а то они своим голодным бурчанием всех немцев в округе соберут нам на задание надо девушки время не ждет война понимать должны так что тойди в сторонку и не путайтесь под ногами фермер попытался проскользнуть мимо марины но ему тут же перегородить дорогу еще три перстыти нецеслава пола боже и откуда у вас здесь только появилась простонал мне за спиной тот он ну откуда они тут появились ежу понятно бегая по деревням в поисках пропитания каждый раз мы получали в довесок то чью-то дочь то племянницу с непременной просьбой спятать очередную красавицу от загребущих фашистских лап так за несколько недель у нас набрался целый взвод барышень товарища вас кого на них нет безнадежно вздохнул бродяга зачем нам товарищ васков нам бы болота побольше да поглубже найти фермер повернулся спиной к стоящим на тропинке девушкам и обратился к нам говорил ли вам что бабам в армии не место теперь вы мне верите уж лучше бы он промолчал какой голодеж сразу начался это нам то здесь не место а кто вам готовит ироды да нас небось сухомятку жили да без нас вы бы давно с голоду пухнуть начали или вообще сдохли бы вступила вторая прелестница а кто стирает с утра до ночи портянки ваши вонючие форму кто штопает как не операция так и обязательно порвут чего-нибудь от усталости с ног валимся и все ради вас окаянных стараемся и третья девушка имени которой я не помнил показала нам свои руки вы нас совсем не цените арт уйми их в голосе казачины слышалась паника сделай хоть что-нибудь арт закричал фермер арт проснись а что что такое шум и виск тут же исчезли передо мной стоял саня и сочувствие на меня смотрел плохой сон ты так зубами скрежетал что я даже испугался не выкрашаться ли они у тебя и голову под рюкзак спрятать пытался мне девушки снились голые нет одеты и с требованием немедленно помыть руки почистить зубы и позавтракать а то на задание не пустят и как мы выкрутились ты предложил найти болото поглубже молодец арт почему молодец потому что даже во сне я принимаю правильное решение а девушки да хоть красивые были красивые но они так кричали чтобы мы без завтрака никуда идти не смели что мне как-то не до их красоты было кричали говоришь тогда болото однозначно болото выезд был назначен на десять утра после коротких сборов мы заменили номера машин на новое эсэсовские благо их у нас теперь было много и собрались в одном из домов на тайне утренню как пошутил тоттен кроме членов команды присутствовало и командование партизанского отряда в лице славы белобородька и сержанта пограничника долгих речей говорить не буду успокоил всех фермер ты майор запомни главное на ближайшее время не позднее двенадцатого числа ты должен перебазироваться из налебок вот сюда и саша ткнул пальцем в карту расстельную на столе а до этого работай по полной с огоньком если радиста где-нибудь в лесу найдете счастья вам если же нет то связь через почтовый ящик после шестого числа листы из блокнота использовать запрещаю понятно я помню товарищ майор госбезопасности ответил трошин хорошо что помнишь но напомнить не помешает и учти возможно мы еще о помощи попросим а может и не мы так что готовься конечно о чем разговор вам товарищ комиссар командир переключился на белобородько придется взять на себя обязанности особиста я понимаю что это уже обсуждалось но к большому сожалению наш главный оперативник не здесь и проконсультировать вас не может но я думаю что товарищ Нечаев кивок в сторону пограничника за годы службы приобрел соответствующие навыки верно научился кое-чему ответил старший сержант повторюсь наверное но старайтесь сильно не расти в размерах лучше три отряда по 50 человек с одной базой чем один 150 и вам товарищ комиссар придется это людям объяснять да вы говорили Александр Викторович говорил но еще я бы вам посоветовал не напирать на партийную совесть а постараться понять людей многие из них без командования почти месяц по лесам шатались считали что их руководство бросило попадались нам уже такие через полчаса совещание закончилось и настала пора расставаться на 10 членов группы на этот раз пришлось 4 машины и два мотоцикла правда один из них ехал в кузове грузовика в качестве головного дозора выступали Люк и Юрин получивший наконец свой позывной после вчерашней резни с эсэсовцами он получил прозвище крысолов поскольку в веревочной ловушке устроенной им попалась аж три немца мотоциклиста сержант Чернов тоже не отстал от коллеги за успешную охоту на немецких часовых получив лично от командира позывной кулак как и объяснил нам Саша за хорошо поставленный удар и хозяйственность во приходовне трофеев для большей безопасности Трушин еще с раннего утра выслал дозоры с задачей разведать маршрут так что километров 10 мы проехали что называется со свистом затем темп движения замедлился но все равно меньше 10 верст в час мы не делали ближе к полудню мы миновали и венец и двинулись на юг мой круп был последней машиной в колонне за пассажиров со мной ехали за эльц с кулаком поскольку в числе задач нашего экипажа означались охрана тылов и оказание огневой поддержки передовым машинам оба бойца были вооружены пулеметами дымов перечиски поправлял сползающую на ухабах сиденья коробку с пулеметной лентой а вот Чернову достался МГ с магазинным питанием и он пользуясь затишьем развлекал меня разговорами товарищ старший лейтенант я вот спросить хотел а почему вы бокс не любите с чего ты взял ну иногда у вас проскальзывает во время занятий некоторое пренебрежение что ли это я не к боксу это я к спорту ответил я закуривая а чем вам спорт не угодил да все нормально но от своих дурных привычек ты еще долго избавляться будешь я глубоко затянулся и выпустил облако дыма но я же в отличии от вас не курю возмутился Чернов я не про такие вадим а про ринг канаты и прочий спортивный антураж но бить вас учат хорошо этого не отнимешь а ринг то вам чем не угодил гладкий он ну и что а то что техника перемещения ваша для драки на природе не очень подходит а защита подставкой от руки еще ладно а от палки или не дай бог от ножа да я противник раньше с ног собью горячился Чернов и меня я даже полуобернулся к нему нет вас вряд ли я вот никак понять не могу двигаетесь вы вроде не очень быстро по крайней мере когда с нами работаете как так успевает тот кто не торопится расчет и опыт который не пропьешь ты сержант не переживай через годик ты тоже будешь противником ого-го каким внимание точка десять впереди раздался в моем наушнике голос командира это значило что мы подъезжали к очередному району где по нашим расчетам могли находиться стационарная поста немцев знаком показав пассажирам приготовиться я ответил в рацию арт принял мы готовы однако хоть и тот поселок и был забит немцами но проблем не возникло солдаты ленивы провожали взглядами колонну но номера машин указывающие на принадлежность к войскам эсэс и характерные пятнистые куртки на пассажирах отбивали у них охоту к общению я слегка опасался что именно эсэсовские причиндалы могут стать причиной повышенного внимания но вовремя сообразил что вряд ли вести о разгроме зондеркоманды успели дойти сюда а даже если слухи и появились большинство немцев не сопоставило бы уничтожение спецкоманды и появление эсэсовской колонны полусотни километров по темпу мы пока наших противников переигрывали к пяти часам вечера мы уже катили от района где бились эсэсовцами километров на 90 к югу результат если принимать во внимание состояние дорог хоть и не выдающийся но безусловно заслуживающий уважения некоторые отрезки пути вполне себе подходили под определение как вспомню так вздрогну железную дорогу баранович и минск наша колонна пересекла немного восточнее столбцов и теперь мы двигались на юго-восток направляясь к слуцку где в условленном месте нас должны были дожидаться бродяга с ребятами местность вокруг была оболочистая оно и понятно между речи немана и усы немцы последние пару часов нам на пути не попадались и к прочему никто другой дорога а скорее колея в песке петлявшая в чащубе была пустынна и если бы не следы тележных колес то можно было подумать что на дворе не двадцатый а пятнадцатый век внимание голос люка в наушнике оторвал меня от созерцания окрестностей мост впереди разрушен и вслед за этим раздалась команда фермера колонна стой всем смотреть в голосе командира сквозила нешуточная досада множество речек речушек и ручьев весьма ограничивали наш маневр рассчитывать на то что в крупных поселках где располагались основные данные местности мосты нет немцев было по меньшей мере глупо люк что там настил раскрочен а опоры сейчас спущусь посмотрю я же решил воспользоваться остановкой для решения персональных проблем повесив на плечо ППД я открыл дверь и вылез на обочину лес в этом месте отступал от нем она на пару сотен метров и дорога проходила по своеобразной насыпи естественно или искусственно было непонятно заболоченная низина усеянная купами кустов растиралась метров на шестьсот не меньше закончив свои дела я собрался вернуться в машину но периферийным зрением зацепился за какую-то несуразность так это что такое пытался сообразить я одновременно доставая из кармана сигарету поворачиваем голову медленнее медленнее давал я самому себе команды так еще вот на песчаные проплешине метрах пятидесяти от меня отчетливо вырисовывался сапог простой такой кирзовый причем судя по его положению он был надет на чью-то ногу о опять дернулся похоже было что владельцу сапога сильно досаждали комары внимание арт в канале контакт на час дистанция полсотни наблюдатель в кустах с ситуация складывалась аховая рвануть вперед мы не могли мешал разрушенный мост возвращаться назад через засаду тот же вряд ли да и на насыпи мы для засевшего лесу пулеметчика как на ладони арт здесь тотен дай наводку раздалось после паузы да хоть на коньяк буркнул я себе под нос а в рацию ответил группа из трех кустов правее нее большая коряга сразу за ней песчаная проплешина вижу взял ответил алик медленно повернувшись к своей машине я негромко спросил чернов пулемет готов так точно сквозь зубы ответил сержант и аккуратно довернул ствол на кусты где прятался противник только повыше бери там скорее всего наши советские чернов понятливо кивает ну не будут же полицаи в немецком тылу отклонны прятаться по спине заскользила холодная капля пота все наши хоть как-то прикрыты машинами один я торчу тут как те тополя на прыщихе мелькнула мысль всем внимание раздался в ухе голос командира приготовить дымы водителям движение вперед по команде пулеметчиком приготовиться зельц дым гранаты готовь повторил я ребятам приказ фермера лёша кивнул и вытащил из сумки две немецкие дымовухи ребята в грузовиках скорее всего будут кидать картонки армейские дымовые гранаты которыми нас щедро снабдили в свое время организаторы игры вот и привет из будущего совершенно не к месту спло в голове и вслед за этим сразу хорошо что я движок не заглушил медленно медленно словно в нехорошем сне я открываю водительскую дверь господи как хочется упасть сплошь меня на землю ой как хочется со спокойным видом опускаюсь на сиденье ну что ты саня давай командуй работаем бьет в ухо команда фермера я вздрагиваю и ору давай вадим дает длинную патронов на двадцать очередь по кустам а лёша дернулся шнуры одну за другой кидая дымовухи я втыкаю передачу из под тента переди стоящего грузовика вырывается дульное пламя пулемета и тоже летят дымовые шашки машины медленно ползли вперед выбрасывая из-под колес песок мне показалось что я понял замысел Саши продвинуться вперед уйдя с насыпи а затем пользуясь берегом как прикрытием отогнать противника плотным огнем подтверждаемую догадку в наушнике раздался голос люка командир есть брод я увидел что головная машина а ею была командирская эмка съехал с дороги направо и двинулась под берег поворот головы сзади все раскрылось в клубах дыма и пыли лишь кое-где на опушке вспыхивают огоньки выстрелов зельц работай по лесу длинными вдруг чернов вздрогнул и посмотрев на меня сказал антон в меня попали и завалился на свой пулемет твою мать что делать не остановить машину не приказать дыму прекратить стрелять я не мог закусив губу я вывернул роль и круп сполз насыпи уходя из зоны обстрела лёха бери вадимов пулеметы на откос до магазина не забудь зельц оторвался от пулемета и с удивлением посмотрел на меня потом перевоз взгляд на чернова лицо его как-то по детски скривилось кадык дернулся но милиционер пересилил себя и обойдя машину взял пулемет друга Вадиму мы помочь ничем не могли причем с того самого момента как в него попали я ясно видел аккуратное входное отверстие чуть ниже его левой лопатки резидент Вяз сообщает что по информации его звездника местным партизанским отрядом народная воля 25 июля сего года при переправе через реку Неман у поселка Николаевщина Столбцовского района совершено нападение на немецкую автоколонну в составе колонны были одна легковая три грузовых автомашины и один мотоциклет с коляской умелыми действиями партизан колонна была рассеяна но из-за вражеских подкреплений захватить трофей не удалось потеря противника 15 предположительно убитых и более 30 гитлеровцев ранено из докладной записки управления НКГБ БССР И это самое тяжелое Александр палкой повырошил угли в костре и продолжил все можно прикинуть просчитать приготовиться а тут бац и шальная пуля случайность как и глупость предусмотреть невозможно я ж тебе рассказывал про того парня который мне тогда чуть не завалил на него пять стволов смотрели любой бы на его месте руки в гору потянул а этот палить начал хорошо я в бронике был вот уже четверть часа командир и люк вели со мной душеспасительные беседы рассказывали байки шутили я кивал в ответ даже улыбался ну какое-то оцепенение нет это слово не подходит скорее пофигизм не покидал меня нет на моих действиях это никак не сказалось я стрелял затем вел машину помогал разбивать лагерь ел однако фраза про чемпионов союза так и вертились у меня в голове казалось наматывая на себя все остальные мысли опытные старшие товарищи довольно быстро просекли фишку и теперь каждый на свой лад пытались меня вывести из этого состояния в этом кабинете смутно знакомо мне по фотографиям я чувствовал себя очень неуютно в окно был виден кусок красной китайгородской стены с воротами а за ними виднелись башни кремля если я правильно помню географию родного города то я сейчас на лубянке судя по всему я тут давно по ощущениям меня сейчас что называется пропесочивают с чего я это взял было непонятно но тон сидевшего напротив меня человека был резок я поднял глаза мать моя женщина луч солнца блеснул на стеклах пенсне заставит меня невольно сжаться в ожидании выстрела снайпера ну и что же мне прикажете с вами делать уважаемые гости из будущего и знаменитая пенсне еще раз сверкнула на солнце ага довольно ухмыльнулся хозяин кабинета лисов тоже на этот прикол попался аж под стол полез а у вас я смотрю нервы покрепче это хорошо ну так что же мне с вами делать поэт вы наш так сказать песенник я не уверенно пожал плечами мол я что я ничего так вышло и что вы молчите да что тут скажешь товарищ генеральный комиссар оно как то само получилось но я готов искупить свое вино английской кровью отправьте меня на фронт ага заворчал бери отправь вас на фронт а нам потом не с кем капитуляцию англии подписывать будет в германии вон пришлось какого то полковника в генеральский мудир наряжать у них видите ли генералы кончились перестреляли их всех нахрен нет фронта вам не видать товарищ старший лейтенант как же они не фриске умение нормально петь хотя какая женщина ох огонь и чего на дуры петь лезет пока рот не открыла все нормально а потом вот и вы тоже нет что ли как все нормальные попаданцы высоцкого петь поете черт знает что и ладно бы один раз а теперь ваше с позволения сказать творческие порывы дали такие всходы что даже марк бернес в двух бойцах вместо шалант вашу подмогу исполнил ну куда это годится берите пример с товарища лисова песни правильные поет и уже генерал а вы не пойми что поете поэтому все в старлеях и ходите а если еще что нибудь сморозите я вас до ефрейтера разжалую так нет у нас в гб такого звания товарищ народный комиссар специально для вас и введем персональное чтобы стыдно было с одной соплей ходить да такой подлянки я отбери не ожидал я все осознал товарищ народный комиссар ну вот и славно теперь никакой антисоветчины пойте что ли пугачеву если уж душа песен просит и лучше этого как его ну лысый есть там у вас еврей этот розенбаум да нет другой бизон колоксон он пытался поймать мысль но было видно что то порно скользало кабзон точно кабзон вот его эпохи он хоть и еврей но идеологически безвредный представить себе исполняющим песни из репертуара кабзона ночью под гитару в компании друзей я не смог и настроение испортилось окончательно а может все таки лучше розенбаума он тоже еврей и тоже правильный ага усмехнулся лпб особенно когда мурку поет или вот эту пропитерская чека и одесских урок нет уж товарищ старший лейтенант партия сказала кабзон значит кабзон и ничего кроме кабзона понятно так точно товарищ народный комиссар антон подъем вырвал меня из объятий сна голос фермера через полчаса выдвигаемся как сам я помотал головы прогоняя остатки сна бери я приснился фермер хмыкнул надеюсь не голы со школьницами нет ругал за несвоевременные песни не расстрелял ну и ладно глава 12 взгляд со стороны бродяга не скажу чтобы длительное сидение на одном месте было бы для меня чем-то непривычным приходилось уже сиживать не раз тут хотя бы тепло было да и дождь не донимал так покапало пару раз и все но вот дока вынужденное безделье напрягало он у нас по натуре не поседа человек деятельный вот и вертелся постоянно глядя на него начали нервничать и бойцы пришлось в их ценном порядке реализовать старый принцип чем бы солдат не тешился лишь бы не вешался начал я с того что прочитал им краткий курс по мелким пакостям как водную часть к следующему большим неприятностям после течение трех часов троицах самозабвезно носилось по кустарнику снося руками ногами подручными предметами окружающей флору сил у них явно поубавилось фох доктор отвалился на пригорок вопрос к тебе есть спрашивали если то что мы сейчас делаем только водная часть к мелким пакостям ну да Тогда какие же будут пакости крупные? Как тебе сказать, Чебурашка? Я думаю, со временем до настоящих безобразий доберемся. Заодно и весе убавите. Гуманист ты, Саня, честное слово. Это я-то? АГ-образная трубка чьей изобретения, не напомнишь? Док крякнул и смутился. Бойцы с интересом уставились на него. Вот. Злорадно ухмыльнувшись в усы, сказал я ему. Заодно и товарищей просветишь. Может быть, после перекуса, а то, знаешь ли, такой аппетит разыгрался. Подкрепились мы обстоятельно, благо трофейных консервов хватало, да и домашние припасы еще оставались. Над душой никто не стоял, спешить было некуда. После отдыха, отправив одного бойца пробежаться по окрестностям, я продолжил нещадно гонять оставшихся. Сие увлекательное занятие было внезапно прервано патрульным. Товарищ капитан госбезопасности, там в лесу люди. В ружье! И мы тут же заныкались в кустах. Сколько их было? Спросил я у бойца, вглядываясь в лес. Я пятерых заметил. Все в гражданской одежде, но в руках оружия и винтовки. Идут смело. Похоже, местность знакомая для них. Может, еще кто и был, но я не заметил. Так, и кто же к нам пожаловал? Начал я размышлять слух. Вот что, вы тут с товарищем военврачом покараульте пока, а я фланг им обрежу и сбоку зайду. Это если они сюда топают. А если мимо пройдут, так я за ними прогуляюсь. Посмотрю, кого к нам черти принесли. Ставший уже знакомым за идти дни кустарник самкнулся за моей спиной. Так, а это что тут у нас? Птички, а точнее сойки, трещат чуть впереди и правее. Видят людей? Очень даже может быть. Мозг привычно начал анализировать обстановку. Судя по птицам, идут они почти на нас. Зачем? Что они тут потеряли? Нет, свернули, уходят еще правее. А там что? Поляна там и холмник посредине. Хороший такой, только пикник устраивать с девочками. Ага, самое для него время. Вот среди деревьев мелькнула фигура с винтовкой. Гость? Точно. Однако никуда он не идет, стоит, по сторонам смотрит. Часовой? Очень даже может быть. Еще минут через двадцать я нашел остальных на том самом холмике. У меня на глазах они быстро, но без суеты, протянули какую-то проволоку к ветвям одного из деревьев. Антенна, вот тебе бабушка и Юрий в день. Сейчас они выйдут в эфир, а через несколько часов тут от немцев будет не потолкнуться. Прочешут лес и нашим запасом кирдык. Нафиг, нафиг, кричали пьяные гости. Обойдетесь вы, ребята, сегодня без связи. Кстати, понятно, какой черт их именно сюда потащил. Холмик наш, по карте судя, был тут не самой низкой точкой, да и расположен удачно. В глубине большого лесного массива. Выбрав момент, я высунулся из кустов и засветил пистолетным патроном одному из радистов. Целился в лоб, но туда, естественно, не попал. Зато по колену угодил. И то божий дар, учитывая, что кидал его метров двадцати пяти. Подбитый вскликнул, и вся троица тут же растянулась на земле, взяв ближайшие кусты на прицел. Кстати, наш часовой ведь пятерых видел. Трое тут, один в кустах, на посту, а еще один где? Где-то сидит, должно быть. Ладно, спешить нам особо некуда, подождем. Только бы они с дуру палить не начали. Ага, лежат, ждут. Интересно, чего? Сигнал от часовых они осень-пемпеду смотрели. А вот об обратном, скорее всего, даже не подумали. А напрасно. Так что вы тут полежите пока, а я по делам смотаюсь. Часового я нашел в том же месте, где и оставил. И смотрел он в ту же сторону. Очередной пистолетный патрон упал в траву прямо у его ног. Удивленный часовой, не снимая винтовки с плеча, наклонился за ним, поднял и повертел в руках. Интересно? Мой тихий шепот над ухом прозвучал для него, как гром небесный. Плечи его напряглись. Тихо! Острие ножа недвусмысленно упирало с его горла. Почему-то людей сильнее всего пугает именно это. Хотя с точки зрения эффективности, лучше применять другой удар. Ну вот, если надо напугать, тут вариантов практически нет. Если только не в подмышку уколоть. Ну от боли пациент и крикнуть может. Надо только, чтобы острие слегка кожу поцарапало или прокололо. Сказал же, не шуми, не надо. А то сам понимаешь. Ты кто такой будешь? От кель тебе черти принесли? Часовой молчал. Упорный или это просто шок, выяснять было некогда. Что молчишь? Рот открой гляну. Может ты язык со страху проглотил? А? Польше он ничего сказать не успел. Подготовленный мной импровизированный кляп и забломка толстой ветки въехал ему в открытый рот. Проведя ножом по пиджаку, я слезал все пуговицы и, сдернув его назад, блокировал часовому руки. Теперь, подбив колени, я аккуратно укладываю добычу на землю. Винтовку в сторону и спеленать болезненного. Перед тем, как вязать руки, стащил часовой пиджак и бросил рядом. Усадил пленного спиной к дереву и притянул к стволу к кускам веревки. На глаза часовому я предусмотрительно не показывался. Вернувшись к адистам, я с удовлетворением обнаружил, что диспозиция за время моего отсутствия не поменялась. Они так и лежали на прежних местах, напиженно вглядываясь в подлесок. Ну и что делать теперь? Второго часового искать? А на кой хрен он не сдался? Сюда придет? Вряд ли. В любом случае, услышу я его раньше. Ходить по лесу они не умеют. Эй, славяне! Загораете! Стволы зашевелились, отыскивая цель. Ради бога, ребятки, из винтовки почти метровой толщины дерева не прострелить. Чего молчите, парни? Кто вы? Лесник здешний. А вот кто вы? Какой еще нахрен лесник? Ты нам зубы-то не заговаривай. А орать так зачем? На часовых своих рассчитываете. Так напрасно это. Они тут недалеко в тенечке отдыхают. Врешь ты, дядя, все. Ну на, держи, полюбуйся. Привстав на колено, я со всей дури запустил трофейной трехлинейкой в сторону радистов. Не долетев несколько метров, винтовка упала на землю. Подойди, посмотри. Не бойся в свое оружие, знаете. Ты извини, родной, но вторую винтовку тащить тяжело было. Старенький я. Да ты, не боись, стрелять не буду. Зачем это мне, когда вы так со всех сторон, как на тарелочке? Один из лежащих поднялся и, быстро подхватив винтовку, вернулся назад. Прошла минута. Ну так, чего тебе надо, в нолесник? А не охота мне, чтобы вы тут свою рацию развертывали. Понятно? Чего? Того самого. Короче, собирайте свои манатки и валите отсюда, по добру, по здорову. Часовых своих с собой забирайте. Я ясно выражаюсь? Ясно. А чтобы у вас мыслей каких-нибудь хороших в голове не завелось, сразу предупреждаю. Развернете рацию ближе десяти километров отсюда, можете с ней попрощаться сразу. Прострелю ее к чертовой матери. А другой у вас нет, не положено вам. Наступило молчание. Очевидно, мои оппоненты усваивали информацию. Ты это, дядя, на себя немноговато берешь? Лес не твой, а мы сюда не по грибы пришли. Советская власть перед тобой. Мой это лес. А что до власти касаемо, так я еще посмотрю, кто перед кем по стойке смирно стоять будет. Усек, родной? А в ответ тишина. Похоже, прониклись касатики. Короче, если командование ваше с нами пообщаться захочет, завтра на это место приходите. Тебя как найдем? А куда вы тут денетесь? Вы еще только к поляне-то шли. Так вас уже срисовать успели. Кто идет, куда идет, зачем? Ладно. Чего сейчас-то делать будем? Иди сейчас, второго часового забирай. Сюда вернетесь, за первым сходите. Потом все вместе и шруйте отсель. Только душевно вас прошу, не дуркуйте. Не охота мне грех на душу брать, понятно? Тут на вас полдесятка стволов сейчас смотрит. Так что вы уж того не нарывайтесь. Через пару минут с пригорка спустился один из гражданских. Поправив на плече винтовку, он зашагал куда-то в сторону. Я тихонько последовал за ним. Про диаметра пятьдесят он кого-то окликнул. Ага, вот он второй часовой. Подобравшись поближе, я увидел их обоих. Ну и славно, будет вам от меня подарочек. Петрович! Прибежавший из поляны партизан был взволнован и насторожен. Ты тут никого не видал? Кого? Тихо тут! Нету никого рядом. Блин, на пушку нас взяли, лесник этот. Бежим назад. Какой лесник? Куда бежим? По дороге объясню. Но, сделав десяток шагов, оба становились как копаная. Было с чего. Прямо перед их лицами на ветке покачался пиджак первочасового. И еще глупые вопросы есть, только за винтовки не хватайтесь, ни к чему это. Подал я голос из зарослей. Часовой, однако, продолжал держать винтовку на изготовку. Кого-то стрелять собрался, милок, не видишь же никого, усмехнулся я при себе. Посыльный торопливо снял пиджак Светке и показал второму. После чего они завидно резвостью ломанулись в уже известном мне направлении. Отыскав первочасового, партизаны пришли в состояние легкой охренелости. Лежа под кустом, я слушался в их разговор и мысленно ставил себе плюсики. Ты чего, Петров? Совсем офонарел. Как это? Не видел, не слышал ничего. Может, вздремнул на солнышке? В голосе спрашивающего сквозила явная угроза. А вот и не слышал. Только мне нож в горло уперли так, что не то, что крикнуть. Вдохнуть не мог. А потом по голове сзади. Вон, видишь, сколько кровища натекло? Ну, с кровищей он, пожалуй, брешет. Сколько там было-то ее, той царапинки? Ну, вытекла пара чайных ложек. Виноват, торопился, не доглядел. А он тут распинается. И по голове я его не бил. Однако что-то они тут подзадержались. Может, шугануть их? Нет. Вон в колонну построились, пошли. А после выйдут. По странам смотрят. Давно бы так. Услышав мой рассказ, док разволновался, как и положено интеллигентному мальчику из хорошей семьи. Панты твои нас до добра не доведут. Ты что, Рэмбо? Да ты хоть понимаешь, кого ты шуганул? Партизан? Кого же еще? Так надо было с ними встретиться, поговорить. Ну, так я и встретился, поговорил. Как их еще инфаркт не пробил после твоих разговоров? Серега ощутимо завелся. Интересно, док, а как ты себе этот разговор представляешь? Не забывай, у них сеанс связи, все посторонние, при этом крайне нежелательны. Могли и положить нас в пяток стволов-то. Остудил я его пыл контр-вопросом. Ну, мы бы отбились? Неуверенно ответил Сергей. И что? Какой такой разговор у тебя с покойниками состоялся? Нет, заметь, я в твоих способностях не сомневаюсь, у тебя и мертвый бы заговорил. Да ну тебя к лешему, мы же без связи остались. С кем? С центром. Так она у нас есть. С подпольем. И с ними есть. А кто нам тут еще нужен? Чем про нас меньше посторонний народ узнает, тем лучше. Да и представь себе, вот пообщались мы, пошли они назад. И что? И кто? Немцы. Навалились гурьбой, стали руки вязать. И куда бы им потом взять арсенал Павла Клибы? Ты так уверен в их стойкости на допросе? Так нет таких, кого предложить сноровки расколоть нельзя. У тебя бывало и на играх народ чуть не до мокрых штанишек пугался. Снова подколол я. Ну, они и сейчас могут сказать, что их погнал из леса лесник, как в том анекдоте. И что, побегут немцы лесника искать? А их командование? Если умный командир сам придет, а дурак мне тут без надобности? Хотя, как они по лесу ушли, не надо мне тут такого командира. Однако, они пришли. Еще на подходе к полянке их застег наш часовой. Получив это сообщение, мы с Доком приступили к выполнению разработанного плана. При его обсуждении он фыркал и называл меня авантюристом. Предрекал неминуемый крах моих прожекторских планов и позорный провал всей миссии. Убедил я его только тем, что времени на выработку чего-либо более смысленного у нас нет, а хорошая импровизация страшная сила. На этот раз гостей было больше. На полянке ждали трое, а еще пять человек расположились на подступах к ней. И еще десяток я обнаружил после пробежки по окрестностям. Эти сидели тихо и никак себя не обозначали. Вооруженные они были крепко, кроме винтовок имелся ручник и два автомата. Сделали, значит, выводы из неласкового приема. Ну что ж, это даже неплохо. Однако же, пора и честь знать, нехорошо заставлять людей ждать так долго. Часовой заметил меня издалека. Я намеренно не прятался, шел спокойно и оружие на виду не держал. Поэтому и он не проявил в отношении мне явной агрессии. Только вышел из кустов и указал направление движения. Под внимательными взглядами гостей я поднялся на холмик. День добрый! Здравствуйте! С кем имею честь разговаривать? Командир партизанского отряда лейтенант госбезопасности Зайцев, а вы кто такой? Могу ли я попросить ваших спутников отойти в сторону? Мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Это не спутники, комиссар отряда и мой заместитель. До свидания, товарищ лейтенант. Я повернулся спиной и стал спускаться вниз. Стоять! И характерно клацание за спиной. Я не торопясь обернулся. Так и есть, лейтенант держал в руках пистолет. Двое его спутников тоже вытащили свои пистолеты. И как прикажете это понимать? Вы арестованы, сдайте оружие. У меня его нет. Здесь оно мне ни к чему. Смирнов, обыщите этого лесника. Заместитель командира снул свой ТТ в кобуру и подойдя хлопал меня. Нет у него ничего пустой. Давай его сюда. Вы хорошо подумали, лейтенант. Я рассматривал его с нарочитым интересом. А он не опер, задержание их участия не принимал. Стоят они неграмотно. Если мне понадобится, то в принципе всех можно начать валять прямо сейчас. А пистолет мне этот Смирнов сам в руки принес. Даже к кобуру застегнуть поленился балбес. Это вам я бы порекомендовал хорошенько подумать. Если вы про тех, что в овраге сидят, то на вашем месте я бы не был столь уверен. С показной иронией ответил я. Что? Он сбился с накатной дорожки и слегка сбавил тон. Позади вас лейтенант Пенек. Пошарьте под ним. По знаку лейтенанта один из часовых подошел поближе и, пошарив в траве, вытащил малую пехотную лопатку, которую большинство людей не военных называют почему-то саперной. Передал ее лейтенанту. И что это? А вы у себя под ногами копните. Посоветовал я, присаживаясь на землю. Я подожду. Контролировавший меня Смирнов дёрнулся, но никаких приказаний от коммундира не последовало. Ждать долго не пришлось. Через минуту лопатка лязгнула по металлу. Что там у вас? Спросил лейтенант. Не у вас, а у нас. Авиабомба. Сто килограммов. Вокруг поляны еще три лежат. И в овраге, там, где ваши бойцы сидят, тоже парочка прикопана. Только поменьше, по полтинничку. Нам их далеко тащить было. А надо было все точки заминировать. Мы же не знали, где именно вы бойцу спрячите. Вот и минировали все подряд. Вы копайте, копайте. Только вытаскивать ее не пробуйте. А то мой зам не так вас понять может и нажмет еще чего-нибудь с перепугу. Он что, тоже тут? Тут, тут. В бинокль смотрит. Так, отставить копать. Михайлюк, вернитесь на пост. И повернувшись, уже ко мне спросил. Что вы хотите? Я вам уже сказал. Товарищи? Обернулся он к спутникам. Сами видите, какая обстановка. Отойдите в сторону. Не зря мы ночью надрывались, таща на горбу пустой корпус от сотки. Ведь, по сути, мы знали только одно место, куда гости точно придут. То есть этот холмик. Вот сюда мы и закатили бомбу, а потом битый час ползали по лесу, уничтожая следы. Только не очень далеко, а то вас могут неправильно понять. Рванут тогда меня с вами за компанией и все. А могут? Поинтересовался лейтенант. А вы проверьте. Поверю вам на слово. Я поднялся с земли и взойдя на холмик, устроился на пеньке, под которым раньше лежала лопатка. Итак, товарищ лесник, я вас слушаю. Как я понимаю, вы командир местного партизанского отряда. Оставлен здесь задачей организации партизанского движения. Так? Так. А кто вы такой? Заместитель командира по оперативной части спецгруппы ГУГБ, капитан госбезопасности, оперативный псевдоним Бродяга. И вы можете предъявить мне документ, подтверждающий ваши полномочия? А вы? Извольте. В руках лейтенанта образовалась шелковка с отпечатанным на ней текстом. И что это тут? Лейтенант госбезопасности Зайцев является командиром партизанского отряда. Подпись, печать, все как положено. Достаточно? Такого документа, как у вас, я не имею. Почему? Потому что характер полученного нами задания прямо запрещает вступать в контакт с кем-либо из местного населения или представителей партизанского движения. Это почему же так? Приказ! Развел я руками. Руководству виднее. И я должен вам верить? Но я же не говорю вам, что у меня нет вообще никаких документов. Во всяком случае, удостовериться в личности я могу. И я протянул ему свой проездной, сложной в него карточкой с заместителем на АПС. Правда, в руки ему их не отдал, показал из своих. Если эти документы и вызвали какие-то подозрения, то виду он не подал. Странно, служебное удостоверение у вас есть, а других документов нет, да и звание не соответствует. Все правильно, лейтенант, не соответствует, не спорю, просто здесь я капитан. И что дальше? Это я у вас спросить должен, как старший по званию. Я вам не подчинен, товарищ капитан, у меня свое руководство есть. Но это же не я к вам на базу валился, это ваши радисты чуть не подставили под удар мою стоянку. Хорошо, с этим мы разобрались, инцидент можно считать исчерпанным? По гору, москвич, и предложение грамотно строит, как минимум десятилетку окончил, в темпе прокачал я своего оппонента. Да, у меня к вам больше опросов нет. А вот у меня есть. Задавайте. Я не могу правильно выполнять полученную мою задачу, не зная, каких еще сюрпризов ожидать с вашей стороны. С моей никаких. Тут у нас склад взрывчатки, и мы не собираемся шуметь в этом районе. Да и вам не советуем. Спасибо. С шумом мы уж как-нибудь без вас разберемся. Опять же, на это руководство есть. Эки, вы лейтенант упрямый. Хорошо, доложите по команде, что вошли в контакт со спецгруппой «Рысь». Вот и посмотрим, что вам из Москвы ответят по этому поводу. Только большая просьба к вам у меня будет. Слушаю. Можете упомянуть мой псевдоним. В крайнем случае назовете фамилию не более. Если вы сообщите, пусть даже и кодом, то, что прочли в моих документах, я даже предположить не беру, что последует. Да, и еще, на связь выходить ближе к 30 километров к югу от Слуцка не рекомендую. Мы за последнюю неделю с десяток передвижных меленгаторов засекли. Не надо меня пугать, товарищ капитан. Я не мальчик, а вы не учитель в школе. И тем более не надо мне указывать, что, как и где я должен делать. Лицо его раскраснелось. Видимо, до моего появления он считал себя большой шишкой. Док, ты слышал этого юношу? Что я еще должен ему сказать, чтобы он поверил и воришку закрыл? Слышал. Голос Дока звучал довольно отчетливо. Не блеск, конечно, но что взять с портативной рации, спрятанной за куском коры в пне? Она была установлена в режим голосовой активации, поэтому нажимать на тангенту мне не требовалось. Клинический случай, называется, никому не верю. Командиру сообщи, пусть ему через его командование торцевание проведут. Лейтенант был ошарашен, он явно не понимал происходящего. Э, кто это тут? Что еще за торцевание? Это мой заместитель, он сейчас полкилометра отсюда. А торцеванием называется процесс вразумления непонятливых товарищей путем приложения кулака вот сюда. Я указал ему точку на лбу. Еще вопросы есть? Нет. Вы действительно спецгруппа? Да, с особым заданием. Ну, так бы сразу и сказали, а то бомбы, мины. Так, кажется, процесс пошел. Я поудобнее устроился на пеньке. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 4-й, 08-й, 1941-го, 16-07. Итак, товарищи, что мы имеем на сегодняшний день по странникам? Хозяин кабинета обвел взглядом, сидевшка с словом командиров. Начните вы, товарищ Маклярский. Как известно, всем присутствующим 28 июля часть группы «Странники» вышла на личный контакт с представителями Слудской резидентуры у НКВД Белоруссии. Товарищи немедленно связались с нами и начали оперативную разработку на месте. Как докладывает лейтенант госбезопасности Зайцев, капитан взял в руки листок бумаги и прочитал. Особенности поведения фигуранта-старик указывают на принадлежность последнего к органам разведки или контрразведки. Беседу фигурант вел непринужденно, демонстрируя знаки специфики работы органов НКВД, включая центральный аппарат. Проанализировав его речь, могу с уверенностью сказать, что старик русский, но, возможно, некоторое время проживавший за границей. «Интересное наблюдение», задумчиво признёс Судоплатов. «Что ещё?» Контактировавшей группе был ещё военврач. По сообщению Зайцева, он серьёзно помог подполью, оказав медицинскую помощь трём членам подпольной группы. «Резидент считает, что военврач...» Он заглянул в свои записи. «Кураев еврей». «А вот это уже серьёзно», сказал Эйтинган. «Я с трудом могу представить еврея, работающего на гестапо». «А на чём резидент основывает своё утверждение?» Маккалерский снова заглянул в бумаги. Зайцев прилагает записи бесед. «Это, конечно, не стенограмма, но некоторые характерные словечки и обороты упомянуты». Судоплатов кивнул. «А по вашей линии, что на ум Исакович?» Заместитель судоплатов откашился. «Запрос кадра пока ничего не дал. Фигурантов из отряда установили. Там всё чисто. Если не считать того, что этот Трошин был разжалован за дискредитацию в 39-м. Комиссар отряда, бывший второй секретарь одного из подмосковных райкомов. Наш сотрудник туда съездил, побеседовал с товарищами. Все как один характеризуют Белобородько положительно. А подтверждение к донесениям? Тоже всё чисто. Конечно, передача позывных другой рации это сам по себе ход нетривиальный. Но если воспринимать его как попытку запутать следы, то решение это именно в силу необычности правильное. Это мы обсудим чуть позже». Перебил Эйтингана, начальник отдела. «А пока, как я понимаю, по личностям основных фигурантов ничего не выяснили?» «Так точно». «Хреново!» Судоплатов припечатал ладонью папку, лежавшую перед ним. «Нарком с меня не слезает. Подай ему этих людей». Он перевел дыхание и продолжил уже спокойнее. «У меня вот что в голове не укладывается, товарищи. Как, по вашему мнению, группа профессионально работает?» «Да», ответил Маклярский. «Не подлежит сомнению», согласился Эйтингон. «Информации о нашей организации не обладают?» Оба подчиненных кивнули в знак согласия. «На связь с нами вышли и поддерживают её. Информация от них подтверждается, действия тоже. Но кто это? Мы за месяц так и не выяснили. Мистика какая-то. Получается, что если они не немцы и не работают на Германию, то конспирируются и от немцев, и от нас. Британцы? Американцы?» «Не похоже, Павел Анатольевич. Почеркни тот. Да и какой резон для закордонников всё это делать? Хотя меня смутил псевдоним командира группы. Да, я когда его узнал, тоже занервничал. Но вы же хорошо знали с Коблина. Да я с ним встречался, потому и отмел этот вариант. Не стал бы наш фермер этим заниматься. Он авантюрист был, а не диверсант. Да и вы, Наум Исакович, судьбы генерала на месте выясняли. Да, вы правы. Если только кто-то весьма информированный о наших телах не решил сыграть в прокировку. Но если степень информированности такова, как нам кажется, зачем им было на меня выходить? Так что давайте будем думать вместе. Сегодня жду вас десяти вечера с готовыми гипотезами. Будем мозаику складывать. Барановичи, штаб группы армий «Центр», 5.08.1941 года, 17.24. То есть вы, господин оберс-лейтенант, считаете, что войсковая операция нецелесообразна? В колосе маленького человека со знаками различия бригады фюрера сквозил раздражение. Да, господин генерал, мы понимаем, что потеря целого подразделения СС это проблема. Но действия красных бандитов на коммуникациях и так чрезмерно усложнили доставку подкреплений передовым частям, сажающимся под Смоленском. Так что сейчас каждый солдат на счету. Голос оперативного офицера 4-й армии тоже был разожженным. Ну еще бы, этот эсэсовец потерял жалкую роту и теперь устроил скандал, требуя от армейцев силы для проведения акции возмездия. А ведь еще месяц назад при подсчете потребного наряда сил и средств армия уже отказалась от прочесывания этих проклятых лизов. К тому же, если мне память не изменяют, охрана оперативных тылов взяла на себя СД. То есть вы мне отказываете? С угрозой в голосе спросил эсэс. Я не отказываю. Ссориться с протеже самого Гиммлера обе с лейтенанту не хотелось. Я просто не имею возможности выделить необходимые силы. По нашим оценкам, для качественного прочувствования этого массива необходимо как минимум четыре полка, а лишняя дивизия у меня не завалялась. Но, господин генерал, через неделю прибывают две охранные бригады, так что мы не отменяем операцию, а просто переносим. К тому же, насколько мне известно, служба безопасности уже планирует акции в районе Минска и, соответственно, собирает информацию. А это залог успешного применения большой дубинки. Разбудил меня запах, точнее вонь. Давно не мытые тела, моча, аромат гниющего мяса. Странно, что не проснулся раньше. Я попробовал встать, но тело не слушалось. Такое ощущение, что я отлежал всей конечности и спину с головы в придачу. Что за черт? Стиснув зубы, я все-таки приподнялся на локтях, руки дрожали, надержали. Вокруг царил полумрак, и только куда-то сбоку пробивались лучи электрического света и мертва тишина вокруг, буквально ни звука. Внезапно в губы мне ткнулся холодный металл. Что это? Скосив глаза, я увидел чью-то руку, держащую мятую жестяную кружку. Где я? Что такое? Наконец, в поле зрения появилось лицо доброхота. Сухощавый мужик с изможденным лицом, изуродованным длинным шрамом на левой щеке. Одет он был, насколько я смог разглядеть, полумраке в грязную, кое-где порванную гимнастерку без знаков различия. Губы моего визуи шевелились, но слов я не слышал. Прохладная вода плеснула через край кружки на мои губы. Ох, хорошо-то как! Я предкрыл рот пошире, наслаждая оживительной прохладой. Напившись, я благодарно кивнул мужчине. Вода, казалось, придала мне силы, так что я смог сесть. Так, судя по всему, сейчас ночь. Вон фонари какие-то светят, и лежу я под каким-то навесом. Вокруг люди, много людей. Где же это я? Тут меня скрутило отрежущее боли в животе. Застанав, я повалился назад. Мужчина смочил свою руку водой и обтер мне лицо. Фу, вроде отпустило. Я снова приподнялся на локтях. Спустя минуту или может быть больше мне удалось сесть. Мужчина опустился на корточки напротив меня и, судя по шевелящимся губам, снова что-то спросил. Я отрицательно мотнул головой. Йо! В голове будто граната взорвалась. Однако я не упал, а скривив рожу, показал пальцем правой руки себе на ухо. Мужчина сокрушенно покачал головой и, встав, ушел. Я осторожно повернул голову налево. Ох, твою за ногу! Это все, что родилось у меня в голове, когда я увидел, что метрах в десяти навес заканчивается и там, в свете прожектора, зловеще поблескивают нитки колючей проволоки. Глаза мои уже привыкли к полумраку и я разглядел, что вокруг меня в повалку спят десятки, нет сотни людей в военной форме. Человек же, принесший мне воду, склонился над кем-то, лежащим на земле метрах пяти от меня. Эй, товарищ! Попробовал я позвать его, но из моего горла вырвалось какое-то невнятное окликотание. Звуки эти, однако, привлекли его внимание и он повернулся ко мне. Правда, повел себя довольно странно. Замахал рукой, показывая, чтобы я снова лег. Я снова опустился на землю. Что случилось? Что это за место? Почему я ничего не помню? Рылись у меня в голове заполошенные мысли. Не поднимаясь, я попробовал рассмотреть тебя в слабых отцветах прожектора. Так, судя по рукавам, на мне гимнастерка. Я ощупал воротник. Ни петлиц, ни знаков различия не было. Аккуратно согнув ногу, я глядел ее. Сапоги, равно как и ботинки, на мне отсутствовали, а галифе были изорваны во многих местах. Ну что, проверка всех систем? Зовут меня Антон, фамилия Окунев. Родился я в 1973-м. Мы поехали в Белоруссию на игру и попали на войну. Тьфу ты, какой-то идиотский рэп получается. Минут за 15 я вспомнил практически все, кроме главного. Как я очутился в этом лагере? Правда, оценився физическое состояние, я понял, что скорее всего меня контузило. Или кто-то сильный, но недобрый отоварил меня пыльным мешком. Почему мешком? Потому что голова целая. Ну не считай же за повреждение пару болезненных ссадин и десяток царапин. Сильно напрягал пропавший слух, но я оптимистично рассчитывал, что он восстановится. Хотя первое время мне будет тяжко, конечно. Потом пришла мысль, что если ребята живы, то одного они меня не бросят. А учитывая, что за то время, пока мы эсэсовцев уничтожали, бродяга резко решился с местным подпольем, шансы на мое освобождение резко возрастали. Затем, в соответствии с народной мудростью, я решил поспать и разбираться с проблемами при свете дня. Когда Александру доложили, что во время банальной разведки в деревне группа напоролась на засаду, первой мыслью была «ну вот, допрыгались». На вторая часть сообщения порадовала его еще меньше. Зельц, захлебываясь, верещал в наушники что-то про то, что товарищ старший лейтенант пропал, немцы везде и прочую паническую мутотень. Пришлось рявкнуть с обильным использованием второго командного, после чего поток информации несколько упорядочился. «Товарищ майор, Арт в деревню с одним из партийных пошел, без оружия и рации, а тут полицаи навалились. Мы на выручку пошли, а из леса мотопатруль два грузовика с фрицами, а нас всего трое». «Так, понятно. Что сейчас творится?» «В деревне стрельба началась. Наших, наверное, ловили, потом несколько взрывов было». «Несколько?» «Это сколько?» «Три». «Так и отвечай в следующий раз. Точное количество взрывов было. Конечно, не важно, но воспитывать за лица надо. Пусть парень мысли в порядок приведет, а то, как в бессмертной кинокомедии «Все пропало, шеф, все пропало». «Слушаюсь!» Голос Дымова стал уверенней. «И про код не забывай». «Так точно. Гады сейчас в кусты пошли цепью. Несколько минут назад погрузили тушки на колеса и спешно умчались». «Двухсотые или трехсотые?» «Я не очень разглядел, но и те, и те были вроде». «Давай ориентир, мы скоро подтянемся и наблюдение продолжай. Отбой!» Судя по наличию тушек, Антона тепленьким взять не удалось, что уже хорошо. А если обратить внимание на то, что Немчура за прочувствование принялась, то совсем хорошо. «Значит, Тохе удалось лесу скакать. Будем его сами искать». И, высунувшись из штабной палатки, Александр громко скомандовал. «Отряд! В ружье!» На этот раз побудку мне устроил один из соседей, запнувшийся о мои ноги. Открыв глаза, я с трудом, хотя легче, чем это получалось, ночью сел. Народа под навесом существенно прибавилось, и большинство в настоящий момент куда-то торопилось. «Неужто завтрак?» Поднявшись на ноги, я заковылял вслед за всеми. Рядом два бойца, несли на плечах третьего, ноги которого были замотаны грязным бинтом. «Куда идем, товарищи?» Спросил я их. Один бросил на меня косой взгляд, но ничего не ответил, а вот губы второго зашевелились. «Я ничего не слышу!» И я показал на свое ухо. Троица затормозила, и ответившая мне медленно, так чтобы я понял по губам, сказал «Поверка!» «Удачно, что меня разбудили», пришла мысль. «Кто его знает, какие тут порядки?» «Может, за невыход на построение сразу расстреливают?» Солнце было еще не высоко, и тени от караульных вышек перекрывали центральную площадь лагеря. «Так, что тут у нас?» Подумал я, оглядываясь. Лагерь представлял собой неправильный четырехугольник, размером примерно 100 на 200 метров, обнесенный высоким проволочным забором, в метрах 15 от которого шел другой низкий. По углам и у единственных ворот стояли вышки, и на каждой, что характерно, прожектор. А между заборами, как пить дачи свои должны ходить, догадался я. Кроме длинного навеса, под которым я провел ночь, огромной деревянной бочке в одном из углов огороженного пространства и пары дощатых домиков, у ворот на территории лагеря ничего больше не было. И тут же, будто в подтверждение, из-за караулки вышел немецкий солдат и двинулся вдоль колючки. Судя по количеству народа, а на первый взгляд, на площади стояло несколько сотен человек, и отсутствие построек это не настоящий лагерь, а скорее какой-нибудь сборный пункт или накопитель, сообразил я. Стоящие вокруг меня люди зашевелились, сбиваясь теснее. Вдруг мне показалось, что я слышу какой-то звук. Многие же мои соседи, морщаясь, начали затыкать руками уши. Завертив головой, я заметил на одной из вышек, что стояло метрах 50 от меня здоровенную сирену, рукой от которой увлеченно крутил щуплый немец в форме со знаками различия унтер-офицера. Спустя некоторое время унтер прекратил свое телодвижение, и соседи перестали морщиться. Одна створка ворот открылась, и вся толпа качнулась по направлению к ним. «Что? Что такое?» Как мог громко спросил я. Стоящий рядом с даровяк из отраной кожаной куртки развянул мне к себе лицо, и я прочитал по губам. «Не ори! Еду дают!» Кивнув в ответ, я стал ждать. Спустя пару минут немцы командами, а больше грозным видом двух пулеметов, размещенных сразу за воротами, навели относительный порядок, и пленные, вытянувшись в колонну по одному, стали подходить за пайкой. «Когда стоявший передо мной здоровяк, одетый в кожаную куртку, танкист, наверное», отметил я при себе, вышел вперед, я увидел, чем нас угощают. В проеме ворот стояла двуколка, однако лошадей не заметил, в которой виднелась кучка каких-то корнеплодов. Мой сосед как раз дошагал до тележки, и человек в советской форме, но без знаков различия, и с белой повязкой на рукаве, протянул ему два каких-то овоща. «Не густо, однако», думал я, выходя из строя. Два склизких овоща, которые мне сунул капа, оказались брюквой, сырой, а чуть подгнившей. Это я выяснил, вернувшись под навес. Да, дилемма. Остаться голодным или мучиться животом, съев этот завтрак. Пока я, сидя по-турецки, размышлял об этом, окружающие меня люди торопливо поглощали лакомства. Я же, по здравому размышлению, решил, что смогу немного продержаться, что называется, на подкожном жире. И собрался поделиться одной брюквиной с тем танкистом, а вторую отдать к какому-нибудь из доходяк, что не смогли выйти на завтрак. Бамс! От сильного подзатыльника голова моя чуть не взорвалась. Я завалился на бок, овощи покатились по земле. Пару мгновений перед глазами плясали звездочки. Ну что, удивительно. Я начал слышать. Ресторан! Сидит, мля, выбирает! И кто топнул меня сапогом под ребра. Вот тебе и равенство угнетенных, подумал я, переваливаясь на другой бок. Надо мной стояли двое молодых до четвертых парней, одетых в относительно чистую форму. Да ладно тебе, Колян, распинаться-то! Он же глухой, как пень! Интересно, что я ясно расслышал все сказанное? Ох, не зря доктора говорят, голова дело темное. Эй, чего к парню пристали? Раздался возмущенный голос у меня за спиной. А ты чего возникаешь, комиссар, что ли? В голосе мародера послышалась угроза. Да, обвинение для этого места и времени более чем серьезное. А была не была, надо и тут авторитет зарабатывать. Один из грабителей как раз нагнулся, чтобы подобрать мою еду, а внимание второго отвлек неизвестный, вступившийся за меня. Оба этих обстоятельства, учитывая мое далекое, не блестящее физическое состояние, сильно повлияли на мое решение. Я резко, как мне показалось, пну, стоявший в коленный сустав и перекатившись, ударил другой ногой в голову присевшего. Все эти метания отозвались очередным взрывом головной боли. Первый вскликнул, нога его подогнулась и он упал на меня сверху, придавив к земле. Я бил практически под прямым углом в колено сбоку. Обычно таким ударом довольно сильно повреждается сустав и противник долго приходит в себя. Этот же сразу начал распускать руки, стараясь добраться до моего горла. Второго гада я не видел, но судя по тому, что бороться мне приходилось только с одним оппонентом, мой второй удар был удачнее. Бороться по-честному с этим моральным родом я не собирался, да и чего уж там не мог. И дав его пальцем сомкнуться у меня на горле ткнул большими пальцами мимо подмышки. Враг рассомкнул захват и я весьма удачно схватив за глаза сдернул его с себя. Оказавшись сверху, я поменял захват и пару раз изо всех сил ударил головой противника землю. После чего силы оставили меня и я повалился между поверженными врагами. А ну назад, падаль! Раздался тот же голос. А ты давай вставай, нечего разлеживаться. Скосив глаза, я увидел этого танкиста, что стоило рядом со мной во время раздачи. На кого это он там кричал? С этой мыслью я встал на колени и осмотрелся. От дальнего конца навеса к месту драки подходили три парня и выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Танкист, конечно, мужик крупный, но как отреагирует на драку охрана? Может, какой-нибудь ганс или курт просто полоснет по толпе из пулемета, восстанавливая порядок? Или им все равно, главное, чтобы пленные на забор не лезли? Танкист потел мне руку, помогая подняться. Антон! Представился я. Михаил! Ответил он. Перспектива драться против двоих, похоже, наших противников не обрадовала. Эй, танкист! Крикнул один из подошедших. Зачем пацанов обидели? Совсем страх потеряли. Эй, нет! Угрожающе протянул Михаил. Хватит, побаловались! Рядом земли поднялось еще пятеро бойцов. Похоже, я сам того не подозревая, влез в какие-то местные разборки. Расклад был примерно понятен. Одни шакалили, действия по принципу «зохнет и сегодня, и завтра». Вторые же стояли на позициях социалистического коллективизма. С шакалами мне было точно не по пути, а вот кому нары могли пригодиться при организации побега. Вряд ли мужикам нравилось медленно подыхать за колючкой, поэтому я выступил вперед. Это я ваших уделал! Какие претензии? Я чувствовал поддержку, что называется, попер буром. Было видно, что наши оппоненты заколебались. Кромко хлопнув в ладоши, я быстро шагнул вперед. Приемчик из шпанистого трочества сработал. Главное, отшатнулся и запнувшийся чьи-то ноги чуть не упал. «Забирайте этих!» Я указал на лежащих. «И валите к себе!» Моральная победа была полная. После чего, не обращая ни малейшего внимания на противников, нагнулся и подобрал с земли брюкву. Взгляд со стороны. Тотан. На новом месте появилось немного свободного времени, и это было не очень хорошо. В отсутствие дела в голове начинали рыться всякие невеселые мысли о доме, о судьбе, о жизни, о смерти. Я вовсе не самурай, а потому мысли о смерти ни удовольствия не доставляют, ни смысла особого для меня и несут, во всяком случае сейчас. А потому, чтобы отлиться, я решил в какой-то раз перебрать снаряжение. В итоге получилось два комплекта. Опять больше одного. Ну почему так? Один под автомат, но с ним все давно было ясно и понятно, что, куда, зачем и почему. Второй под пулемет, и тут пришлось перевешивать все заново. Хорошо еще, что барахла Бунысверовского у меня с собой было много. Так коробки с пулеметной лентой отлично вошли в транспортные сумки. А для комплекта под чешский ручник я использовал подсумки для магазинов от Г-36. С одной стороны, это несколько успокаивало. Привычное действие спокойное и неторопливое. С другой, было вызвано насущной необходимостью. Реальная жизнь вносила свои коррективы. И из всего многообразия снаряжения оставалось только самое необходимое. Все ништяки, возбуждончики и прочие ненужные приблуды были отложены в сумке совсем тем, что не нужно вытаскивать на свет больше до возвращения, если оно все-таки произойдет. На подгонку всей Трихомудии ушел примерно час. Затем пулемет в руки и кросс километра полтора вокруг лагеря. Бег. В нем, как казалось, все. И проверка снаряжения, и поддержание тонуса, и очищение мозгов. Не знаю, как чувствует себя военная, как они борются со своими камуфлированными тараканами. Но с каждым днем мы гражданские становились все более замкнутыми и хмурыми. Даже балагурдок шутил чернее, чем обычно. И лет-то я начал все в черном цвете воспринимать. Снова мысли, вот поэтому нельзя давать себе передышки. Пробежались, отдышались, лечь встать, лечь встать, лечь встать, повторить. Вот теперь моя душенька довольна. Ничего не болтается, ничего не мешается. А теперь мантра тренировать перезарядку. Рукаетку заряжания назад отвести, зафиксировать, крышку лентоприемника открыть, ленту вставить, продернуть, крышку закрыть, разрядить, повторить. И достигнешь ты очищения души и, возможно, милитаристской нирваны. Конечно, расчет МГ-34 состоит из двух человек, но пришлось волей-неволей строить из себя Рэмбо и обслуживать пулемет полностью самостоятельно. Как говорится, назывался Грузиум, полезая в кузовок. Потому получил при раздаче слонов пулемет двойной БК и распоряжение радоваться жизни в меру собственных способностей. Арт, естественно, тут же сострил. «Алек, ты же лет пять пулемет хотел, деньги копил, вот и получи на халяву». Правда, сразу же выяснилось, что, несмотря на количество пулеметов, оказавшихся в нашем распоряжении и массу немецких патронов, пулеметных лент категорически не хватает. И тут же появился повод для маленькой радости и я случайно взял с собой ленту для МГЧа. Было куплено в свое время для шарометного варианта МГ-34. Но поскольку проект не сложился, лента лет пять провалялась на полке без дела. И взял ведь ее, чтобы отдать за долю малую белорусскому товарищу, а вот теперь она пригодится здесь. Не успел я вдоволь наиграться с пулеметом, как народ в лагере забегал, засуетился. Антон не вернулся с задания. «Как же так? И снова в деревне? В лесу никаких проблем. А как в деревню упадет, так то плен, то ранение? Может попросить Сашу его туда не пускать?» Мысли вертились в голове, как мы шкарал лампочки летним вечером. Я сильнее стиснул рука от пулемета. Когда командир построил нас и сказал, что Антон попал в беду и надо идти его выручать, пришлось даже конкурс проводить, кто в лагере на хозяйстве останется. Мне повезло за умение обращаться с МГ и вошел в группу спасения. И вот теперь моя задача отсечь противника, если он, конечно, появится, от группы следопытов, что под руководством самого командира ползает сейчас под чищебе, выясняя судьбу нашего товарища. Перед этим, правда, обозленные старшаки переловили всех полицаев в деревню. Всех пятерых. Потом, в темпе выпотрошив добычу, умчались в лес, оставив меня за главного. Как я понял из признаний полицаев, наши сгорели из-за того подпольщика, что пошел вместе с Антоном. Пленный, размазывая по лицу слезы, так и сказал, «Я Тоху давно знаю и думаю, что не стал бы он на главной улице А уж описание боя, данное другим полицаям, меня несказанно порадовало. Сразу после стычки меня пригласили на беседу. Человек пятнадцать разновозрастных военных сидели, образовав круг и старательно делали вид, что наслаждаются вкусовыми качествами лагерного завтрака. Внутри отцепления расположилась группа из пяти человек, головой которой, по всей видимости, был раненый командир, лежавший на самодельных носилках. Как я догадался, не верю я, что у рядового может быть такое властное лицо. Когда Михаил подвел меня к нему, то показал рукой на землю рядом с собой. Кто таков? Из какой части? Спросил он, стоило мне только сесть. Антон нам зовут? А откуда? Не помню. Контузия. Даже как сюда попал, не помню. И это... Вот подкрепитесь, товарищ командир. И я протянул ему брюква. Тише ты! Пихнул меня танкист. Раненый пристально уставился мне в переносицу. Но в гляделки играть я могу хоть целый день, усмехнулся про себя. За еду спасибо, сказал командир и, забрав у меня из руки овощ, первым отвел взгляд. Товарищ! Я немного замялся, не зная, как назвать собеседника. Алексей! Подсказал мне собеседник. Товарищ Алексей, а какое сегодня число и где мы находимся? Шестое сегодня. А это пересыльно-фильтрационный лагерь. Где он точно находится, я не знаю. Но по нашим... Он кивнул в сторону. Прикидка, где-то западнее Слуцка. Наши, что на работу вчера ходили, говорят, что рядом большое село, Трухановичи называется. Вступил в разговор Михаил. А что за работы и шестое какого месяца? Кося под наивного задавали очередной вопрос. Дорогу ремонтировали? Начал отвечать мне танкист. Но глава подпольного комитета, как я для себя крестил товарища Алексея, перебил его. Давайте, товарищ Антон, по порядку. Сначала вы на наши вопросы ответите, а уж там посмотрим. Договор, на мой взгляд, выходил неравноправным. Но делать нечего, они тут банкуют. Так как же я отвечу, если я не помню ни черта? Ну, имя-то свое помните? Имя помню, а вот что было, не помню. Вы уж извините, товарищ Алексей. Мой собеседник поморщился и вяло махнул рукой. Иди, присев в сторонке, я решил немного вздремнуть. Сил набраться и вообще. Но стоило мне задремать, как Миша танкист расстолкал меня. Э, хорош спать, разговор есть. Но? Ни ну-ка не запрягал. Отчего-то зло прошипел он. Ты чего про работу расспрашивал? Бежать хочешь? Пару секунд я помучался с сомнениями, но потом ответил. Да, мне здесь не нравится. Михаил от такой формулировки обалдел настолько, что даже рот приоткрыл. Правда, потом подобрал челюсть и спросил. А знаешь как? Не, не знаю. Уже мне ничего не рассказали. Смотри сюда. И он начал чертить план щепкой на земле. Возят в основном или на шоссе, воронки засыпать, или на железку. Там бомбами насыпь разворотила. Он замолчал на мгновение. Изряды капитану ничего не рассказал. Я изобразил лицом недоумение. Молод, встаньте, не помню я. Танкист покачал головы и продолжил. Охрана на железке немного, но место неудобное. С насыпи все вокруг простреливается. На шоссе попроще, но там войска постоянно мотаются. При побеге моментом охране на помощь придут. А сколько рабочий день длится? Я сам только по одному разу пока ездил, но мужики говорят, что часов 8 чистой работы. Им чура боится допозданно нас там оставлять. Ага. А до места как добираетесь? Пешком или на машинах? Да шоссе пешком, а ну тут рядом, километра 3. А на железку в грузовиках возят километров 20 в один конец. Правда, говорят, что скоро еще один лагерь рядом со Слуцком сделаю. Тогда от нас возить уже не будут. А кто говорит? Да эти. И танкистки внув сторону будки у ворот, где на земле сидели трое в советской форме с белыми повязками на руках. Хиви что ли? А ты откуда знаешь? Схватил он меня за рукав. Я по-немецки малость понимаю, а часовой их минут 5 назад окликал. Точной даты появления этого термина я естественно не знал, поэтому пришлось выкручиваться. Видимо, мое объяснение Михаила устроило и рукав мой он отпустил. Что по-ихнему понимаешь, это хорошо, а что сам в помощники не попросился? А оно мне надо врагам служить? Некоторое время мой собеседник молча взглядал меня. Странный ты какой-то, Антон. Идеи какие-нибудь появились? Идеи у меня масса, но с кондочка такие дела не делаются, думать надо. А ты пока про тех, кого привлечь можно сообрази, лады. И учти, всех взять не получится, так что выбирай надежных охватких. Следы, следы, подумал фермер, присаживаясь под деревом и наблюдая, как люк кроет носом землю. А может с другого конца заходить надо? Тотен, ответь фермеру. В канале. Что у вас? Тихо. Подойти сможешь? Вы где? От вас 700, а зиму 217. Через 20 минут буду. Понял отбой. Люк уже скрылся в зарослях, и Александр, встав, последовал за ним. Минут через 15 следы вывели их к небольшой речушке. Ну? Спросил фермер. Амба, ответил Люк. Если он по реке пошел, мы до морковки на заговение его искать будем. Так может он назад возвращается? Не похоже. Судя по следам, его или контузило, или слегка зацепило. Несколько раз на ровном месте падал, и следы как у пьяного петляют. На тоху не похоже, он по лесу нормально ходит. Хреново. Пошли, тут и нас встретить надо. Командир, я вот чего думаю, может языка возьмем? Зачем? Смотри, Антон без документов, так, в форме советской так, контужены. Думаешь, примут его? Вариант-то явных я вижу три. Первый самый плохой, его просто пристрелят немцы или полицаи. Второй, его примут и отправят на фильтр. И третий, он где-нибудь в деревне заныкается. То есть, в первом случае нам ловить нечего, в третьем как фишка ляжет, а наша задача отработать второй? Ага. Резонно. Значит так, я сейчас забираю Алика, а ты с ребятами давай к трассе языка ловить. Лучше всего жандарма или какого-нибудь чина из полиции. До вечера управитесь? Должны, по идее, а там как получится. В первый же день выяснилось, что обед ровно как ужин, лагерным расписанием не предусмотрено. Я еще раз с сомнением осмотрел оставшуюся у меня брюквину. Прислушался к своему организму и все-таки решил потерпеть. Уж больно непрезентабельный вид был лакомства, а может, этот стресс притупил чувство голода. Я разыскал Михаила и встучил ему еду. На, тебе нужнее. Игру чувств, отразившихся на его лице, я вряд ли опишу. Однако, к чести тонкиста, он не набросился на овощ, а аккуратно разделил его ложкой пополам и отдал одну половину сидевшему рядом с ним сухощавому мужчине лет сорока. На, доктор, подкрепись. Можно сказать, премия от благодарного пациента. Мужчина взял еду и, посмотрев на меня, протянул руку. Семен, Приходько, военврач второго ранга. Очень приятно. Я крепко пожал протянутую руку. Ладонью врача была самая, что ни на есть врачебная, с коротко подстриженными ногтями, сухой, шелушащейся кожей, но сильная. Это вы меня вчера выхаживали ночью? Да. Просто ответил Приходько, тщательно вытирая брюкву, а подолгом на стерке. А слух, я гляжу, к вам вернулся, как голова не болит? Вроде нет, хотя я сегодня не напрягался, так что внутричерепное давление в норме было. Военврач, как раз откусивший кусок, чуть не подавился. Что вы сказали? Я говорю, внутричерепное давление в норме весь день было, так что голове вроде болеть не с чего, только если ушиб мозг, да и то слабый. Вы врач? Нет, что вы, просто книжки умные читал, вот и нахватался. Не похоже что-то, вы так уверенно сказали. Я хотел попросить вас помочь мне, а то я с одной рукой не очень справляюсь. А что со второй? Сам не пойму, слабость какая-то. Правая нормально, а левая выше пояса поднять не могу, боль адская. Повернитесь ко мне в спину, я посмотрю. Приходько без какого-либо жеманства выполнил мою просьбу. Так, здесь болит, а здесь? Я осторожно ощупал его плечо и спину. Теперь попробуйте поднять руку. Военный врач заскрижетал зубами. Ага, ничего особо страшного. Сустав выбит, и несколько мышц потянуто. Вынес я свой вердикт. Много лет занимаясь не самыми безопасными видами физкультуры, в травмах я понимал неплохо. Пару секунд потерпеть сможете? Тогда приступим. Примерившись, я встряхнул руку военврача и, подтянув, поставил сустав на место. Семен глухо застонал, но крик все-таки сдержал. Потом я занялся плечом и лопаткой. Ну вот и все. Кутру рукой сможете двигать относительно свободно, но рекомендую ее пару дней поберечь. Сказал я 10 минут спустя. Приходько поднял руку к голове, опустил, поворащал плечом. Да вы кудесник, коллега. Ну уж и кудесник. А вы кто по специализации будете, коллега? Невролог я, из ВВС, врач-истребитель, так сказать. Надо же, с каких времен шутка идет. Подумал я. Вспомнив своего питерского друга, врача из ВВС, называвшего себя именно таким образом. Пока люк носился по лесам за добычей, командир приказал всем отдыхать. А это значит, что ночью мы пойдем на дело. Вытащил из рюкзака свои зачетные командовские штаны. Ни у кого из ребят таких нет. Как сформулировал со времен фермер, 200 евро за портки, да чтоб я сдох. Перед тем, как отправиться на боковую, решил привести в порядок снарягу. А то в последнюю неделю я все больше на сидячей работе. Что цеть я не надевал, считай, со времен боев у заславля, решив не трепать эксклюзив просто так. Упс, а штанишки-то велики стали. Сантиметров пять в поясе я потерял. Это сколько же кило? По самым скромным подсчетам, 10 жирограммов, как с куста. В прозначок цеплять. Хочешь похудеть, езжай на войну. Маринке бы я такой понравился. Ни с того ни с сего я вспомнил жену. И, как всегда, воспоминания о доме, о семье цепанули душу так, что хоть плачь. Пришлось командовать самому себе, отставить Нюни, товарищ сержант госбезопасности. Люк вернулся около шести вечера, да не один из добычей. Решив не мудрствовать лукаво, наш десантник направился к ближайшему крупному селу, где и умыкнул полицейского фельдфебля. Звание на самом деле у него было куда как заковыристое. Криминаль-ассистент Янан Вертер, но мы его называли фельдфебелем. После непродолжительного применения методов, несовместимых с соцзаконностью, как пошутил бродяга, немец поплыл, и я только успевал переводить. Кроме необходимых нам сведений о немецких лагерях, пленный рассказал еще много интересных вещей. Так, к примеру, наши игры с зондеркомандой не прошли незамеченными. И теперь переразбудившиеся немцы в спешном порядке формируют группы для зачистки на Лебокской пуще, причем задействованы как все виды полиции, так и армейцы. По словам фельдфебеля, целых три пехотных полка в экстренном порядке переквалифицировали в охранное и спешно натаскивают на зачистку. Один полк стоит в Барановичах при штабе группы армий, второй перебросили в Новогрудок, а третий по готовности отправится в Дзержинск. А поскольку народу у них так и не хватает, то охрану крупных населенных пунктов возложили на проходящие части, где взвод отщепнут, а где и роту. Так что у нас были все резоны градица собой. Из документов, с которыми возился, я знал, что битва под Смоленском уже пошла не так, как в нашей истории. Немцы явно потеряли темп, да и потери у них повыше, а тут еще долгожданное подкрепление прибывает потрепанными. К лагерю подошли, когда уже стемнело. Мои суперчасы показывали 7 минут 12. Выбрали направление отхода, договорились о чрезвычайной точке встречи примерно в 500 метрах влубь леса возле Большого Пня. После чего я был оставлен с пулемета в наблюдении, а мужики ушли на разведку стариковской тройкой, фермер, бродяга и люк. Шуры номер 2 и 3 долго уговаривали командира остаться, но тот был непреклонен, подумал и все. Перед выходом бродяга ставил мне свой матерый ПНВ и нормальный полевой бинокль. Редкие облака практически не скрывали полной луны, что меня с одной стороны обрадовало. И без прибора ночного видения все было видно достаточно неплохо. С другой стороны, это же обстоятельство огорчало. Мужиков немцам тоже будет видно хорошо. Впрочем, они профессионалы с огромным стажем и почти звериным чутьем, выработанным за годы службы. За них я был спокоен. Практически всемыслимый сейчас занимал Антон. С моей позицией, расположенной метрах в ста от лагеря, было прекрасно видно проволочный забор лагеря и небольшую низину за ним. Из-за хорошей подсветки я даже различал движения часовых на вышках, а вот пленные, спящие в повалку под длинным навесом, да и просто под открытым небом, видны были плохо. Час или около того, вокруг все было тихо. Вдруг послышались громкие голоса, смех, а затем несколько грубых укриков по-немецки. Прильнув к окулярам, я увидел картину, показавшуюся поначалу странной. Пятеро солдат под предводительством унтер-офицера вывели из лагеря низину троих пленных и, дав им лопаты, заставили копать. Приглядевшись, я убедился, что арта среди них нет. Казалось, это должно было меня успокоить, но развернувшаяся передо мной сценка настолько была похожа на виденные в детстве фильмы про войну злых фашистов, что заставило меня стеснуть зубы. Буквально через минуту до меня дошел смысл этих нехитрых приготовлений. Пока пленные копали, немцы перешучивались, смеялись, прикладывались в какой-то фляжке, видимо, со спиртным. Так как голоса их становились все громче, язык грубее, шутки похабнее. Когда одному из солдат показалось, что русские слишком медленно копают, он подскочил к одному из пленных и ударил того прикладом по голове. Остальные немцы, изрядно уже захмелевшие, увидели в этом новую забаву и присоединились к товарищу. Унтер при этом спокойно наблюдал за происходящим, а двое русских продолжали копать. Хорошенько избив красноармейца, солдаты снова сунули ему в руки лопату. Однако тот, по вполне понятным причинам, стал работать еще медленнее. Тогда немцы, вывлокая его за волосы из ямы, снова начали бить. По всей видимости, Унтер официрует и зрелище надоело. С командовав солдатам прекратить, он приказал поставить красноармейца перед ним. Те рывком подняли пленного, а Унтер вытащил пистолет и прострелил нашему правую ногу. Я вздрогнул, красноармеец закричал, солдаты заржали, немец снова поднял пистолет и прострелил бедняге руку, какую я не видел. Еще выстрел, крик, выстрел, крик. Стиснув рукоятку пулемета, я вышел в эфир. Фермер, здесь Тоттен, наблюдаю шесть целей, они расстреливают красноармейцев, прошу разрешения на открытие огня. В ответ я услышал злобное шипение командира. Тоттен, твою мать, лежи тихо и не высовывайся, даже если там их на кусочки резать начнут. И если откроешь огонь, я сам тебя закопаю, как понял. Принял, понял, отбой. Оставалось молча лежать и смотреть на развитие этой драмы. Красноармеец уже даже не кричал, а только был протяжный на одной ноте. Его пинали ногами по только что постоянным конечностям. Во рту у меня появился солоноватый метрический привкус, и я понял, что сдерживаемый тюки до крови прокусил губу. Через пару минут развлечение гитлеровца наскучило, и они, взяв винтовки, забили несчастного прикладами. Мир, освещенный призрачным сиянием луны, внезапно поплыл, и чтобы не упасть в обморок, я сунул в рот загубник Камела и принялся жадно пить. Немцы приказали оставшимся бойцам докопать третью яму, свалить туда покойника и засыпать его землей. Потом расстреляли следующего. Последний закопал его могилу. Его столкнули в свою яму и тоже застрелили. Солдаты лениво закидали последнюю могилу землей, собрали инструмент и ушли. Примерно через час после развязки вернулись старшие. Командир поначалу, видимо, хотел высказать все, что думает по поводу порядка в эфире и четкого выполнения распоряжений, но увидев меня, бледного, с дрожащими руками, решил отложить норовоучение. Он положил руку мне на плечо и сказал, терпи, потом суками поквитаемся. Глава 14 Что? Где? Раздавшиеся неподалеку выстрелы выдернули меня из сна. Раздался еще один выстрел и вслед за ним глухой вскрик раненого. Судя по звуку, стрелялись пистолета. Так это они наших расстреливают? Пришло осознание. Надо поскорее отсюда ноги делать, а то не выдержу еще, брошусь на охранников, исходя из принципа, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Вскоре крики прекратились, оборванные очередным выстрелом из пистолета, а затем тишина. Я заметил, что лежавший рядом со мной военврач тоже проснулся. Я правильно понимаю? Здесь по вечерам расстреливают? Нет, здесь не расстреливают, эта охрана развлекается. Тихо ответил он мне. Нас прервал выстрел из винтовки, гулко прогремевший в ночной тишине. Утро снова началось с воя сирены. Поднявшись на ноги, я с удивлением обнаружил, что чувствую себя если нехорошо, то по крайней мере удовлетворительно. Скорее всего, этот длительный сон оказал благотворное действие. Сходив в длинные канави, служившие для отправления естественных надобностей, я присоединился к толпе, ожидающей выдачи пищи. Протолкавшись через хмурых, изнуренных людей, я встал рядом с Михаилом и Семеном. Доброе утро! Миша, танкист, скривил ответ физиономии, давая понять, что не считает это утро добрым, а интеллигентный военврач улыбнулся в ответ на мое приветствие. После завтрака, по совету бывалых, я решил еще немного взремнуть, но совершенно неожиданно снова заволосили на. Что за фигня? Я приподнялся, стараясь разглядеть, что же там случилось. Пойдем, может на работу набирают? Позвал меня танкист. На работу это хорошо, местность заодно разведаю. Однако, на главной площади лагеря нас встретили не покупатели, а местные охранники во главе с фельдфебелем, как я понял еще вчера, начальником этого узилища. Рядом с бугром стоял невзрастный человечек средних лет в аккуратной гражданской одежде, а еще тот жлоб, с которым я подрался вчера. Мне показалось, что засвербел ушибленный много лет назад копчик. Когда пленные угомонились, фельдфебель заговорил. Из-за того, что обращался он больше к гражданскому, слышно его было плохо, но одну фразу я уловил. Крафт дуешь Фройда. Сила через радость, а это-то тут при чем? Они что, культ массовый досуг нам организовать решили? Тут гражданский открыл рот и громко начал переводить. Мы, германцы, очень не любим лености безделия. И вас, счастливо освобожденных от пут жидобольшевизма, мы научим ценить не только работу, но и досуг. В Великом Рейхе уже давно действует принцип «сила через радость». Поэтому с сегодняшнего дня все незванетные на работах будут принимать участие в физкультурно-здоровительной программе. От услышанного я обалдел. Мои соседи, если судить полициям, тоже. Переводчик, между тем, продолжал. Для развития силы духа, выносливости и улучшения питания заключенных с сегодняшнего дня мы начинаем спортивный турнир. Толпа зашумела, все обсуждали странное заявление. Но для повышения эффективности мы совместим спорт и обучение. Турнир будет подобен соревнованиям Великого Рима. Еще немного, и переводчик стоит похож на какого-нибудь телезазывалу. Готов поспорить, гладиаторские бои будут, решил я про себя, но спорить, естественно, ни с кем не стал. Итак, продолжал надрываться гражданский, первым соревнованием будут гонки колесниц. Челюсть моя устремилась вниз, а кулаки самопроизвольно сжались до хруста. Фельдфебель, между тем, двинулся вдоль строя, показывая дубинкой то на одного, то на другого заключенного. Всем выбранным выйти из строя, заорал переводчик. Похоже, что кто-то из охраны учителем истории в школе работал. Возникла в голове не совсем уместная в данной ситуации мысль или киношек исторических кто-то из них пересмотрел. Что-то у нас известное было, Бенгур или еще какая фигня. Отобранных пленных под конвоем двух немцев и четырех добровольных помощников повели к воротам. Бросив взгляд в ту сторону, я заметил, что у двери корулки появился трофейный Максим. Из-за его рукояти весьма уверенно держится рослый немец с нашивками эфрейтора. Да, особо не порыпаешься, не пулю словишь, так толпа затопчет. Подумал я, ожидая дальнейшего развития событий. Счастливчиков повели за ворота и вскоре они скрылись из виду за поворотом дороги. Томительно тянулись минуты. Когда кто-то, утомленный долгим стоянием на солнцепёке, попытался уйти с площади под навес, переводчик заорал. Не смейте! Это испытание сила духа и воли. Кто не слушаться, тот будет наказать. От возмущения он явно путал окончание. Да уж, вот тебе европейские свободы. Я стянул с себя гимнастёрку и повязал её на манер тюрбана. Тепловой удар это последнее, чего я хотел. Спустя примерно час я заметил на дороге облако пыли. Ещё через пятнадцать минут к воротам приблизилась крестьянская телега, в которую были запряжены человек десять красноармейцев. На облучке восседал немецкий солдат, в руках у которого был длинный кнут, изредка опускавшийся на плечи коней. У ворот он натянул поводья и, вскочив, заорал. «Зик! Зик! Айна абсолютно Зик!» Лошадки же в полном изнеможении повалились в дорожную пыль. Наездник, не обращая на них ни малейшего внимания, начал что-то бурно рассказывать фельдфебелью Гражданскому. Под облетающим до меня обрывком я понял, что конкурирующий экипаж вылетел с трассы. Я, правда, не понял, почему именно. А вот то, что нашим бойцам, тянувшим его, придётся туго, понял. Потом Гражданский махнул рукой и двое добровольных помощников окатились вёдер лежащих без сил пленных. Мужики зашевелились и медленно с трудом начали подниматься на ноги. У двоих, впрочем, сил даже на это не осталось, и товарищам пришлось помогать им. Ещё один взмах руки Гражданского и оглушительно забыла сирена. А теперь... Зоорал немец после того, как сирена замолчала. Мы будем наградить победителей. Приветствуем. И он замахал руками, приглашая зрителей аплодировать. Всё происходящее напоминало фарс и сторгнутый разумом больного на всю голову вангардиста. И я ущербнул себя, надеясь, что проснусь. По команде распорядителя один из капа принёс большой свёрток, накрытый куском брезента, и протянул его пленным, так и стоявшим возле телеги. Стоявший впереди коренастый парень лет двадцати с ненавистью посмотрел на предателя и, протянув руку, сдёрнул ткань. На импровизированном подносе, сделанном из обрезка горбыля, лежали четыре банки консервов и четыре буханки хлеба. Рядом глухо выматерился Миша, да и Семён, похоже, заскрешетал зубами. Чтобы отлиться от происходящего, я прянулся к воротам боком и стал разглядывать небо. Недалёкий лес, поля вокруг лагеря. Опа, а это что такое? На опушке леса, метрах в трёхстак от лагеря, сверкнула яркая точка. Если это не блик от оптики, то я китайский лётчик. Неужели ребята нашли меня? Руки питательски задрожали, и чтобы искать эту дрожь и собраться, я стиснул подолгим на стёрке. От ворот, меж тем, увели загнанных коней, и нацистский массовик-затейник приготовился объявить другого от немцев уже не ожидал. А вот наличие снабжённого оптическим прибором наблюдателя в лесу внесло серьёзные коррективы в мои ближайшие планы. Конечно, я не мог знать, мои ли друзья там скрываются, как и планы неизвестных, но решение убраться подальше от лагерных пулемётов оказалось мне правильным. Аккуратно оттолкнув бокс Семёна, я прошептал, «Давай за мной и Михаила позови!» И мы целеустремлённо, хоть и медленно, двинулись сквозь толпу. «Внимание! Теперь настал очередь не выносливых, а сильных и смелых!» Продолжая пробираться сквозь толпу, я попытался понять, какую ещё пакость придумали эти отморозки. Погонщик о чём-то негромко переговаривался с фельдфебелем, а стоявший рядом два солдата висел в гагатале. «Вы все солдаты, бойцы, как и мы, и мы, понимая всю вашу грусть, хотим предоставить вам возможность проявить себя!» Что-то он заговаривается, похоже. О какой грусти он говорит, Немчура проклятая! Глашатый же продолжил. «Мы предлагаем вам встретиться в поединке с носителем настоящего тевтонского духа Гефрайтером Шлоссом!» В этот момент урод настолько стал похож на какого-нибудь Якубовича, что мне захотелось сплюнуть. «Победивший Шлосса в честном бою будет отпущен на свободу!» Но это вряд ли. Или, или же правила поединка таковы, что выиграть практически невозможно. Я решил, что точно не полезу драться, и я сделаю поважнее. «Выстоявший в бою, но проигравший получит дополнительную еду!» Как это ни странно, желающих, забывших про стоимость сыра в мешеловке, нашлось довольно много. Человек пять, в основном росли и крепкие ребята. «Ну, вы бы хоть правила узнали!» И на противника одним глазком взглянули, от досады я чуть не плюнул. Непобедимым героем вермахта оказался тот самый Гифрайтер, что сидел за Максимом. Уступив свое место другому немцу, Шлосс скрылся в караулке, откуда и вышел спустя пару минут. Под два метра ростом, с бычьей шеей, покатыми плечами. Немец весил килограммов сто двадцать, белая майка не скрывала весьма внушительных мышц. Голову бойца украшала каска, а в руках он держал солидную дубинку, саженную гвоздями. Первый из наших поединщиков уже вышел вперед. Но, оценив стать противника и главная его вооруженность, попытался повернуть назад. Я заметил, как фельдфебель взмахнул рукой. Грохнул винтовочный выстрел на одной из вышек, и пленный боец рухнул на землю. «Вы знаете, что так карают за трусность в любой армии мира?» воззапил глашатый. Пленные же, осознав наконец, что обратный билет в этой игре не предусмотрен, нерешительно затоптались на месте. «Кунцумир!» Шлосс ткнул пальцем в одного из бойцов. Тот, затравлен, оглянулся на толпу, глубоко вздохнул и с яростно испуганным криком бросился на немца. Гейфрайтер легко клонился от атаки и сильно врезал нашему дубинкой по ягодицам. Сильный удар в область таза, да еще гвозди. Как я и предполагал, наш на ногах устоять не смог и, вскрикнув, кубарем покатился по земле. Через несколько мгновений он попытался встать, но осел, ноги его не держали. Шлосс приблизился к нему, поигрывая своей булавой. Наверное, голову поверженного противника. Но вдруг мое внимание привлек стол пыли на дороге. Вторая колесница возвращается? Нет, слишком быстро для телеги, запряженной людьми. Скорее всего, машина. Тевтон-разрушитель тем временем предложил напасть на него сразу троим. Пленные, получив численное превосходство, приободрились и начали окружать его. Я краем глаза следил за поединком и прикидывал, что делать дальше. Наши бросились на немца, правда в разнобой и не очень умело. Бойца, брусившегося ему в ноги, Шлосс встретил ударом колено в лицо и одновременно отмахнул дубинкой по лицу другому. Не сказать, что он продемонстрировал высокое мастерство, но большой опыт уличных боев чувствовался. Явно парень был на хорошем счету штурмных отрядах. Третий нападавший обхватил немца сзади за талию и попытался оторвать его от земли. Хитрый взмах дубинкой за спину и гвозди впиваются пленному куда-то в район поясницы. Гвоздь в почке, бил бойца, которого перед этим ошеломил ударом колена и замер в горделивой позе под приветственные клики немцев и хиви. Постояв немного, варвар-гладиатор разразился речью, наполненный презрением трусливым свинособакам, боящимся выйти на честный бой. Ага, честный, держи карман шире, хоть бы палку какую дали, думал я, разглядывая ефрейтера. Да и светиться мне ну совершенно не с руки. Похоже, что больше желающих выходить на бой не было, и немцы собрались на экспресс-совещание, которое вскоре прервалось выкриком часового с вышки. Начальник Аханы встрепенулся и зашагал к воротам, сделав своим подчиненным знак «Получше корулить нас». В клубах желто-серой пыли ко входу в лагерь подъехала какая-то машина. Что за машины, кто в ней находился, я не видел. Мешали пыли спины, стоявших вокруг. Фельдфебель замер на проходе, прикрыв рот и нос носовым платком. Судя по его позе, к нам пожаловал кто-то важный. Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник. Наконец, мини сам он прекратился, и из машины, оказавшейся перед ком-круппой, вылезли несколько человек и направились к начальнику лагеря. В этот момент Миша-танкист сместился в сторону и своей широкой спиной перекрыл мне весь обзор. Чертыхнувшись про себя, я винтился в толпу, стараясь пробраться вперед. «Мать моя женщина!» С трудом протиснувшись между людьми, я обомлел. Перед фельдфибелем, щеголяя новенькой эсэсовской формой, со скучающим выражением на чисто выбритом лице стоял Тоттен. Рядом с ним возвышался командир. «Вот это номер!» От радости сердце забило сильнее, а губы сами с собой расплались в идиотской охмылке. «Но неужели они просто заберут меня отсюда?» Восторг сменился осознанием некоторой нелогичности ситуации. «Конечно, на наглости и фантазию мужиков хватит, но как насчет расчета?» Тоттен меж тем что-то сказал фельдфибелю, отчего тут вытянулся во фрунт. До ворот было метров двадцать, и выражение лица я видел плохо. Потом начальник лагерной охраны отмерз и сделал приглашающий жест. Олег благосклонно кивнул и направился к воротам. Фермер же, выполнив классический пород кругом, пошел к машине, за рулем которой и разглядел бродягу. Заместителя командира я поначалу даже не узнал. По невероятной прихоти сознания в голове всплыва фраза из старой комедии «Зачем Володька сбил усы?» Когда мой друг вошел на территорию лагеря, я разглядел у него в петлице знаки различия «Унтерштурмфюрера». Неудивительно, что наш фельдфибель тыловик так тянется перед ним. Несмотря на то, что лет на пятнадцать старше и начальник отдельного лагпункта, несколько ранее по команде старого служаки один из Хиви перевелок из коробки лавку и поставил ее в тени под небольшим навесом. Тоттен, подойдя, брезгливо осмотрел ее, стянул с руки перчатку и, смахнув в сиденье, пыль аккуратно сел. Все это время я пытался поймать взгляд Алика и, наконец, мне это удалось. Нас разделяло метров десять, не больше. Я ясно рассмотрел, что друг мне подмигнул. Взгляд со стороны Тоттен. Здоровенный, с голубя размером комар, пытался укусить меня в шею. Я отбивался от него прикладом винтовки, но все время промахивался. Наконец, он с налета ударил меня своими лапами в грудь. Я покачнулся, взмахнул руками и проснулся. Док тряс меня за плечо. Откуда-то доносилось заунывное гудение, так похоже на его гигантского комара. «Давай, вставай!» Серега был непреклонен. «В лагере, похоже, побудка. Будем четыре глаза Тоху высматривать». Я бросил взгляд на часы. «Да уж, только четыре часа поспать удалось и полез у спальника. С нашей позиции мы видели только спины заключенных, выстрелившихся в колонна. И сколько не всматривались, обнаружить Антона нам не удалось. Правда, спустя минут десять в наушнике раздался звонованный голос люка. «Парни, есть контакт, здесь он!» Точной позиции Саня я не знал, но предполагал, что он спрятался где-то с противоположной стороны лагеря. Теперь, когда цель обнаружена, осталось ждать недолго. В принципе, мы могли бомбануть в лагерь еще ночью, но фермер, взвесив все за и против, решил не рисковать это напрасно. Тревога в этом районе нам была совершенно ни к чему. Будь-то в подтверждении снова жила рация. «Здесь фермер, мы со старым будем у вас через двадцать минут. Люк на месте». Двести метров. Именно таково было расстояние, отделявшее место, где мы сидели от лагерного забора. На совете решили не штурмовать лагерь, а поступить хитрее, выцеганить Антона, переодевшись в немцев. Сам командир объяснил нам. Конечно, завалить этих дятлов на вышках проблема небольшая. Но что мы будем делать, если кто-нибудь засадит из пулемета по толпе? А с этими говно-стволами и одним глушаком шансы на это слишком велики. И сейчас мы тщательно прихорашивались, подгоняя эсэсовские шмотки, в больших количествах захваченные нами в налебоках. Мне, как единственному сносно говорящему по-немецки, выпала роль фронтмена. А кому больше всех говорить, как не старшему по званию? Фермеру досталась роль звероподобного эсэсовского унтера, а бродяге пожилого водителя. Правда, для этого потребовалось привести его внешность в соответствие с немецкими уставами. После почти десятиминутной матерной перепалки командир все-таки убедил его в необходимости сбить усы, попутно объяснив, что именно из-за них опытный чекист испалился в свое время у почтового ящика. Немецкий офицер, возглавлявший группу полицаев, просто не мог проехать мимо такого пьющего нарушения устава и остановил подозрительного военнослужащего, что влилось, как вы помните, в большую перестрелку с кучей трупов. Мы были уже почти готовы к выходу, когда до нас снова донеслись забывания сирены, а Люк доложил, что в лагерь намечается какое-то массовое мероприятие. Мы наблюдать, а ты в машине посиди, чтоб форму не помять. То нам, не допускающим возражений, приказал мне командир и вместе с бродягой скрылся в подлеске. С полчаса мы с доком маялись в неизвестности. Причем я раз пять повторил про себя и раз десять вслух свою арию варяжского гостя. Так смешливый док обозвал заготовленную мною речь. Наконец, знакомый голос в наушнике рявкнул. Люк, отставших берете вы, только тихо, Тотен, заводи. Спустя три минуты из кустов исключили оба Саши. Тотен, гарнитуру сними на заднее сиденье, марш, док туда же. Мое место за рулем занял бродяга. А командир, севшись с ним рядом, рассказал нам, пока наша машина выезжала из леса про гонки колесниц, устроенные немцами. Пока я соображал, не шутка ли это, док емко и очень непечатно выразил свое отношение к происходящему. Я с тобой, Серега, полностью согласен, но нам это сейчас на руку. Налицо нарушение устава и появление офицера, тем более ССовского, их заступорит, ответил фермер. Мы с Сашей прикинули, вступил в разговор бродяга. Нам кровь из носу, на дистанцию ближнего боя надо подобраться, а на машине до форме мы всяко ближе подойдем, чем по кустам красаться будем. Док, ты с Ваней в страхующей группе останешься, все, что заметишь, медленно нам передавайте. Ты наблюдатель, казачина на пульт управления фугасами. Так вы и дорогу минировать собрались? Удивился док. А как же, первое дело на случай всяких неожиданностей. Алик, обратился он уже ко мне, с тобой мы со старым пойдем, так что в темпе прикинь, что нам с ним говорить. Я наморщил лоб. А ничего. Как так? А сам прикинь, субординационник посерьезнее нашей. Пока говорит старшее по званию, вам рот на замке держать надо, а там не до разговоров уже будет. Максимум, матерись под нос. Я воль, хер офицер, гаркнул командир. Вот-вот, с твоими навыками ты на этой фразе спалишься. Акцент у Александра и вправду был чудовищный. Не понял. Не считая жуткого акцента, есть такой момент, СССцы друг друга так в начале войны не называли. Либо по званию, либо комрад говорили. Причем на ты? Блеснул я своей эрудицией. Что, и генералом тоже? Ага, как в анекдоте. Товарищ генерал, тебе жена приехала. Так что, либо правильно говори. Я воль, унтер-стурмфюрер. Либо помалкивай в тряпочку и немцев по кадыкам, по кадыкам. Саша улыбнулся, но тут же предостерегающе поднял руку, прислушиваясь к рации. Так, Люк с ребятами взяли гонщиков, теперь у нас есть свежий язык. Саня, это он, бродяги. Тормози, дальше пешком пробежимся. Док, Ваня тебя метрах в 100 отсюда ждет на опушке. Разбежались. Пленная, арахитичного вида рядовой и прыщавый с неприятным наглым лицом Гейфрайтер оказались настолько ошеломлены попаданием в плен, что, по словам Люка, сразу до жопы раскололись. И только недостаточное знание нашим разведчикам языка помешало допросить их еще до нашего прихода. Когда я спросил наглеца Гейфрайтера о планах лагерного начальства на ближайшее будущее, то сначала не понял, о чем идет речь. Нет, слово «гладиатор» я понял отлично, но суть ответа ускользала от меня. Хорошо, что язык пустился в пространное объяснение, что идея этих олимпийских игр принадлежит начальнику лагеря Оберфильдфибелю Берггофу, который раньше работал учителем истории в гимназии. Это дало мне время прийти в себя и перевести ребятам несколько причесанную версию происходящего. Но все равно, судя по лицам друзей, немцев ничего хорошего в ближайшем будущем не ждало. По знаку командира Люка Кудряшов вырубили обоих пленных, и Саша повернулся к освобожденным нашим бойцам, которые, вымотавшись в гонки и вдобавок, ошеломленные неожиданным освобождением, лежали в тени большого куста, не понимающие передя взгляды с одного участника дискуссии на другого. Так, бойцы, для вас сейчас есть два варианта. Первый – помочь нам, второй – полежать связанными в тенечке часок-другой. Товарищ командир! Видно было, что эсэсовская форма смущает говорившего. А почему связанными? По избежанию! Бойцы решили не уточнять, а просто подняли земли. Мы готовы помочь, товарищ командир! Насколько мог бодро отрапортовал тот боец. Судя по характерному произношению гласных, парень был нижегородцем. Как фамилия, боец? Красноармеец Шенев, товарищ командир! Будите за старшего, придется вам еще разок лошадьми побыть, товарищи. Поступайте в распоряжение товарищ лейтенанта! И он показал рукой на люка, как раз в этот момент прикручивавшего глушитель к маузерской снайперке. Дед никто! С люком! Остальные ко мне! Док по рации подтвердил показания языка, сообщив, что в лагере началась еще какая-то мутота с хрена той. Чтобы избежать мелкой дорожной пыли, клубами вылетавшись под колес крупа, мы все повязали на лица платки, отчего стали похожи на банду гангстеров из какого-нибудь боевика, посвященного временам сухого закона в Штатах. Но когда до ворот лагеря оставалось метров сто, фермер приказал снять платки, а бородяга сбросил скорость километров до десяти в час. Когда мы доползли до ворот, там нас уже встречали. Слегка обрюкший и не очень опрятный мужик со знаками различия обертфельдфебеля стоял распахнутых створок. Как только ублюдок остановился, фермер стремительно выскочил и, открыв мою дверь, замер по стойке смирно. Я вальяжно вылез и, остановившись в паре метров от фельдфебеля, скинул руку в нацистском приветствии. Хайл Хитлер! Толстячок совсем уже было поднесшую руку к пилотке, вздрогнул и, замешкавшись, оцелютовал мне в ответ. Что у вас тут за фестиваль, фельдфебель? Через губу поинтересовался я и сплюнул набившуюся в рот пыль. Проводим культурно-спортивное мероприятие для заключенных герр Унтерструфюрер. Как ни в чем не бывало, ответил он. И это в то время, когда Германии не хватает рабочих рук для восстановления этих проклятых русских дорог? Будем надеяться, что выговор у меня достаточно нейтральный. Но сегодня нарядов на работу не прислали, герр Унтерструфюрер. Вот мы решили развлечь этих скотов. Я сделал шаг по направлению к городам. Ну, ваши повозки мы встретили на дороге. А что у вас сейчас происходит? Гефрайтер Шлосс решил проверить звериную источность большевиков. Вычурность речи бывшего учителя начала меня раздражать. Мне все труднее становилось понимать, что же он имеет в виду. И каковы успехи? Он победил четверых, остальные струсили. У русских не хватает духа принять вызов настоящего Тевтона, а ведь мы пообещали победителю свободу. Ага, и пулю в затылок. А то бы Тоха показал этому Шлоссу, почем гробы в полесе. Зло подумал я и как бы невзначай расстегнул кабру с Вальтером. Надеюсь, вы не против, герр Унтерштурмфюрер, поприсутствовать в качестве почетного гостя? Голос фельдфебеля был радушен и заискивающий одновременно. Нет, конечно, я не против. Сейчас отдам необходимое распоряжение своим людям и присоединюсь к вам. Фельдфебель еще раз улыбнулся мне. Вытер пухлые губы грязным носовым платком и со скоростью пулемета начал отдавать приказания своим подчиненным. Я же пошел к машине. Какие приказания, командир? Пол голоса спросил я Сашу, открыв дверь машину и вытаскивая небольшую сумку. Мы насчитали двадцать немцев и пяток этих с белыми повязками. Главная проблема пулеметы. Двоих люк снимет по команде. Этого, что за Максимом, я сам сработаю. Бродяга, на тебе караулка и вертуха и ворот. Тоттен, на тебе их командиры. Как сможешь? Я думаю, да. Уверенности в своем голосе я не ощутил. Командир, впрочем, тоже. Ты не думай, а злость набирай и варианты прорабатывай. А мы же хотели на работы пару десятков отобрать. Начал я, но Саша прервал. Хотели, да расхотели. Их вчистую работать надо. А пленных мы как ложный след используем, понял? И надо бы Тохе знак какой подать. Может, подыграет нам изнутри. Такое сомнение в умственных способностях друга меня огорчило. Командир, ну не дурак же он. Меня увидит и сообразит что к чему. Ну дай бог. Когда Тоттен в сопровождении фельдфебеля занял места в портере, примокший был оглашатый заорал снова. Итак, свиньи, ваша трусость разочаровала господина коменданта. Теперь мы изменим правила игры. Как говорят у вас в России кнут и пряник. Одного пряника вам, видимо, недостаточно. С этого момента участник боя будет назначаться. Отказ расстрел на месте. Нам нужно еще 6 человек. Я не очень внимательно слушал, поскольку все мое внимание было привлечено к фермеру, который как раз в этот момент остановился в паре метрах за спиной у пулеметчика, сидевшего на крыльце караулки. Причем на плече у Александра я заметил мой ППД. А минуты раньше бродяга окликнул двух хиви и, стучив им ведро, жестами отправил за водой. Надо полагать, что и люк где-нибудь неподалеку и док с казачиной. Предчувствие скорого освобождения наполняло меня радостью. Я повернулся к Семену, чтобы поделиться с ним своей радостью, но внезапно обнаружил, что ни его, ни Миши танкиста рядом нет. Я закрутил головой и совершенно неожиданно для себя обнаружил их в числе гладиаторов. Твою тевтонскую мать, что же делать? Пока мозг в ошеломлении высчитывал варианты, многие сами вынесли меня вперед. В конце концов, без меня у ребят шансов против этого шлоса практически нет. Слишком долго они на подножном корму, да и навыки тут требуются посерьезнее, чем для дворовой драки. Назад, Антон, ты куда? Хором встретили меня новые знакомцы. Вот, решил не оставлять вас одних? Я улыбнулся им. Миша, ремешок свой не одолжишь на пять минут? Как это ни странно, но многие из пленных насели демни, а ложки были практически у всех, да и котелки с кружками тоже были не редкостью. Семен попытался что-то спросить, но Михаил, видимо вспомнив, как я метелил лагерных мародеров, дернул военврача за рукав и начал расстегивать пояс. Так, теперь надо Алика предупредить, чтобы они моим гэгом воспользовались. И высунувшись из-за стоявшего переди пленного, я засимафорил Тоттену. Внимание, внимание! Вновь заголосил переводчик. На этот раз с гейфрайтером Шлоссом будут снова противостоять трое. Ты, ты и ты. Последний был как раз военврач. Мне совершенно не хотелось, чтоб мозги Семена разбрызгала по утоптанной земле. Поэтому я оттер Приходько в сторону и громко спросил, «А можно мне?» Шлоссы переводчик покосились на меня, перекинулись полголоса несколькими словами и громило одобрительно кивнул. В напарнике мне достались двое незнакомых парней. Один с неспоротыми петлицами артиллериста и правым ухом с замотаным грязной тряпкой. Второй, близорука, щурившийся высокий доходяга в грязной гимнастерке без петлиц. «Так, пацаны, слушайте сюда!» Затаратурил я. «Под ногами не путайтесь и слушайте меня, как родную маму. Как начнем ты...» Мой палец уперся в бруть артиллериста. «Идешь по широкой дурге направо, а ты, соответственно, налево. Ваша задача внимание этого бендюжника отвлекать, пока я его не уделал, ясно?» Согласный кивок. «Ну и отлично, хоть мешать не будут». На самом деле тактику боя с этим немцем я продумал уже давно, сразу после первого поединка, просто так, по привычке. Соревноваться с немцем в силе или убойности я не собирался. И когда глашатый «Про раф, начинайте!» выскочил из круга, медленно пошел навстречу шлоссу. Собратья по несчастью, как я заметил периферийным зрением, в точности выполнили мой наказ и начали обходить немца с двух сторон. Как я и ожидал, громило, время тянуть не стал и быстро двинулся на перехват близорукового доходяги, и решив сразу увезти из игры самого слабого. Серьезная ошибка с точки зрения тактики. Когда, по моим прикидкам, до дистанции эффективного удара немцу оставался один шаг, я метнулся вперед и в длинном выпаде щелкнул ремнем по бедру противника. Пояс у танкиста был не каким-то там брезентовым ирзатцем, а настоящим кожаным, так что неприятные ощущения гаду обеспечены. Фриц запнулся, разразился потоком грязных ругательств и, развернувшись, бросился на меня. Я кувыркнулся в сторону с пути этого носорога и, лежа на спине, еще раз приласкал ариску-ляшку ремнем. Шлосс как раз перенес на эту ногу вес всего тела. Так что после обжигающего горчичника мышцы непроизвольно сократились и мой противник кубарем покатился по земле. Первый раунд был за мной. Я поднялся на ноги. Над лагерной площадью воцарилась мертва тишина. Лица наших осветились надеждой, в то время как немцы пребывали в состоянии молчаливого недоумения. Шлосс поднялся с земли, однако, вопреки моим ожиданиям, не бросился сразу на меня, а застыл на месте. Я заметил, что он осторожно потирает ушибленную ногу. Я расправил плечи и, щурясь, посмотрел вверх. В пронзительно голубом небе беззвучно скользили редкие облака. Какая-то крупная птица, может, орел, а может, и ястреб, расправив крылья, нарезала круги над лагерем. Эх, хорошо как! С этой мыслью я отпрыгнул не тряпно полтора вправо, заставляя бросившегося на меня немца провалиться и одновременно уходя из зоны досягаемости его булавы. Немцы из числа зрителей заулюлюкали. Я бросил быстрый взгляд на кольцо корольного помещения. О, порядок! Судя по немного неестественной позе пулеметчика, сидевшего, привалившись к широкому плечу командира, мужики уже играли по полной. Мой противник сделал очередной ход. Пара коротких шагов по направлению ко мне, а затем рвок в сторону артиллериста. Я понял, что не успеваю перехватить шлосса, но раненый парень сам оказался не лыком шит. Он припустил бегом вокруг площадки и шипастая дубинка своем рассекла воздух сантиметров 15 у него за спиной. Тогда я заорал в сторону противника все, что знал на немецком из ругательств. Кто-то из немцев заржал, а шлосс похоже разорился по-настоящему. Мы быстро пошли навстречу друг другу. В тот момент, когда нас разделяло метра два, немец решил воспользоваться своим преимуществом и хекнув, нанес удар. Шипастая дубинка устремилась ко мне по широкой горизонтальной дуге. Как говорил один из моих наставников, чтобы поймать предмет, надо просто протянуть руку и заставлял нас делать одно крайне занятное упражнение. Вы встаете лицом к стене в двух-трех метрах от нее, а ваш партнер начинает кидать в стену теннисные мячики. Ваша задача поймать их после отскока. После трех лет упражнений реакция улучшается настолько, что мне удавалось ловить мяч, когда он летел еще к стене. А тут дубинка, траекторию которой можно определить по положению медленно движущегося плеча. И моя правая рука бросила в лицо немцу скатанный ремень, а левая перехватила палец чуть ниже шипастой головы. Сам же я развернулся к противнику правым боком. Освободившаяся правая подбивает локоть одноименной руки противника вверх и тут же бьет на отмашь подмышку. Немцы скручивают, а дубинка оказывается у меня. Пируэт, и я стою за спиной немца. А это что за знакомые хлопки доносятся откуда-то из караулки? И перехватив с проворотом дубинку, я пиная шлоса в почку. Крик стоять переводчика сливается с пистолетным выстрелом у меня за спиной. А с одной из вышек, раскинув руки, рушится вниз головой часовой. Взгляд со стороны Тоттен. Чтобы выглядеть уверенным и даже немного скучающим, пришлось мобилизовать все свои актерские навыки. Хорошо еще, что некоторый опыт публичных выступлений имеется. А если покраснею от волнения, так всегда на жиру списать можно. Однако Саша на смена планов выбила меня из колеи. Идя к воротам, уверенности я не ощущал никакой. Да и откуда возьмется эта уверенность, я же не зубр спецназа. Роль живца меня не радовала совершенно. Я посреди взвода немцев, можно сказать, совершенно один из задач не только максимум народу положить, но и живым оттуда вернуться. Впрочем, очередности приоритеты я для себя тут же поменял местами. Заварить кашу, выбраться, а дальше уже старшие товарищи доработают, дочистят. Пришло осознание, что сегодняшняя переделка это по сути экзамен на профпригодность и боевую зрелость. Либо я его сдаю, либо либо мне будет уже все равно. Радости подобные мысли мне не доставляли, равно как и необходимость уработать, как сказал командир Фельдфебеля и ближайшее окружение. Пока что я не понимал, смогу ли я вообще спустить курок, ведь разница все же была существенная. Стрелять в бою по мелькающим тут-тут-тутам целям или на коротке в упор по людям, с которым еще пару минут назад разговаривал. Я правда предполагал, что старики эту разницу уже давно для себя нивелировали, но легче мне от этого никак не становилось. Продолжая терзание в стиле «Товарь ли я дрожащая или право имею?» я дошагал до своего места в партере лавки весьма потрепанного вида и еще более пыльной и грязной, чем наша машина, проехавшая бог знает сколько километров по приселку. Садиться на этот шедевр деревенского мебельного искусства желания не было никакого. Я уж хотел было сказать что-то Фельдфебеля про чистоту и порядок, как взгляд мой уперся во второго сопровождающего. Накатило на меня так, что я чуть не бросился на гада. Это был тот самый Унтер, который расстреливал наших за забором. Узнал я, конечно, не лицо, темно тогда было, а очень характерное движение рукой, какое-то дерганное что ли. Именно этим жестом он звал бойца из свежевыкопотной могилы, а сейчас он приглашал меня присесть. Сердце бешено колотилось, но уже не от страха, как до этого, а от ненависти. Тебя, гады, я не то что уработаю, убью голыми руками нахрен. Что-то в голове щелкнуло, и теперь мозг, забыв о рефлексиях и Достоевском, начал усиленно работать совершенно в другом ключе. Будь вежлив и профессионален, но держи в голове план, как убить всех вокруг. Уже без всяких разговоров я смахнул пыль с лавки и уселся на краю, оставляя немцам место слива от себя. Теперь остается только вытащить пистолет и расстрелять обоих. Усевшись и взглянув в сторону арены, я заметил высунувшегося из-за спин других заключенных человека, делал еще какие-то странные пасы руками. Антон, он отчаянно пытался мне что-то сказать, но то ли от волнения, то ли от того, что вы постоянно заграживались спиной других пленных, я разобрал лишь «я валю того здорового», а ты начинаешь уметь. Ощущение близости друга, а также того, что он уже овладел ситуацией, здорово успокаивало. Он видит больше и соображает быстрее меня. Значит, я могу действовать, а он легко подхватит и доведет до конца. Как показать ему, что я его увидел и понял, хотя бы частично «подмигнуть?» заорал переводчик, исполнявший роль конференсье, а я все пытался сообразить, что и в каком порядке мне делать. У меня есть пистолет, из которого я ни разу не стрелял. Собирался все, собирался. Кабура, непривычный мне тактический «Сафари-Лэнд», из Коева даже полупарализованный дилетант вытащит оружие меньше, чем за 2 секунды, а закрытое, оформленное. Хорошо еще, что пользоваться всеми приспособлениями немецкой униформы и амуниции меня экспресс-методом научил знатный реконструктор люк. В общем, быстрое выхватывание в стиле гандфайтеров Дикого Запада или современных спецназовцев не катило. Зная это, я еще в машине дослал патрон в патронник и снял пистолет с предохранителя, а входя на территорию лагеря, незаметно расстегнул кабуру. Конечно, это нарушение техники безопасности, но это должно сэкономить так необходимое мне мгновение. Итак, сначала унтер, затем фельдфебель. Сзади, слава богу, никого по башке мне резко не дадут. Солдаты вокруг импровизированной арены довольно расслаблены, на меня не смотрят. Подозреваю, боятся смотреть на офицера СС. Ха-ха! Усмехнулся я себе. Теперь мне точно не отвертеться от нацистского происхождения моего позывного. Только на рукавной ленты правильной не хватает. Пулеметчики на вышках, цель люка и командира, карулка за бродягой, а вот с солдатами возле арены предстоит иметь дело мне. Но без посторонней помощи мне с ними никак не справиться. Значит, попробуем натравить на них толпу. Главное, чтобы меня заодно с ними не прихлопнули. Пока я решал, кого первого и как передо мной происходила игра в любимом стиле арта. Чем больше шкаф, тем громче падает. Все внимание почтенной публики было сосредоточено на схватке. На меня никто не смотрел. Зато я заметил, как исчезла карулка и бродяга, а фермер задавил пулеметчика на крыльце. Я уже осторожно приподнял клапан кобуры и начал потихоньку вытаскивать пистолет. И тут Туха бросил играть в кошки-мышки и поймал верзилу на противоходе. Пора. Резким движением выдергиваю пистолет и фельдфебель крайне неудачно вскочил со скамьи за слони фунтера. Стреляю с под левой руки ему в бок. Вальтер подбросил отдачи, чувствительно ударив меня по руке. Черт, Клинт Иствуд недоделанный. Обзываю сам себя и перевожу ствол на фунтера. А вот тебе, гад! Я так и не понял. Выкрикнул я это вслух или просто подумал, но глаза у немца стали квадратными. Закусив губу, я просверил ему сначала правое, а затем левое плечо. На все про все ушло секунд пять, а может этого меньше. Или это время затормозило и тянется, как резиновая лента. Внезапно появился иррациональный страх, что пулеметы с вышек сейчас метут толпу и меня вместе с ней. Но пулеметы молчат. Люк отработал на все сто, как всегда. Солдаты, охраняющие арену, поворачиваются в мою сторону. Я, присев, стреляю в ближайшего, крича как резанный. Ребята, бей гадов! Пленные удивленно смотрят на меня, а затем, поняв, что вот он шанс, кидаются на немцев, затаптывая мертвого унтера и раненого фельдфебеля, увлекая меня за собой. Слышатся редкие выстрелы. Вот промелькнул фермер короткой очередью из ППД, снесший последнего охранника с вышки. Крики немецкие, мат русский, и я орую, стошно срывая горло. «Антон! Антон!» Вдруг чья-то рука хватает меня за плечо и выдергивает меня из этой круговерки. «Антон живой, и я тоже почему-то живой». «Чего стоишь, как блондинка на футбольном матче?» спрашивает Тоха, улыбаясь и поигрывая невесть откуда взявшимся у него парабелломом. «Ты как, в норме? Тогда пошли, работай еще вагон». А у меня слов уже нет, кончились все. Из толпы нарисовался командир. Хлопнув Тотона по плечу еще раз, я строевым шагом пошел навстречу Саше. Остановившись в метре, встал по стойке смирно. И уже было собрался рапортовать, когда он шагнул навстречу. Сграбастал меня и принялся тискать, приговаривая. «Вот ведь гадский папа, вы только посмотрите на этого везучего говнюка!» «Я тоже очень рад вас видеть!» Пробормотал я в ответ, лелея надежду, что Саня ничего мне не поломает. Подошел немного растрепанный и непривычно выбитый бродяга. «Живой! Ну и то хлеб! Ганса ты четко уделал, молодец!» И уже фермеру. «Ну что, рвем когти?» «Командир! Нельзя людей просто так бросить!» Горячо возразил я. «Поговори мне! Ишь, мать Тереза, какая у нас выискалась!» «Саш, у меня есть идея!» Не сдавался я. «За минуту уложишься?» «Мужики!» Начал я в полголоса. «Если мы их сейчас оставим, то через пару дней половину переловят и на наш след упадут. А так мы их колонны отконвоируем куда-нибудь подальше, а человек 20 самых надежных при себе оставим». «Нахрена нам балласт?» «Смотри, если мы закосим БДСС-манов, сопровождающих пленных, то мы можем прямо на шоссе поработать. Типа ремонт дороги или еще что?» «Резон есть!» «Сможешь это стадо за 15 минут сорганизовать?» «Будет по-твоему!» «Нет, сам понимаешь!» «Разрешите выполнять, товарищ майор?» «Выполняй! На, автомат свой забери!» «Михаил, Семен!» Зарал я, что было мочи. «Ко мне давайте!» К этому времени толпа немного успокоилась. Да и само освобождение произошло настолько быстро, что осознать случившееся успели немногие. Вдобавок немецкая форма моих боевых товарищей заставляла многих считать случившееся какой-то внутренней разборкой, а не налетом партизан-освободителей. Знакомцы мои обнаружились на удивление быстро, примерно на третьем выклике. «И что это все значит? Ты можешь объяснить?» Взял быка за рогатый анкист. «Затем и позвал!» В тон ответил я. Семен же несколько секунд пристально разглядывал меня, а затем, совершенно неожиданно, схватил мою правую руку и принялся облагодарить. «Спасибо тебе, спасибо! Нет, черт подели, как ты его, а? А это кто? Мы свободны, да?» «Стоп, стоп, товарищ военный врач!» «Да прекрати уже!» Я выдрал свою конечность из захвата. «Имей терпение!» Укрик подействовал. «Антон, переодеться не хочешь?» Раздался вкратчивый голос бродяги. «Ха, наверное, старый лис какую-то игру в своем стиле задумал», сообразил я и ответил. «Конечно хочу!» «Там в машине тючок лежит, а я пока товарищам разъясню, что да почему». Хорошо, что Саша решил подыграть, хоть время обдумать, что и главное, как говорить пленным бойцам. Мужики действительно захватили для меня сменку. Да необыкакую, а командирскую с двумя шпалами впетлиться гимнастерку и синее бридже. Вот только ума не приложу, где они штаны эти достали, ведь не было же их у нас. А сапоги лежали под сидением. Спрятавшись за машиной, я быстро стащил себя изорванной солдатской портки и начал одеваться. Так, а это что? На рукавах гимнастерки щитом и мечом. Впечатляет. Правда, гораздо больше мой новый наряд впечатлил моих салагерников. Михаил с Семеном так и застыли с открытыми ртами, когда я вернулся. Вот, я же говорил. Как ни в чем не бывало, продолжу сверечь бродяга. Сами посудите, не в этом же нам на разведку ходить. Ну, до чего договорились? Поинтересовался я у него. Вот, товарищи мне не верили, видать эти тряпки. Он демонстративно потянул себя за воротник. Их смущали, так что, товарищ старший лейтенант, вам теперь первую скрипку играть. Товарищи, несколько официально начал я. Время сейчас не терпит, так что давайте сразу к делу. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 11 августа 1941-го, 12.07. Павел Анатольевич, разрешите? Да, товарищ Маклярский, что у вас? Вернулся капитан Раков из Луцка, приемный ждет. Зовите. Невысокого роста, с каким-то невзрачным, незапоминающимся лицом, капитан вошел в кабинет и замер по стойке смирно. Присаживайтесь, товарищ капитан. Хозяин кабинета указал на стул напротив себя. Борис Михайлович. Это уже Маклярскому. Вы тоже присаживайтесь, вместе послушаем. Итак, товарищ Раков, каковы ваши впечатления? Лейтенант Зайцев, в прошлом, начальник следственной части у НКГБ по Минской области. Опытный следователь и умеет вести допрос, хотя, на мой взгляд, несколько прямолинейен. И при чем тут это? Зайцев утверждает, что его собеседник, несомненно, оперативник высокого уровня. С легкостью обходил все поставленные Зайцевым в разговоре ловушки. Ни разу не прокололся и не сообщил ничего, кроме того, что хотел рассказать изначально. Говорил спокойно, голос не повышал, держался очень уверенно. Мне Зайцев так и сказал, он будто знал, что за ним сила немалая стоит. Вот вы к нам приехали, прямо как он говорил. Я постарался выяснить, товарищ Судоплатов, и оказалось, что этот лесник в разговоре сказал, что стоит Зайцева только упомянуть при докладе в Москву название отряда и некоторые позывные, так в скором времени появятся представители центра. Судоплатов усмехнулся. А ведь как в воду глядел этот ваш лесник, что еще? Документы лейтенанта просмотрел как бы мельком, но внимательно. Продолжу рассказ Раков. На должность и звание Зайцева никак не отреагировал. Более того, он продемонстрировал лейтенанту свое служебное удостоверение сотрудника ГУГБ. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Да, вот данные, которые запомнил Зайцев. Капитан положил перед Судоплатовым лист бумаги. Посмотрим. И Судоплатов придвинулись к себе. Майор, управление НКГБ по Москве и Московской области. Фамилия, имя, так. Не помню такого, хотя звание серьезное. А это что такое? Карточка заместитель на получение оружия, пистолет АПС и 100 патронов. Что это за пистолет? Что это вообще за документ такой? Борис Михайлович, вы проверили? Так точно. Лицо с такими данными на службе в НКВД не состоит и ранее не состояло. Удостоверение за этим номером выдано старшему лейтенанту Еременко Игорю Анатольевичу, оперуполномоченному у НКГБ в Комсомольске на Амуре. Пистолет указанной марки специалистов неизвестен. Час от часу не легче. Где этот Еременко и где фронт? Более того, Павел Анатольевич, стилистика документа не соответствует ни одному образцу служебного удостоверения, принятого в РКК и НКВД. Похоже, но не то. Этот ваш Зайцев ничего не перепутал? Нет, Павел Анатольевич. Я проводил проверку его способностей к запоминанию различных текстов и рисунков. Он ни разу не ошибся. Даже так? Способный лейтенант. У вас все? Нет. Я беседовал с Часовым, которого неизвестные обезоружили и связали во время первой встречи. Тут вообще много непонятного. Он уверяет, что ничего не видел и не слышал, когда ему вдруг приставили горлу нож. Воткнули кляп, когда он открыл рот, чтобы заключать. После этого связали и раздели. В смысле раздели? Сняли пиджак. Зачем? Его потом подбросили второму часовому. Для чего? В беседе с разводящим он сказал, что вокруг никого нет. Сразу же после этого на ветке за их спиной появился пиджак. И что, они никого не видели? Ни в первом, ни во втором случае. Слышали только голос, который им посоветовал забрать пиджак с собой. Зачем они это сделали, как думаете? Я считаю, что неизвестные таким образом дали понять, что полностью контролируют ситуацию. Да, серьезная демонстрация. Продолжайте. Во время второй встречи они оба присутствовали среди охраны Зайцева и уверяют, что голос неизвестного и голос этого лесника это голоса одного и того же человека. Также лейтенант отметил странную одежду лесника. Явно военная форма, но непонятно какой страны. Знаков различия нет, карманов много, как они сказали, даже слишком. Штаны и короткая куртка, ботинки высокие на шнуровке. Вообще, по их свидетельствам, одежда непривычная. Покрашена мелкими пятнышками, словно бы краской обрызгали. Зеленый, нескольких оттенков, коричневый, крой мешковатый. Даже странно, вроде бы военный человек, а форма мешком висит. Но как он к лесу назад пошел, так и стало ясно почему. И почему же? А его на фоне леса плохо видно, очертание фигуры, словно бы смазанное. Если такой на землю ляжет, то не разглядеть, даже и вблизи. Так что понятно, от чего его бойцы не видели. Что-то похожее уже было. Где-то я описание этой формы встречал. Продолжайте, капитан. Еще одна особенность. Мелочь, но если подумать, первую встречу лесник сказал бойцам. Рация у вас одна, больше вам не положено. Откуда он мог знать такие подробности? А что, у нас есть группа с двумя или тремя рациями? А костюмы маскировочные у нас есть, вот только рисунок другой. Но у этой группы, как я понял, было как минимум две рации. Вы их сами видели? Нет. А бойцы отряда? Тоже нет. А может, это телефон полевой был? Все свободны. Подождите пока в приемной. Когда Раков вышел, старший майор спросил. Борис Михайлович, я так понимаю, вы про форму вспомнили? Так, точно. Форма эта упоминается неущенкой в первом сообщении. Верно. И еще, Павел Анатольевич, если вы обратили внимание, то в рапорте Зайцева отражен факт минирования места встречи. Обратил и что? Минирование было произведено 100-килограммовыми авиабомбами. Да, я это заметил. Надо сказать, что довольно несуразный способ минирования. Там корпус 1-килограмма в полсотни весят. Да и избыточный для пехоты заряд получается. Но помимо этого, лесник заявил, что ими были заминированы еще несколько мест в лесу. Так вот с точки зрения специалистов и с учетом времени, прошедшего между первой и второй встречами. Для построения минно-взрывной сети таких масштабов и с такими боеприпасами потребуется не менее роты саперов и не менее суток времени. Кроме того, необходимо учесть временные затраты на маскировку следов такой работы. А это еще не менее суток. А какая рота может быть в распоряжении у див-группы? Нет, но мне кажется, что этот лесник лейтенанта просто на пушку взял. Они же бомбу не выкапывали, да и других не находили. Может, там котел старый был закопан. Резонно. А как вам разговор лесника со своим заместителем Павел Анатольевич? Занятный разговор, но занятнее другое. Как они его осуществили? Именно. С помощью каких технических средств он происходил? Специалисты еще могут представить себе микрофон таких размеров, способный передать голос хотя бы на какое-то расстояние. Но как обеспечить его воспроизведение с такой высокой степенью разборчивости? Зайцы слышал даже дыхание говорившего. Специалисты в один голос заявляют, что это нереально. Маленький динамик со звуком такого качества мы так не можем. Мы? А кто может? Никто не может. Немцы точно не могут. Да и американцы с англичанами тоже. Для этого надо проложить проводную линию, поставить высококачественные усилители звука. Громкоговоритель нужен соответствующий. Ничего этого на поляне не было. Лесник говорил прямо в пространство и откуда-то был слышен голос отвечавшего. А там что, голое место? Да, открытая вершина холма, пенек от упавшего дерева. Динамик туда не спрятать, если только очень маленький. Но тогда качество звука сильно упадет. Интересно, заключение специалистов есть? Так точно. Вот, пожалуйста. Капитан положил на стол средней толщины папку. Ваши выводы, капитан. Думаете, это немцы с нами играют? Это странники, Павел Анатольевич. Это их склад. По описаниям, лесник похож на оперативника из состава этой группы. Так, капитан. Теперь я постараюсь резюмировать ваши слова. В составе группы странников присутствуют опытные саперы численностью дороты. Так? И, соответственно, численность группы сильно больше, нежели мы раньше полагали. Так? Но нельзя исключить, что это был блеф в расчете отпугнуть наших сотрудников от определенного места и придать себе внушительности при переговорах. В первом случае у группы есть солидный запас взрывчатых веществ. Так? Группа располагает неизвестными никому средствами связи и передачи звука. Пользуется неизвестными нам видами оружия и документами прикрытия ГУ, ГБ. Но в отличие от того, что нам встречалось у немецких агентов, документы какие-то странные. Я ничего не упустил? Все верно, Павел Анатольевич. Можно добавить, что к тому же контакт с Зайцевым они не разорвали. После того, как Раков уже убыл назад, они снова пошли на контакт. Интересно. Да. И передали большое количество немецких документов. 18 офицерских удостоверений и 92 солдатские книжки. Бумаги интендантской службы и портфель с бумагами специальной эсэсовской команды. Да, я помню радиограммы о столкновении с эсэсовцами. Но вот технические средства, да и маскировочный костюм неустановленного образца. Кроме передачи документов, что еще было? Они научили бойцов Зайцева изготавливать простейший натяжной взрыватель из подручных средств и попросили содействия в разведке нескольких объектов. А из чего взрыватель? Из спичек. Полчаса спустя длинная колонна военнопленных уже направлялась к шоссе Баранович и Слуцк. 13 августа 1941 года. Гончару. По сообщению занозы в Вилейке отмечено появление подразделения СС особого назначения. Примерная численность 100-120 человек. Штаб подразделения разместился в здании средней школы. Агент сообщает, что более подробную информацию получить очень сложно из-за сильного контрразведывательного противодействия. Маршрутниками отмечена концентрация специальных охранных подразделений в районе Вилейка-Молодечно и в Сморгоне. Связываю это с действиями отряда товарища Трошина, контакт с которым мы наладили. Отряд товарища Трошина действует очень хорошо. Проведенная по вашей просьбе проверка показала за две недели поток противника по шоссе Сморгонь-Молодечно сократился в три раза. По свежим данным товарища Трошина за неделю его отрядом повреждено и уничтожено более 50 единиц автотранспорта. Однако основной задачей он по-прежнему считает уничтожение водителей автомашин, для чего используют специальных снайперов-стрелков. Засадой организованной отрядом товарища Трошина 11 августа полностью уничтожена колонна противника из 34 грузовиков, 5 легковых машин и 17 мотоциклов. Наш наблюдатель-представитель наблюдал также уничтожение как минимум 200 гитлеровцев. Движение на шоссе из-за затора и подрыва мостов заблокировано примерно на 4-5 дней. Отряд Трошина в настоящее время передислоцировался восточнее в район Логойска, так что связь с ним поддерживать затруднительно. Для обеспечения связи в отряд делегирован старший сержант госбезопасности Демичев. До передислокации он подтвердил факт уничтожения отрядом товарища Трошина совместно с интересующей вас группой специального отряда СС в районе Ивинца. Стас. Минск, улица Островского, дом 7, 14 августа 1941-1907. Занят, Осье? Спросил заглянувший в комнату Гаут-шарфюрер. А, Дитрих, заходи, чего в клювыке притащил? Ничего вкусного, занимаюсь тем побегом из филизационного лагеря. Это под Слуцком который? Верно, ребятам из полевой повезло, на них набрел один сбеглицов. Вот, протокол допроса прислали. И он показал внушительную пачку листов, свернутую в трубку и торчащую из кармана. Есть что-нибудь интересное? Спросил Унтер-шарфюрер. Да я и сам еще толком не смотрел. Пробежал мельком. Этот русский говорил что-то про напавших на лагерь партизан. Не возражаешь, если я посмотрю? И хозяин требовательно протянул руку. Тебе откажешь, пожалуй? Гость вытащил доклад и протянул его со словами. Прошу принять господин Унтер-шарфюрер. После чего отвесил шутовской поклон. Но старшему по званию было не до подначек. Он внимательно просмотрел протокол допроса, быстро перелистывая страница. Внезапно на столе зазвонил телефон. Унтер-шарфюрер бойки слушает. Не прекращая чтение, ответил хозяин кабинета. Что? Когда? Он вскочил со стула и глаза его округлились. Да, немедленно выезжаю. Дитрих, сбор всей команды, чтобы через пять минут все были готовы, черт тебя раздери. Да что случилось-то, Освальд? Спросил тот же вскочивший со стула гаупт-шарфюрер. Нападение на колонну рейхсфюрера. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 15 августа 1941-го, 22-32. Итак, товарищи, начну с неприятного. Нарком, поблесткивая стеклами Пенсне, обвел взглядом собравшихся. Хуже всего положение на юго-западном направлении. Подуманию противнику окружить наши войска не удалось, но потеря очень тяжелая. Если бы не данные, полученные от ваших людей, товарищ судоплатов, все могло бы быть значительно хуже. Товарищ Сталин, кстати, распорядился представить всех причастных к наградам, так что поздравляю вас. На центральном участке положение «Опять же, благодаря информации от ваших товарищ судоплатов групп, танковая группа Гудериана действительно попыталась повернуть на юг, но благодаря своевременному предупреждению разведчиков попала в ловушку. Бои там сейчас идут тяжелейшие, но наши части пока держатся и держатся прочно». Гудериан как застрял в Бобруйске, так и не вылезает. Людей, раздобывших эту информацию, я считаю, надо наградить. «Что скажете, товарищ Меркулов?» Заместитель наркома ответил. «Так точно, товарищ Берия, орден Красного Знамени руководителю резидентуры или командир группы будет в самый раз. Вы слышали, товарищ судоплатов, напишите представление. Теперь поговорим о более мелких проблемах. Кстати, действия танко-истребительных групп существенно помогли при обороне. И Верховному понравилась активная оборона. Правда, у немцев под Ельней и Бобруйском по донесениям танки почти закончились, теперь больше на автомашины охотятся. Огромная дверь кабинета бесшумно приоткрылась. «Да, что случилось, товарищ Шария?» Мгновенно отреагировал нарком. «Лаврентий Павлович, тут человек из особой группы к товарищу судоплатову. Говорит, что-то экстраординарное случилось». «Давай его сюда». «Капитан госбезопасности Маклярский», бодро отрапортовал вошедший, несмотря на раскрасневшееся лицо и струйки пота убегавший за воротник. «Ну что там у вас приключилось?» По-прежнему недовольно спросил Берия и, заметив заминку, усмехнувшись, добавил. «Не стесняйтесь, капитан, здесь все свои». «Товарищ генеральный комиссар, сообщение от нашей группы». «Ну, группой странники ликвидирован Генрих Гиммлер». В последнее время в печати на телевидении и в инфосети идут бесконечные споры. Чем может грозить человечеству беспрецедентный эксперимент, проводимый нашими учеными совместно с их европейскими коллегами в Институте Волновой Физики в Минске? На вопросы нашего корреспондента любезно согласился ответить глава Института, академик, лауреат Нобелевской премии Михаил Викторович Соколов. Здравствуйте, Михаил Викторович! Здравствуйте! Многих наших читателей волнует так называемая проблема схлопывания. Что вы можете сказать нам по поводу обоснованности этих тревог? Не погружаясь в дебри высокой физики, могу заверить, что наши эксперименты контролируемы и никакими катастрофическими последствиями не грозят. Окликушество некоторых, в основном американских средств массовой информации, не что иное, как попытка в очередной раз раздуть конфликт между странами с разным социальным строем. Вам же наверняка попадались пространные исследования, противопоставляющие науку свободного мира и тоталитарное мракобесие? Да, и не раз. По моему мнению, подобные попытки не более, чем заказ определенных кругов. То есть, вы, Михаил Викторович, совершенно отрицаете какую бы то ни было угрозу? Возможно. Вы помните шумиху, поднятую в конце прошлого века акулами пера вокруг совместного проекта Института ядерных исследований и ЦЕРНА? Ну, меня тогда еще на свете не было, но материалы про коллайдер я читал. И что? Были ли какие-нибудь катастрофы? Насколько я знаю, нет. Вот видите? А в нашем институте, который, скажу без преувеличения, стоит на самом переднем крае науки, к безопасности относятся еще серьезнее. Эксперименты будут проводиться с шагом в несколько месяцев. И ни один не будет начат до полной обработки данных, полученных в результате предыдущего. Михаил Викторович, а вы можете ответить, что же такое время на самом деле? И возможно ли столь часто описываемое в фантастической литературе путешествие «Прошлое или будущее?» Боюсь, что огорчу вас. По имеющимся у нас данным такие путешествия, хотя теоретически и возможны, но практически они пока неосуществимы. Да и в силу неизученности самого вопроса, я боюсь, что никто из моих коллег в ближайшие лет 50 не возьмется сказать что-либо определенное по этому вопросу. А как вы относитесь к эффекту бабочки? Сергей, мы же договаривались, никаких около научных фантазий. Ну а все же, давайте я вам приведу пример, который не имеет никакого научного объяснения, но на основании которого вы можете хоть роман написать. Хотите? Конечно. Вы, наверное, знаете, как трепетно у нас в стране относятся к памяти о Великой Отечественной войне. И многие люди искренне интересуются событиями того тяжелого, но и одновременно судьбоносного времени. Так вот, несколько лет назад я занимался, скажем так, раскопками. Пользуясь служебным положением, нет, не пишите, это шутка. В общем, копался в биографии своего прадеда, Михаила Алексеевича Соколова. В настоящее время он известен как крупный ученый, физик-практик, как один из курчатовцев. Но в самом начале войны он попал в окружение, а затем в немецкий лагерь. По вашему лицу вижу, что вы не понимаете, в чем соль. Подождите немного. Так вот, из лагеря ему помогли бежать сотрудники диверсионной группы НКВД. Я, копаясь в открытых теперь архивах, нашел даже фамилию того, благодаря кому моему прадеду удалось избегнуть смерти. История, конечно, поучительная. Да слушайте же до конца. Вы, вероятно, знаете Антона Владимировича Трошина. Да-да, того самого, кто заведует инженерно-техническим обеспечением наших экспериментов. Знаете? Отлично. Так вот, не так давно в разговоре выяснилось, что его прадед тоже в 41-м был в окружении. И в его судьбе сыграли большую роль представители той же самой организации. Ну, насколько я помню, сотрудники спецслужб. Погодите, я еще не сказал главного. Офицером, спасшим моего предка и прадеда Трошина, Владимир тот же человек. Старший лейтенант госбезопасности Окунев. А вы говорите совпадение. Московский комсомолец, 19 июля 2034 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok